Глава 11. Почему учеба в школе делает людей беднее? Критика устаревшей системы Я тысячу раз слышал «это невозможно». В какую бы страну мира я ни приехал, каждый раз, когда я начинаю объяснять уроки богатого папы о деньгах, долгах, налогах и всего того, чем занимаюсь в реальной жизни, мне всегда говорят «здесь это невозможно». Они правы. Для них невозможно то, что делаю я. А я могу делать это практически в любой стране мира. Дело в том, что у нас разное образование. Другими словами, настоящее образование дает человеку новые возможности. Оно позволяет делать то, что недоступно другим, и во многих случаях человек бы и сам раньше не поверил, что способен на подобное. Фейковое образование делает людей бедными, маленькими, слабыми, ограниченными, связанными по рукам и ногам своими же собственными мыслями. Самые вредные слова, которые человек только может произнести – «я не могу», или когда речь идет о деньгах – «я не могу себе этого позволить». Финансовая бедность и униженное состояние людей объясняются вот этими простыми словами – «я не могу себе этого позволить». Если человек не способен превратить эти слова в вопрос «каким образом я могу себе это позволить», он навсегда останется бедным, независимо от того, сколько зарабатывает. «Мне хотелось бы». Недавно одна знакомая спросила – «куда ты собираешься поехать в этом году?» «У меня намечены поездки в Австралию, Японию, Африку и Европу», – ответил я. «Я бы тоже так хотела», – вздохнула она, – «но не могу себе позволить». Это возвращает нас к самому началу главы. В какой бы стране мира я не начал объяснять, как использовать долги и налоги в своих интересах, кто-нибудь обязательно скажет – «у нас это невозможно». Всем известно, что когда один палец указывает вперед, три обращены назад. Решайте сами, какие из этих пальцев символизируют меня, а какие – тех, кто возражает. В этом-то вся проблема, возникающая из-за школьного образования. Без настоящего финансового просвещения большинство людей так и проживут всю жизнь, повторяя одно и то же. «Я не могу себе этого позволить», «у нас это невозможно», «мне тоже хотелось бы». Образование порождает бедных пап. В книге «Богатый папа, бедный папа» действительно изображен мой родной отец, но он служит метафорой для неадекватного и устаревшего современного образования, не способного подготовить учеников к реальной жизни. Я несчетное количество раз задавал вопрос миллионам людей – «Что вы узнали о деньгах в школе?» Ответом обычно был недоуменный взгляд или высказывание типа «Я учил экономику» или «Нам объясняли, как поддерживать баланс чековой книжки». Извините, но экономика и баланс чековой книжки – это не наука о деньгах. Каждый раз, когда я спрашиваю людей, что они узнали в школе о деньгах, это служит еще одним уколом прямо в сердце и душу современной системы образования. «Истреблен будет народ мой!» В воскресной школе нам читали отрывок из книги пророка Осии «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Я не проповедую, а цитирую древнюю мудрость. Те, кто возглавляет современную систему образования, должны посмотреть в зеркало и задать себе вопросы. «Какие знания я отвергаю?» «Какие предметы мы не изучаем?» «Почему многие так ненавидят школу?» «Почему многие говорят, что школа – это потерянные годы?» «Почему в школах ничего не рассказывают о деньгах?» «Почему священнослужителям просвещения, учителям, платят так мало?» «Почему многие студенты выходят после учебы в жизнь с такими огромными долгами?» «Все эти вопросы напоминают о моем бедном папе, прекрасном человеке, который посвятил свою жизнь публичному просвещению и, к сожалению, сам стал жертвой системы образования». «У нас это невозможно». Несколько месяцев назад меня пригласили выступить в местной церкви. Я провел там обычную беседу о долгах, налогах и о том, почему богатые становятся все богаче. Когда в конце подошло время вопросов и ответов, какой-то прихожанин поднял руку и сказал «То, о чем вы говорили, здесь сделать невозможно». Я напомнил ему, что церковь расположена менее чем в восьми километрах от моего дома и что мне удалось сделать все, о чем я рассказывал, причем именно здесь, а потом заверил всех присутствующих, что богатые делают это повсюду в мире. Именно поэтому они стали богатыми и продолжают богатеть». Человек, который задал мне вопрос, встал и сказал «Я врач, у меня лучшие финансовые консультанты, но я уверен, что не смогу сделать всего, о чем вы тут рассказываете. Я уже проходил все это во всех странах мира, поэтому поинтересовался. Во что вы вкладываете деньги? У меня частная практика, поэтому я пользуюсь пенсионной программой IRA. У меня несколько миллионов накоплений, полностью выплаченные собственный дом и кондоминиум, где я провожу отпуск». «И это все?» – спросил я. Он кивнул и уставился на меня в ожидании ответа. «Вы правы», – сказал я. «Вам не удастся этого сделать. А вот я могу». Никто не сомневается в том, что врач – это высокообразованный человек. Имея частную медицинскую практику, он находится в квадранте «С», где обитают специалисты и самозанятые люди. Его инвестиции и налоги также соответствуют статусу представителя квадранта «С», где налоги обычно самые высокие. И этот врач прав. Он не способен на то, что доступно мне. Смена квадрантов. В 1973 году я записался на курсы по программе MBA, где меня готовили к работе в квадранте «Р» в качестве наемного работника. В том же году я начал посещать курсы по инвестированию в недвижимость и прослушал семинар, целью которого было сделать из меня профессионального инвестора, представителя квадранта «И». Причина, по которой люди не могут сделать того же, что и я, заключается в том, что они ходили в школу, где их готовили к квадрантам «Р» и «С» и к роли пассивных, а не профессиональных инвесторов. Поэтому врач, который говорил мне, что описанные мною действия невозможны, выглядел так же нелепо, как если бы сказал мне, «Вы не в состоянии летать, потому что я не умею». Я умею летать, потому что профессионально занимался этим пять лет в летной школе и во Вьетнаме. В области финансов я делаю то, что умею делать, поскольку школы, которые я посещал, готовили меня к работе в квадрантах «Б» и «И». Для каждого квадранта есть свое образование. Сила образования. Настоящее образование дает возможность заниматься тем, что вам нравится. Если вы хотите быть врачом, идите в медицинский институт. Если хотите быть пилотом, идите в летное училище. Если хотите быть богатым, куда вы пойдете? Вот что значит правильный выбор образования. Проблема в том, что многие люди выходят из стен школы, не располагая должной подготовкой к жизни. Многие вспоминают систему образования с ненавистью. Сталкиваясь с вещами, к которым их не готовили, они говорят «Я не могу этого сделать». Это такое же самоограничение, как и слова «Я не могу себе этого позволить» или «Это невозможно». Вместо того, чтобы заняться поисками нужного образования и правильного учителя, люди ограничивают свой разум и сужают возможности. Устарело ли образование? Вторая часть этой книги «Фейковые учителя» является самой важной, потому что нет ничего важнее образования. Если бы наша система образования работала как следует, то не было бы нужды в первой части – фейковые деньги. При наличии настоящего образования отпала бы необходимость писать третью часть – фейковые активы. Если бы система образования предлагала настоящее финансовое и духовное образование, то нашим лидерам не сошли бы с рук печатания фейковых денег и продажи фейковых активов. Вот почему вторая часть – самая важная в этой книге. Нет ничего важнее настоящего образования – академического, профессионального, духовного и финансового. Все это становится сегодня значимым как никогда. Образование, от которого опускаются руки Причина, по которой люди постоянно твердят мне, что все, что я делаю, невозможно, заключается в том, что наша система образования создает у них ощущение бессилия. Как уже говорилось, большинство великих университетов были основаны такими людьми, как Джон Рокфеллер, Корнелиус Вандербильд, Леланд Стэнфорд, Сесил Ротс, известными как бароны-разбойники. Их интерес к образованию подогревался желанием найти самых лучших и умных студентов, а затем обучить и подготовить их к работе на себя. Из них надо было сделать наемных работников, а не предпринимателей и изобретателей, которые могли бы составить им конкуренцию. Баки Фуллер говорил, что бароны-разбойники основали лучшие университеты в стране с целью поиска лучших умов для последующей работы на богатых людей в качестве специалистов, юристов и финансистов, а не для того, чтобы делать из них богатых людей. Вот почему наши самые великие предприниматели типа Билла Гейтса, Стива Джобса, Майкла Делла и Марка Цукерберга бросили учебу в отличных учебных заведениях. Очевидно, они не могли получить там желаемого образования, которое готовило бы их к работе в квадрантах Б и И. Переход в другой квадрант Сегодня миллионы людей занимаются работой, которую ненавидят или за которую платят недостаточно, а может и то и другое сразу. Они понимают, что надо что-то менять, но вся проблема в страхе перед переменами. Кроме того, они не знают, что именно надо поменять. Образование, а точнее его нехватка, удерживает этих людей на месте. Они боятся перемен и неудач. Когда я объясняю разницу между четырьмя квадрантами, многие высказывают желание что-то изменить. Но все дело в том, что для перехода из одного квадранта в другой, особенно со стороны Р и С, на сторону Б и И, необходимо настоящее духовное и финансовое образование. Вот почему большинство людей пребывают в состоянии паралича, как мой высокообразованный бедный папа. После того, как он вызвал на бой губернатора Гавайев и проиграл выборы, ему уже не удалось подняться на ноги. Это был первый случай в жизни, когда он потерпел неудачу. Полученное образование удерживало его в квадранте Р. Он был не в состоянии выйти за его рамки, даже несмотря на то, что был безработным. Он приобрел франшизу на торговлю мороженым, чтобы перейти в квадрант С, и потерпел крах. Он не был предпринимателем и не смог вырваться за пределы уровня образования и образа мышления, свойственных квадранту Р. Он не смог измениться. Невидимая бедность Школа готовит людей к бедности, внедряя в их сознание предпосылки так называемой невидимой бедности. Наказание учащихся за допущенные ошибки Внушение того, что ошибки – это признак глупости Заучивание ответов вместо учебы на практике, сопряженной с ошибками Внушение того, что существует единственный правильный ответ, который известен учителю Противопоставление правильного неправильному вместо концепции трех сторон монеты Отсутствие реального финансового образования Объявление сотрудничества с писыванием Индивидуальное выполнение контрольных работ Недопустимость обращения за помощью Недопустимость слов «я не знаю» Отказ в помощи окружающим Разделение учащихся на умных и глупых Кризис Баки Фуллер был футуристом В предисловии к своей книге «Критический путь» он пишет «Человечество все глубже втягивается в кризис Кризис беспрецедентного размаха» Будучи футуристом, Фуллер говорил не о кризисе 1981 года Он предостерегал нас от кризиса Который мы наблюдаем сегодня И с которым людям, родившимся после 1981 года Еще только предстояло столкнуться в 21 веке Ускорение ускорения Фуллер предупреждал нас о феномене Который он называл ускорением ускорения По его представлениям Оно должно было начаться Когда человечество Перейдет от индустриальной эры К информационной Перед своей смертью в 1983 году Этот футурист предсказывал Что еще до конца текущего десятилетия Появится новое изобретение Которое радикально изменит мир Десятилетием раньше В 1969 году Родился предшественник интернета ARPANET Эта компьютерная сеть Была создана в интересах Министерства обороны США Изначальная цель ARPANET Заключалась в том Чтобы с помощью телефонных линий Связывать между собой Компьютеры исследовательских учреждений Работавших на Пентагон В 1989 году Тим Бернерс Ли изобрел всемирную паутину И это ознаменовало переход от индустриальной эры К информационной Началось ускорение ускорения Однако образование не претерпело изменений Оно осталось как бы замороженным во времени Еще раз повторю урок преподанный мне в воскресной школе Истреблен будет народ мой за недостаток ведения Так как ты отверг ведение То и я отвергну тебя от священно действия предо мною И как ты забыл закон Бога твоего То и я забуду детей твоих В 21 веке миллиарды людей находятся на грани гибели Из-за нехватки знаний Фуллер предупреждал нас в критическом пути Человечество все глубже втягивается в кризис Кризис беспрецедентного размаха Выступая перед нашей учебной группой в 1981 году Он объяснил причину тех бед, которые грозят миллиардам людей Перемены в информационную эпоху невидимы, говорил он Нельзя увернуться от приближающейся угрозы, которой ты не замечаешь Похожие выражения использовал и мой богатый папа Когда в 1971 году Никсон отменил золотое обеспечение доллара Он сказал, что деньги стали невидимыми В книге «Критический путь» Фуллер пишет «Я глубоко убежден в том, что все человечество Находится под угрозой уничтожения Если хотя бы один из нас не осмелится сейчас И всегда говорить правду И одну только правду» Разговор с родителями После смерти Фуллера я постоянно предупреждал родителей О неспособности системы образования подготовить их детей К жизни в реальном мире И о невидимой бедности, которую оно им сулит Я рассказывал родителям о том, что школы Наказывают учащихся за ошибки Рассматривают сотрудничество как списывание Вынуждают выполнять все задания строго индивидуально Отбивают у детей желание просить о помощи Отбивают у них охоту помогать другим Делят детей на умных и глупых Почти всегда родители отвечали «Я знаю, что образование переживает не лучшие времена Но только не в той школе, где учится мой ребенок Это прекрасная школа Дети там счастливы Они сотрудничают друг с другом и любят учителей Или другой вариант У меня очень умные дети Один из них учится в престижной школе права А другой в докторантуре И у обоих будет хорошая, высокооплачиваемая, надежная работа Не зря Фуллер предупреждал Нельзя увернуться от приближающейся угрозы Которой ты не замечаешь Нью-Йорк Таймс Воскресный обзор книг от 15 июля 2018 года Мы едва держимся на плаву в Америке Роберт Райх, занимавший пост министра труда с 1993 по 1997 год Встревожен изменениями, происходящими на рынке труда Он пишет Я говорю не о том, что в будущем роботы с большими мозгами захватят цивилизацию людей с маленькими мозгами А о ближайшей неминуемой перспективе Когда они отберут у нас рабочие места Это уже происходит Роботы и другие схожие с ними формы искусственного интеллекта Быстро вытесняют заводских рабочих, операторов колл-центров и клерков Скоро мы попрощаемся с водителями, складскими рабочими и представителями других профессий Выполняющими повторяющиеся операции Включая фармацевтов, бухгалтеров, юристов, диагностов, переводчиков и финансовых консультантов Вскоре машины будут выявлять рак лучше врачей Это не значит, что в будущем у людей вообще не останется никаких профессий Как вещают некоторые мрачные пророки Но роботы почти наверняка снизят ставки оплаты на оставшихся рабочих местах Где не обойтись без людей Персонал, ухаживающий за детьми, стариками и больными Личные тренеры, продавцы и тому подобное Роботы не смогут выполнять эту работу просто потому, что они не люди Даже сегодня, когда развитие техники уже привело к замене многих людей роботами У нас нет нехватки рабочих мест У нас нехватка хороших рабочих мест Сегодня среднестатистический американец зарабатывает примерно 44,5 тысячи долларов в год Что не намного больше среднего заработка в 1979 году с поправкой на инфляцию Почти 80% взрослых американцев утверждают, что живут от зарплаты до зарплаты А многие не знают, какой будет их следующая зарплата Предупреждаю родителей В информационную эру они не могут знать, чему школа учит или не учит их детей Потому что перемены и деньги стали невидимыми А настоящее финансовое образование отсутствует Большинство родителей знают только то, чему их учили в школе Они не знают, чего не хватало в их образовании Вот почему родители, с которыми я беседую, как правило говорят Мой ребенок учится в хорошей школе Без настоящего образования Разрыв между богатыми и всеми остальными будет расширяться Даже если дети хорошо учатся А если этот разрыв растет То возрастает и вероятность возникновения социальных волнений и революций Человеческие активы и пассивы Когда мы стали немного старше Богатый папа рассказал своему сыну и мне Что помимо финансовых активов и пассивов Существуют еще и человеческие Богатый папа нарисовал для нас следующую схему Смотрите схему на странице 18 в приложении к аудиокниге Потом он сказал Ваш самый главный актив это люди Но они же и главный пассив Когда родители говорят мне Я знаю, что образование переживает не лучшие времена Но мой ребенок учится в прекрасной школе Я рисую им такую же схему о человеческих активах и пассивах После того, как слушатели на моих семинарах Разберутся с сутью финансовых отчетов И разницей между активами, которые направляют деньги в их карман И пассивами, которые вытягивают их оттуда Я демонстрирую им балансовый отчет богатого папы Применительно к людям Поначалу дискуссия разворачивается со скрипом Никто не хочет признавать, что люди могут быть пассивом Однако со временем правда начинает выплывать наружу И тогда можно услышать следующие истории Моего сына выгнали из колледжа И теперь мне приходится выплачивать за него кредит, взятый на учебу Он все еще не может найти работу У моей дочери муж был наркоманом Она ушла от него с пятью детьми И теперь живет с нами Она окончила колледж, но не может работать Так как трое из ее детей пока младше 12 лет Мой отец оказался безработным Когда закрылся магазин, в котором он работал Отец израсходовал все свои накопления из пенсионной программы 401k И теперь живет с нами Он хочет работать, но пока не может найти высокооплачиваемое место Мой финансовый консультант не помог мне ничего скопить Мне осталось шесть лет до пенсии И я задумываюсь о том, на что буду жить в старости Мой партнер по бизнесу заболел И теперь мне приходится поддерживать его и его семью У меня недоимки по налогам И правительство грозит, что будет взыскивать их из моей зарплаты Но недоимки-то образовались как раз из-за того Что я недостаточно зарабатываю И мне не на что жить Мне даже не хватает денег от зарплаты до зарплаты А долг с каждым месяцем становится все больше Я уже не могу позволить себе покупать лекарства В конце дискуссии я спрашиваю Вы все еще считаете, что наше образование готовит людей к жизни в реальном мире? Это предостережение заслуживает того, чтобы повторить его еще раз В информационную эру они не могут знать, чему школа учит или не учит их детей Потому что перемены и деньги стали невидимыми А настоящее финансовое образование отсутствует Одна из причин, заставивших Фуллера написать «Критический путь» заключается в следующем Я глубоко убежден, что все человечество находится под угрозой уничтожения Если хотя бы один из нас не осмелится сейчас и всегда говорить правду И одну только правду Перевод Для выживания человечества необходимо, чтобы каждый из нас начал говорить правду Когда люди начинают говорить о человеческих пассивах в своей жизни Из их уст звучит правда о неадекватности их детей и недостатках образования Проще говоря, образование не в состоянии готовить людей к жизни в мире, который меняется все быстрее Причем эти изменения невидимы, как и деньги Без настоящего духовного образования люди впадают в паралич Потому что фейковые учителя учат их избегать ошибок и не просить помощи Называя это жульничеством Без настоящего финансового образования люди слепы И это на руку экономической элите Потому что ей так легче обкрадывать людей, работающих за деньги Правы те, кто не имея настоящего духовного и финансового образования Говорит, это невозможно И эта мысль не нова Она выдержала испытания временем и встречается еще в Библии Истреблен будет народ мой за недостаток ведения Но у меня есть для вас хорошая новость Из следующей главы вы узнаете о просветительской роли предпринимателей Тех людей, которые делают то, что необходимо делать, чтобы выйти за рамки устаревшей системы Ваши вопросы и ответы Роберта Вопрос Разве учеба в колледже не приносит никакой пользы? Гэри Б. Сингапур Ответ Разумеется, приносит Для многих людей это первое место, где они сталкиваются с многообразием точек зрения Где можно опробовать крылья и исследовать пределы возможностей Испытать новые ощущения И познакомиться с людьми, отличающимися происхождением, идеями и мнениями Образование имеет разные формы И учеба в колледже одна из них Надо только сопоставлять отдачу от традиционного образования С потенциальной ношей долга по студенческому кредиту Единого для всех рецепта не существует Каждый должен сам взвешивать все за и против С учетом своих целей и замыслов на будущее Вопрос Что вас больше всего раздражает в традиционном образовании? Адам К. Чехия Ответ Вообще-то немногое И все эти вещи взаимосвязаны Главное, что традиционное образование Не готовит людей, какого бы возраста они ни были К жизни в реальном мире Мы существуем не поодиночке Нам необходимо сотрудничать Школа называет это списыванием На мой взгляд, основным признаком интеллекта Является способность непредвзято оценивать Чужие точки зрения и подходы к проблемам Школа, как правило, дает один правильный ответ В реальном же мире Правильность ответа зачастую зависит От личных обстоятельств и условий Вопрос Что вы имеете в виду, когда говорите, что вас удручают слова Я не могу и я не могу себе позволить? Сесилия Джей, Великобритания Ответ Я считаю, что подобные утверждения Ограждают ваш разум от благоприятных возможностей Они сужают ваше мышление В то время, как вы должны мыслить максимально широко Если вы зададите вопрос по-другому Каким образом я смогу себе это позволить? То тем самым побудите свой интеллект Искать решения и возможности Вопрос Может быть имеет смысл начать обучение в дешевом университете А затем попытаться перевестись в тот, что получше? Агимбе, Эстония Ответ Каждый должен сам решать, что для него лучше Ценность учебного заведения, будь то университет или школа Определяет только сам учащийся Вопрос Что же такое настоящее образование? Билли К. ЮАР Ответ Настоящее образование должно давать вам возможность Заниматься тем, чем вы хотите Его источником являются настоящие учителя Люди, которые сами на практике делают то, чему учат остальных А вы должны быть активным участником этого процесса Вопрос Как определить, кому можно доверять в эпоху ускорения-ускорения И информационной перегрузки, когда все так быстро меняется? Алекс К. Турция Ответ Вопрос на миллион долларов И ответ на него, как и на многие другие жизненно важные вопросы Начинается с образования Вы сами должны стать умнее, чтобы уметь отличить правду от лжи Реальность от фейка Вопрос Как научиться языку денег? Анджела С. Новая Зеландия Ответ Начните с расширения своего словаря, добавляя в него понятия, связанные с финансами и экономикой Слова обладают силой Каждый день учите по одному новому слову Вскоре вы обнаружите, что они будут постоянно попадаться вам в теле- и радиопередачах В газетных новостях и интернете Не пожалейте времени, чтобы понять, что они означают А если возникают трудности, найдите человека, который может их объяснить и обсудить вместе с вами Вопрос Я всегда чувствовал, что огромная часть ответственности за наше образование лежит на родителях А как вы считаете? Джастин Джей, США Ответ Поскольку моим главным наставником был богатый папа, думаю, ответ достаточно очевиден Родители это наши первые и во многих случаях лучшие учителя Особенно, если они воспитывают детей, которые от природы любознательны, готовы к опытам и открытиям Любят задавать вопросы и не довольствуются одним единственным правильным ответом Но, пожалуй, основная задача родителей состоит в том, чтобы привить ребенку правильное отношение к ошибкам Ошибки – это средства учебы Каждая из них содержит какой-то урок Ошибки дают возможность узнавать что-то новое и приобретать позитивный опыт Глава 12 Участие предпринимателей в образовании Способны ли вы видеть будущее? В июле 2018 года президент США Дональд Трамп издал указ о повышении квалификации и переобучении американских рабочих Президентская образовательная инициатива коснулась многих крупных корпораций Но это пример фейковой новости На первый взгляд указ Трампа – отличная идея Но на самом деле это лишь попытка привлечь дополнительные голоса избирателей в рабочей среде Реальная новость заключается в том, что США уже тратят свыше миллиарда долларов в год на переобучение рабочих Реальная новость заключается в том, что программа повышения квалификации и переобучения не работает Почему программа переобучения не решает поставленных перед ней задач? Идея о повышении квалификации и переобучении имеет благородную цель Но проблема в том, что в существующем виде эта программа никогда не работала А все потому, что методы, используемые в системе образования, никуда не годятся Достаточно лишь взглянуть на изображение конуса обучения, чтобы со всей очевидностью понять Такая методика является устаревшей, скучной и неэффективной Как уже было сказано, один из самых главных грехов образования проявляется в том, что многие молодые люди ненавидят школу Сколько учащихся испытывают финансовые трудности в жизни из-за того, что ненавидели школу? Сколько попало в тюрьму из-за того, что ненавидела школу? Сколько занимается нелюбимой работой из-за того, что ненавидела школу? Я готов согласиться, что традиционное образование полностью устраивает примерно 25% населения Но вся проблема заключается в том хаосе, который оно создает для оставшихся 75% Я балансировал на грани вылета из школы, потому что ненавидел это заведение Я знал, что я не дурак Учителя высоко оценивали мои способности Мне просто не нравилась традиционная школа с традиционными учителями И особенно скучным процессом традиционной учебы 8 событий в жизни удержали меня от того, чтобы бросить учебу 1. Я стал учеником богатого папы и мог работать в его реальном бизнесе 2. Богатый папа обучал нас, играя с нами в монополию Он превратил учебу в игру 3. Мне попадались отличные учителя, вроде учителя в пятом классе Гарольда Элли Который вдохновил меня на осмысление, а не на заучивание ответов 4. Я поступил в военную академию, а не в традиционный университет 5. Я регулярно посещал семинары, вместо того, чтобы проходить полный курс традиционных учебных заведений 6. Подобно трем мудрым волхвам из Библии, я постоянно искал хороших учителей за пределами системы образования 7. У меня было два папы, и это помогло мне понять, что у каждой монеты есть три стороны 8. Я осознал, что в реальной жизни на каждый вопрос можно дать больше одного правильного ответа 7. Президент Кеннеди и образование 8. Президент Трамп не первый, кто предлагает организовать переобучение оставшихся без работы людей 9. Стивен Брилл вспоминает в своей книге «Хаос», что в 1962 году президент Джон Кеннеди 10. Предложил, чтобы США способствовали расширению международной торговли за счет снижения тарифов и отмены ограничений на импорт. И республиканцы и демократы в предварительном порядке высказались за либерализацию торговли в условиях холодной войны, хотя позиция республиканцев была более протекционистской. Кеннеди понимал, что расширение глобальной торговли уничтожит много рабочих мест в США. Вот почему в 1962 году он предложил создать так называемую «Федеральную программу помощи» в отраслевой адаптации для переобучения лиц оставшихся без работы. Президент Кеннеди не хотел, чтобы национальная выгода миллионов американцев была куплена за счет безработицы для относительно небольшой группы рабочих. Он говорил, если соображения национальной политики делают желательным снижение тарифов, то не надо возлагать все тяжелые последствия этих мер на людей, которых непосредственно затронет иностранная конкуренция. Часть расходов по адаптации экономики должно взять на себя федеральное правительство. Перевод. Снижение тарифов благотворно скажется на Америке и американцах, но некоторая часть населения потеряет работу. Расходы на переподготовку безработных должны стать заботой федерального правительства. Программа Кеннеди предлагала оставшимся без работы людям до 65% их среднего заработка на протяжении 52 недель или 65 недель, если им было больше 60 лет, и курсы переподготовки для получения новой профессии или повышения квалификации в прежней. Программа также предусматривала возмещение расходов на переселение семьи, если это требовалось для получения нового места работы. Мощная оппозиция. Программа президента Кеннеди встретилась с сильной оппозицией в лице республиканцев. Одним из самых шумных оппонентов был сенатор Прескотт Буш, отец и дед двух будущих президентов США. Несмотря на противодействие, Кеннеди добился того, что программа помощи в отраслевой адаптации была принята. Она оставила о себе смешанные чувства. Сообщалось, что за первые шесть лет после ее принятия ни один рабочий не получил обещанной поддержки от правительства, хотя общие расходы на нее составили миллиард долларов. Для большинства потерявших работу программа помощи стала лишь дополнением к пособию по безработице, а не инструментом повышения квалификации и переподготовки. Причина, по которой рабочие не использовали возможности по переобучению, заключалась в том, что программа выдвигала ряд предварительных условий для тех, кто намеревался обратиться за помощью. Чтобы рабочий мог претендовать на средства из фондов Федеральной программы помощи в отраслевой адаптации, ему необходимо было получить образование, эквивалентное среднему, и поступить на дневные курсы обучения при местном колледже или профессиональном училище. Это было непрактично, потому что большинству рабочих необходимо было как можно скорее восполнить нехватку доходов, вызванную увольнением. Они не могли позволить себе вновь садиться за парту, чтобы получить средства на переподготовку. Карточки EBT и образование. Я уже упоминал о том, что в 1994 году закрылись сахарные плантации в Хилла, на Гавайях, и многие высокооплачиваемые специалисты остались без работы. У многих рабочих на плантациях не было аттестатов об окончании средней школы, потому что они не требовались для получения хорошей зарплаты. Сегодня многие из этих людей вместо того, чтобы получить образование или пройти переподготовку, предпочитают жить на карточке EBT. Они могли бы получить новые специальности и вернуться в качестве налогоплательщиков в капиталистическую систему, но вместо этого получают пособия в рамках социалистической системы. Вот почему социалистические настроения в Америке имеют тенденцию к росту. В своей книге «Хаос» Брилл пишет, что в 2001 году Главное бюджетно-контрольное управление провело исследование в округе Генри в Мартинсвилле, штат Виргиния, в ходе которого выяснилось, что из 6000 человек, потерявших работу за последние 10 лет, лишь менее 20% имевших право на помощь от программы помощи в отраслевой адаптации, включились в программы переподготовки. Многие из них не закончили курс обучения до истечения срока их пособия по безработице. Еще одно исследование по линии Главного бюджетно-контрольного управления показало, что три четверти рабочих, обратившихся к программе, так и не смогли ею воспользоваться. Сообщалось также, что те немногие рабочие, которые прошли программу помощи, в конечном счете получили специальности, даже отдаленно несопоставимые с теми, которые они утратили. Такое уж у нас образование. Наше образование проблемно. Проблемы во всем. Чему учат, как учат и кто учит. Давайте еще раз обратимся к конусу обучения. Сколько раз вы сидели в классе, понимая, что на уроке находится только ваше тело, но не мозг? Сколько раз вы сидели в классе, поглядывая на часы, вместо того, чтобы слушать учителя? Сколько раз вы зазубривали материал для прохождения тестов, вместо того, чтобы выучить его по-настоящему? Учеба у богатого папы. Мне нравится конус обучения, потому что он отражает разницу между моими богатым и бедным папами. Я бесплатно работал в качестве ученика у богатого папы, занимаясь реальными вещами. Взамен он играл с нами в монополию и давал уроки игровой тактики. Кроме того, мы регулярно посещали его настоящие зеленые домики, которые со временем выросли в большой красный отель. Реальное образование было веселым, интересным, иногда трудным, но уж точно не скучным. Нередко мне доставалось дома из-за того, что я поздно приходил. А поздние приходы объяснялись тем, что мне трудно было оторваться от учебы, которую проводил богатый папа. Мне все время хотелось узнать еще больше. Поздно, приходя домой, я первым делом слышал «Ты уроки сделал? Если отметки будут плохими, ты не сможешь устроиться на хорошую работу». Как я решил стать предпринимателем в сфере образования? В 1983 году, после смерти Фуллера, я прочитал «Усмешку гигантов» и понял, что не могу больше заниматься предпринимательством в области развлечений, где я зарабатывал неплохие деньги, производя лицензионные продукты, в частности для таких рок-групп и исполнителей, как Дюран Дюран, Ван Халлен, Джудас Прист, Бой Джордж, Тед Ньюджент и The Police. Внутренний голос подсказывал мне, что пришло время заняться предпринимательством в сфере образования. Я не знал, как это сделать, но понимал, что уже невозможно продолжать делать то, чем занимался раньше. В 1983 году я встретил Ким, которая тоже искала смысл жизни. В 1984 году мы, взявшись за руки, бросились в омут с головой, покинув прекрасные Гавайи и переехав в Калифорнию. Вскоре у нас закончились деньги, но это нас не остановило. Целую неделю мы были бездомными и спали в старенькой коричневой Тойота Селика в прибрежных парках Сан-Диего, а потом нас пристроил в своем подвале один из друзей. Это был наш тест на устойчивость. Давид против Голиафа В 1983 году мы с Ким поняли, что нам придется выступить против системы образования и академической элиты. Это был бой Давида с Голиафом. Нам помогли друзья и родственники, которые поддержали наше желание не отступать. Многие из них предлагали и финансовую помощь, но мы ее не приняли. Наша миссия заключалась в том, чтобы убедиться, что Бог есть. И мы понимали, что если возьмем деньги, то они размоют нашу веру. Мы выжили, пользуясь мудростью таких людей, как Баки Фуллер, который много лет назад тоже прошел похожие испытания веры и никогда не работал за деньги. Он делал лишь то, что по его мнению было угодно Богу и постоянно спрашивал себя, что я могу сделать? Я всего лишь обычный человек. Ким и мне понадобилось 10 лет, чтобы достичь финансовой свободы. В 1994 году мы с ней отошли от дел, будучи совершенно свободными в финансовом отношении. Ким на тот момент было 37 лет, а мне 47. В 1996 году мы с Ким разработали настольную игру Cash Flow. В 1997 году я за свой счет издал книгу «Богатый папа, бедный папа», потому что все издательства, куда мы обращались, говорили, что я сам не понимаю, о чем пишу. В 2000 году мне позвонила Опра Уинфри, а все остальное уже история. В 2002 году мы встретились с Дональдом Трампом на одном мероприятии, где должны были выступать перед тысячами слушателей из Америки и Австралии. С тех пор мы вместе с ним написали две книги и стали партнерами в деле настоящего финансового образования. В 2008 году, когда у меня брал интервью Вульф Блицер из CNN, я предсказал крах и банкротство Лимон Брадерс. Спустя шесть месяцев этот банк объявил о банкротстве и началась Великая Рецессия. Пропасть между богатыми, средним классом и бедняками, продолжает расти, как мы с Дональдом Трампом и предсказывали в своих книгах. Еще раз повторю слова Фуллера. Человечество все глубже втягивается в кризис, кризис беспрецедентного размаха. Перевод. В 1982 году Фуллер предупреждал о наступлении информационной эры, в которой гиганты потеряют свою силу и власть. Кризис будет усугубляться, поскольку они будут сражаться, чтобы остаться у власти. Отчаявшиеся люди способны на отчаянные поступки. Фуллер также говорил, что информационная эра перерастет в эру интеграции. Гиганты будут разоблачены, а кризис лишь ускорится из-за их попыток сделать все возможное, чтобы сохранить свое влияние. Вы можете почувствовать, как они уже сегодня борются за выживание в обстановке, когда их центральным банкам бросают вызов народные деньги, в частности биткоин. Одним из способов сохранения власти гигантов является прогнившая образовательная система, бездушная и опустошенная. Вот почему мы с Ким стали предпринимателями в сфере образования. Наша настольная игра Cashflow разработана для того, чтобы обойти систему образования и вернуть людям во всем мире истинное просвещение, за счет того, что они будут учить друг друга. Люди учат друг друга. Мы разработали игру Cashflow не для того, чтобы дать людям ответы, которые необходимо запомнить, а чтобы побудить их учиться, давая возможность хоть одним глазком заглянуть в богатую жизнь. Играя, люди каждый раз получают возможность заглянуть в светлое будущее для себя и своих семей. Мне хотелось бы еще раз повторить предупреждение, сделанное мною родителям. Я считаю, что в мире сегодняшних невидимых технологий и денег, учителям, родителям и ученикам становится все сложнее понять, чего на самом деле не хватает образованию. В информационную эру абсолютно необходимо, чтобы народ вернул себе контроль над образованием, забрав его у правительства. Клинтон и Китай. В 1962 году президент Джон Кеннеди, озаботившись последствиями глобализации, внедрил программу помощи в отраслевой адаптации. В 1972 году президент Ричард Никсон открыл дверь в Китай. В 1999 году президент Билл Клинтон поспособствовал принятию Китая во Всемирную торговую организацию. Клинтон обещал, что открытая торговля с Китаем увеличит количество рабочих мест в США и снизит уровень дефицита нашего торгового баланса. Он также заявил, выгода этой сделки для Америки может быть оценена как 100 к нулю. В 2001 году Китай был принят в ВТО, Всемирную торговую организацию. Как вы знаете, у Клинтона частенько возникали проблемы с правдой. Сделка действительно оказалась чрезвычайно выгодной, но только для Китая. Брилл пишет по этому поводу в своей книге «Хаос». С 2000 по 2009 год дефицит торгового баланса США с Китаем вырос почти в три раза с 83 до 227 миллиардов долларов. За тот же период США потеряли свыше 5,5 миллионов рабочих мест в сфере промышленности, в том числе 627 тысяч в производстве компьютеров и электронных изделий. В 2016 году торговый дефицит с Китаем составлял 347 миллиардов долларов. Побочные эффекты дефицита торгового баланса Однобокий торговый баланс внес свой вклад в финансовый коллапс 2008 года. Брилл пишет, поскольку Китай скопил слишком много капиталов и нуждался в надежном месте для их инвестирования, спрос на казначейские долговые обязательства США резко возрос. Это понизило процент ставок по ним в Соединенных Штатах до беспрецедентного уровня, следствием чего стало удешевление денег, которые были доступны теперь даже для самых рискованных сделок с недвижимостью. На их основе появились субстандартные ипотечные бумаги и производные от них. В 2008 году фондовая биржа и рынок недвижимости с трудом пережили коллапс, а процентные ставки упали еще ниже. По состоянию на 2018 год кризис еще не закончился. Он расширяется. В 1981 году Фуллер писал, человечество все глубже втягивается в кризис. Кризис беспрецедентного размаха. Но я могу вас обрадовать. На помощь приходят предприниматели. Предприниматели в области образования Заметным заявлением в этой сфере является Академия Хана, компания, которая делает академическое образование доступным для миллионов студентов во всем мире. Студентам не требуется получать кредиты на обучение для поступления в Академию Хана. Брилл в своей книге «Хаос» упоминает также образовательную организацию Coalition for Queens, C4Q, которую основал Джуки Сю, капитан американской армии и ветеран войны в Ираке, иммигрант, родившийся на Тайване и получивший образование в Гарварде. Сю рассказывал Бриллу «Одни из самых умных и трудолюбивых людей, которых я встречал, это солдаты, не имевшие возможности учиться в колледже. Преподаватели C4Q превращают людей, совершенно далеких от техники, в специалистов, способных писать компьютерные программы». Хотя существует немало школ и образовательных программ, работающих в этой же сфере, C4Q отличается от них по методике преподавания. Вот некоторые различия. Основатель школы Джуки Сю сам не программист, у него никогда не было опыта работы с компьютерами. Джуки Сю нанимает настоящих преподавателей из компьютерной отрасли, а не фейковых учителей из академических кругов. C4Q функционирует как военная академия. Образовательный процесс в ней требует интенсивной работы в команде. Учителя и студенты работают сообща, не конкурируя друг с другом. В 2013 году была набрана первая группа учащихся из 21 человека со средним годовым заработком около 18 тысяч долларов. Большинство работало в сфере услуг, где образование не требовалось. 52% составляли женщины, а 60% афроамериканцы. 55% не оканчивали колледж. 88 студентов, начавших обучение в сентябре 2016 года и закончивших его в июне 2017 года, нашли себе работу, дававшую им в среднем 85 тысяч долларов в год. Их наняли такие компании, как Uber, Blue Apron, Pinterest, Google, BuzzFeed и JPMorgan Chase. Выпускники согласны платить организации 12% от своих заработков на протяжении первых двух лет работы. Это совсем не то, что студенческий кредит, который нередко загоняет студентов, по какой-то причине, не окончивших обучение или не нашедших хорошую работу, в кошмарную пожизненную долговую яму. 12% взносы от выпускников это не просто благотворительность, а своего рода инвестиции в успехи новых учащихся. Добавление такого капиталистического компонента в деятельность некоммерческой компании C4Q обеспечивает ей то, чего не хватает при социализме – стабильность. Брилл рассказывает также еще об одной частной некоммерческой организации «ЕРАП», которая предлагает широкий набор программ переподготовки и повышения квалификации. Вот выдержка из его книги «Хаос». В настоящий момент «ЕРАП» располагает 20 филиалами в Соединенных Штатах и подготовила свыше 18 тысяч слушателей по техническим специальностям, таким как, в частности, мастер по ремонту компьютеров, обслуживанию автоматизированных систем учета заявок от клиентов и коммуникационных систем. Работодатели ожидают от кандидатов на получение этих мест навыков среднего уровня. Каждый слушатель подписывает контракт, в котором указаны требования к поведению и отношению к учебе. При поступлении они получают 200 баллов, которые списываются за каждое нарушение, например, за опоздание, неуважительное отношение к окружающим или несвоевременное выполнение домашних заданий. Обычно у 25% слушателей эти баллы заканчиваются и их отчисляют. Как и в военных учебных заведениях, одних только способностей и хороших оценок для ЕРАП недостаточно. В Академии торгового флота курсанта тоже могли отчислить за нарушение кодекса чести и за поведение, недостойное офицера и джентльмена, даже если у него была прекрасная успеваемость. Хотя ЕРАП не гарантирует своим выпускникам высокооплачиваемые рабочие места, как C4Q, она вытягивает своих слушателей из бедности, переводя их в средний класс. Низкий потенциал успеха Помимо Стивена Брилла, еще один представитель академической элиты нарушил обет молчания. На этот раз речь идет о выпускнике Гарварда Шоне Эйкари, который также занялся предпринимательством в сфере образования. В своей книге «Большой потенциал», опубликованной в 2018 году, он пишет «Три года назад, когда я исследовал скрытые взаимосвязи между успехом и человеческим потенциалом, у меня произошел прорыв. Я стал отцом. Когда мой сын Лео появился на свет, он был абсолютно беспомощен, он даже не мог самостоятельно перевернуться. Но по мере того, как он становился старше, у него развивались различные способности. Как и рекомендует психология позитивизма, я поддерживал каждое новое освоенное им умение похвалой. «Лео, неужели ты сам это сделал? Я тобой горжусь». Спустя некоторое время Лео и сам начал подражать мне и с гордостью заявлять «Это я сам». Именно тогда я понял, что сначала, в раннем детстве, а потом и в зрелом возрасте, мы склонны непропорционально высоко оценивать то, чего добились самостоятельно. Я прекратил хвалить и подбадривать сына в надежде, что он перестанет рассматривать свои самостоятельные достижения как главную цель в жизни или пробу характера. Но этого не произошло. Наоборот, все вышло на более высокий уровень. Весь этот цикл начинается в юном возрасте. В школе наших детей учат упорной индивидуальной работе, которая дает возможность одержать верх над другими на экзаменах. Если они обращаются за помощью к другим учащимся, это пресекается как подсказки или списывания. Детям дают домашние задания, требующие многочасовой работы, и это вынуждает их не проводить время со сверстниками, а работать в изоляции. Саботаж и победа. Моя жена Ким иногда вспоминает время своей учебы в Калифорнийском университете Санта-Барбары. Она говорит, студенты осуществляли настоящий саботаж против своих однокашников, чтобы самим получить хорошую оценку. Некоторые даже шли в библиотеку и вырывали страницы из книг, которые нужны были другим для подготовки к занятиям. В конечном счете Ким бросила учебу в Санта-Барбаре незадолго до окончания и завершила свое образование уже в Гавайском университете, просто чтобы получить диплом. Я же вообще забросил мысль об университетах и дипломах. Рост депрессии Большой потенциал Эйкера явление в современной литературе. Вот несколько важных выдержек из этой книги. Формула проста. Будь лучше, умнее и креативнее всех остальных, тогда тебя ждет успех. Но эта формула не точна. Успех зависит не только от того, насколько ты креативен, умен и мотивирован, но еще от того, насколько хорошо ты умеешь ладить с другими людьми, вносить вклад в общее дело и пользоваться выгодами от окружающей тебя человеческой экосистемы. Дело не в том, насколько высокий рейтинг имеет твой колледж или компания, а в том, насколько хорошо ты в них вписываешься. Не в том, сколько плюсовых баллов заработаешь ты лично, а в том, насколько удачно ты дополняешь команду. Цепляясь за устаревшую формулу успеха, мы оставляем нераскрытой громадную часть своего потенциала. Я мог наблюдать это своими глазами на протяжении 12 лет в Гарварде, видя, как студенты терпят крушение на рифах гиперконкуренции и застревают на мели сомнений в себе и стресса. Целых 80% студентов Гарварда говорят о том, что в какой-то момент своей учебы испытывали депрессию. Покинув Гарвард, Эйкер посвятил себя предпринимательству в сфере образования и начал делиться своими открытиями о силе кооперации в школе и бизнесе. Теперь, объездив весь мир, я понял, что депрессия это проблема свойственная не только студентам из университетов Лиги Плюща. Если в 1978 году средний возраст людей, которым ставился диагноз депрессия, составлял 29 лет, то в 2009 году он снизился до 14,5. Депрессия и насилие Могут ли участившиеся случаи, когда школьники убивают друг друга из огнестрельного оружия, объясняться депрессией, одиночеством и изоляцией? Неужели конгрессмена Стива Скеллиса застрелили во время бейсбольной тренировки только за то, что он был республиканцем? А конгрессвумен Габи Гифордс во время встречи с избирателями за то, что она была демократкой? Почему перестрелки в больших городах случаются все чаще? Почему люди все с меньшим уважением относятся друг к другу? Почему травля слабых в школьной среде становится все более серьезной проблемой? Можно ли сказать, что терроризм и насилие начинаются уже в школе? Добродетельный цикл Эйкер предлагает решение. Одно из них это так называемый добродетельный цикл, который автор определяет следующим образом. Когда вы поддерживаете чье-то стремление стать лучше, создается позитивная обратная связь, благодаря чему появляется больше ресурсов, энергии и опыта, отчего становитесь лучше вы сами, и это запускает новый виток цикла. Таким образом, желая успеха другим, вы поднимаете свой успех на более высокий уровень. Итак, низкий потенциал это ограниченный успех, которого можно добиться в одиночку. Высокий потенциал это успех, который достигается только с помощью добродетельного цикла вместе с другими людьми. Школа настраивает нас на низкий потенциал, так как насаждает соперничество вместо сотрудничества. Эйкер дает рекомендации, как отвыкнуть от того, чему учат в школе, и научиться сотрудничать, стремясь к высокому потенциалу и помогая другим прийти к успеху. Добродетельный цикл богатого папы Богатый запускал добродетельный цикл в одну из суббот каждого месяца. В результате и он сам и вся его группа становились умнее и богаче участь чему-то друг у друга. Они были настоящими учителями, работали плечом к плечу, помогали друг другу решать реальные проблемы и не испытывали желания снова сесть за парты. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Взгляните на две фотографии, на которых видна разница между гражданской и военной летными школами. Смотрите изображение на странице 19 в приложении к аудиокниге. Интенсивная командная работа требует интенсивного духовного образования. Что необходимо, чтобы стать военным летчиком? Высокий духовный интеллект требует приверженности миссии, высшей степени уважения к себе и членам своей команды, а также строгой ментальной, эмоциональной, физической и духовной дисциплины, заставляющей тренироваться, чтобы стать лучшим из лучших. Необходимость работы в команде внушается каждому будущему пилоту с первого же дня зачисления в летную школу. Чувство локтя отрабатывается в ходе выполнения каждого задания у каждого пилота, даже если он и не будет зачислен в элитную группу «Голубые ангелы», лучшую пилотажную группу мира. Именно благодаря командному духу предприниматели от образования добиваются успехов, в то время как традиционные образовательные программы вроде «Федеральной программы помощи вытраслевой адаптации», обходятся в миллиарды долларов и заканчиваются ничем. Из следующей главы вы узнаете кто может быть самым лучшим учителем. Ваши вопросы и ответы Роберта. Вопрос. Вы называете их элитой. Что вы под этим понимаете? Алекс П. Германия. Ответ. Элитой обычно называют людей с высшим образованием и большим доходом. Большинство представителей элиты не самые богатые люди. Многие из них являются менеджерами, главами компаний, ведущими специалистами, то есть людьми, которые зарабатывают больше, чем рабочий класс. Существует разница между элитой и снобами. В мире много снобов, большинство из которых не является ни элитой, ни богатыми людьми. Вопрос. Где эта элита и какова ее численность? Пипа М, Румыния. Ответ. Элита имеет обыкновение объединяться в рамках различных землячеств, клубов и прочих сообществ. Также поступают и богатые, и бедные, и рабочий класс. Каждую группу объединяют общие ценности и интересы, а также уровень образования и экономический статус. Вопрос. Элита это зло? Пол Джей, Ирландия. Ответ. Нет, ни в коем случае. Элита это не синоним всего плохого. Большинство ее представителей прекрасно работают и вносят большой вклад в дела общества. Элита это скорее социально-экономическая и образовательная классификация, как противопоставление рабочему классу. Меньшинства попадают в элиту с помощью высшего образования. Многие семьи меньшинств, включая мою, очень ценят высшее образование. Четыре поколения назад мои предки прибыли на Гавайи, будучи рабочими. Для них поступление в колледж было билетом, открывающим путь с плантацией и заводов в ряды образованной элиты. Как вам известно, я не хотел быть высоко образованным госслужащим, как мой бедный папа. Мне хотелось быть богатым. Так я стал предпринимателем, как богатый папа. Вопрос. Иногда трудно отличить реальность от фейка. Как нам определить, не фейк ли вы сами? Джеймс В. ЮАР. Ответ. Вы не сможете. Только мои банкиры и бухгалтеры знают, настоящий я или фейковый. В сегодняшнем мире фейковых соцсетей я могу оказаться кем угодно. Многие люди не раз называли меня фейком. Я предпочитаю, чтобы за меня говорили цифры в моих финансовых отчетах. Вопрос. Что вы можете ответить тем, кто утверждает, что золото устарело? Питер К. США. Ответ. Я скажу вам, задайте мне этот же вопрос через 20 лет. Тогда вы получите настоящий ответ. Пока же я уповаю на золото. Вопрос. Не кажется ли вам, что появление интернета, смартфонов и других технологий будет способствовать разоблачению элиты, и все поймут, что она сделала? ЛНК, Великобритания. Ответ. Если верить Роджеру Макнейми, то искусственный интеллект только сделает фейковые новости и дезинформацию более действенными, реальными и деструктивными для ничего не подозревающих людей. Попросту говоря, искусственный интеллект сделает нашу жизнь намного лучше и намного хуже. Информационная эра только началась. Мы еще не в состоянии осознать ее последствия. Глава тринадцатая Ученик Бога Тщательно выбирайте учителей. Говорит Янке Танго девяносто шесть. Мы терпим бедствие. У нас отказ двигателя. Идем на посадку. В момент отказа двигателя наш вертолет баражировал по овалу в зоне ожидания примерно в миле от вертолета носца на высоте 500 метров. Мы ждали пока сядут тяжелые транспортные вертолеты. Наша маленькая одномоторная машина была перегружена. Очень перегружена. На борту находилось пять человек, шесть пулеметов, коробки с боеприпасами и две внешние подвески с 18 ракетами. Когда меня спрашивают может ли лететь вертолет при отказе двигателя, я отвечаю да, как камень. Благодаря годам тренировок, в ходе которых каждый день отрабатывались всевозможные экстренные ситуации, включая выход двигателя из строя, я инстинктивно наклонил нос вертолета вниз, в сторону океана. Хотя все во мне кричало тяни ручку на себя, на себя, на себя, добавь тяги, тяги. Но если бы я потянул ручку управления на себя и прибавил газ, мы бы все погибли. Вертолеты не умеют планировать как самолеты. Когда двигатель выходит из строя, машина плавно скользит вниз и времени на раздумья нет. Экипажи вертолетов не снабжаются парашютами. При отказе двигателя вертолет просто падает вниз. Вот почему в ходе каждого полета мы отрабатываем учебную ситуацию намеренно выключая двигатель. Могу заверить вас, что это страшно даже если мы знаем, что в любой момент можем вновь его запустить. В каждой такой учебной ситуации мы сбрасываем газ, опускаем нос вниз и смотрим смерти в лицо. Вертолетчики повторяют словно мантру «Тот, кто задирает нос, пытаясь отвернуться от смерти, погибает. Тот, кто опускает нос, глядя смерти в глаза, выживает». Как и предписывал конус обучения мы годами раз за разом репетировали отказ двигателя. В тот день нам пришлось сдавать выпускной экзамен по-настоящему. Как только двигатель затих, остальные члены экипажа, два стрелка и командир боевой группы, принялись в соответствии с программой тренировок сбрасывать с вертолета пулеметы, ракеты и боеприпасы. Нас хорошо подготовили, теперь предстояло доказать это на деле. Времени для паники не было. Падение с неба происходило в тишине и как бы в замедленном темпе. Нас всех охватило спокойствие, как только шум и суматоха за пределами вертолета стерлись из сознания. Выход из собственного тела Пилотируя мертвый вертолет, я будто внезапно оказался в каком-то новом измерении. Позднее я узнал, что этот феномен называется выходом из тела. В некоторых духовных практиках его также называют наблюдением со стороны. Время словно исчезло, казалось нет больше ни прошлого, ни будущего, осталось только настоящее. Только здесь и сейчас. Я наблюдал за собой и экипажем словно со стороны. Я мог видеть заднюю часть своего шлема и шлема второго пилота, стрелков у себя за спиной пролистывающих аварийную памятку. Вдали я видел вертолетоносец, другие корабли флотилии и бескрайний океан внизу. Я находился вне своего тела и вне времени. Вместо страха я ощущал покой, сопереживание и любовь к себе и членам экипажа. ротации опускался к поверхности океана, где нас, возможно, ждала смерть. Вся эта картина была абсолютно нереальной, будто не из этого мира. Финальная часть падения прошла как по учебнику. Не было ни паники, ни страха, только спокойное ощущение текущего момента вне времени. Прежде чем вертолет коснулся воды, я наконец-то приподнял нос, дав машине возможность немного поскользить над водой. и только лопасти нарушали тишину со свистом рассекая воздух. Замедлив таким образом скорость, я вновь наклонил нос вперед, чтобы выровнять вертолет, и перед самым касанием воды изменил угол установки лопастей вращающегося по инерции винта. За счет этого вертолет на какой-то миг завис и мягко опустился в океан. Едва коснувшись воды, машина завалилась на правый бок, лопасти врезались в воду, разнося на куски двигатель и трансмиссию. Вертолет начал тонуть почти с такой же скоростью, с какой падал. Нас всех пятерых спасли через четыре часа, выслав за нами моторную лодку. Плавать четыре часа в воде, кишащей акулами, было не менее страшно, чем две минуты падать с неба. В ходе последовавшего разбора полетов и расследования происшествия, я ничего не стал рассказывать о выходе из тела ни начальству, ни своему экипажу. В то время все это было за пределами моего понимания, и я предпочел промолчать. Поиски учителей Как уже было сказано ранее, по возвращении из Вьетнама в январе 1973 года, меня определили на Гавайи, где я должен был дослуживать оставшееся до окончания контракта время. С авиацией пора было прощаться, и я, подобно трем мудрым волхвам, отправился на поиски очередных учителей. Чтобы угодить своему бедному папе, я записался на курс обучения по программе MBA при Гавайском университете. Ни сама программа, ни преподаватели меня не впечатлили, и я бросил учебу спустя шесть месяцев. По совету богатого папы, я также записался на трехдневный семинар по инвестированию в недвижимость. Мне хотелось научиться использовать заемные средства для получения прибыли, или вообще обходиться без предоплаты. Семинар мне понравился, как и преподаватель. На протяжении девяносто дней после окончания трехдневных курсов, я проанализировал сто объектов и приобрел первую недвижимость, не вложив ни копейки собственных денег, полностью на кредитные средства, и начал ежемесячно получать по 25 долларов, необлагаемых налогами, что означало бесконечную прибыльность. Это событие изменило всю мою жизнь. Сатари, так называют в буддизме вспышку озарения. Создав доход из ничего, пусть даже это было всего-навсего 25 долларов, я пережил сатари. При всей незначительности этой суммы прибыльность сделки была бесконечной. Я зарабатывал деньги, не вложив ничего. Они стали результатом только моих финансовых знаний. В этот момент сатари я понял, что никогда в жизни больше не буду работать за деньги, получать зарплату, цепляться за рабочее место, жить посредством, экономить деньги и вкладывать их в фондовый рынок в надежде на стабильную пенсию. А ведь именно так поступает в жизни большинство людей. Я позвонил преподавателю, который вел у нас курс инвестирования в недвижимость и поблагодарил его. С тех пор я практически каждый год посещал один-два семинара в поисках новых финансовых знаний, а не для обеспечения надежности рабочего места. Кроме того, по совету богатого папы я начал проходить собеседование в компаниях, которые предлагали обучение персонала навыкам торговли. Богатый папа говорил, главное умение предпринимателя это умение продавать. Ему также принадлежат слова продажа создает доход. Причина финансовых трудностей большинства людей в том, что они не умеют продавать. Одна из таких компаний называлась New York Life. Я решил позвонить и договориться о встрече. На собеседование в офисе, расположенной в деловом центре Гонолулу, я явился в форме морского пехотинца, что было весьма рискованным во всех отношениях шагом. Работник отдела кадров оказался милым парнем. Он на все лады расхваливал учебную программу компании для продавцов и рассказывал о том, сколько я смогу заработать. Когда собеседование уже подошло к концу, он вдруг начал задавать мне вопросы, которых никто не задавал прежде. Похоже, его больше волновали мои душевные качества, чем денежные и профессиональные устремления. Поняв, что я никак не могу взять в толк, о чем он говорит, он залез в ящик стола и вручил мне билет на посещение бесплатного семинара. Поскольку вечер, на который был назначен семинар, был у меня ничем не занят, я отправился в коралловый зал отеля Хилтон Вайкики. На этот раз я был не в форме, но короткая стрижка без сомнений выдавала во мне военного. Меня сразу же приятно удивила обилие довольно улыбающихся людей, которые приветствовали меня, пока я направлялся в зал. Никто не плевал мне под ноги и не глазел на меня. Даже женщины вели себя со мной очень мило, что было настоящим сюрпризом, поскольку в то время женщины старались избегать военных. Я сразу же заподозрил, что имею дело либо с сумасшедшими, либо с какой-то группировкой хиппи или религиозной сектой. На семинар собралось около трехсот человек, спиртных напитков не подавали, а мне просто необходимо было выпить. Я сел на задний ряд ближе к двери. Наконец раздались аплодисменты и на сцене появилась поразительно красивая женщина в белом. Ее звали Марша Мартин. Поприветствовав гостей, она представила докладчика Вернера Эрхарда, который выглядел не менее прекрасно. Он тоже был весь в белом, а по красноречию даже превосходил Маршу. В его речи не было никаких мотивирующих заклинаний, но хотя выражался он вроде бы ясно, я так и не смог понять, о чем он говорит. Вскоре я уже был готов встать и уйти. Мне стало ясно, что это очередной рекламный трюк, но по какой-то причине решил досидеть хотя бы до перерыва. Правда и к перерыву я так ничего и не понял. Меня призывали что-то признать и принять, но у меня не осада. Довольные и улыбающиеся люди ходили от одного участника к другому, пытаясь что-то им навязать. Я увидел кадровика из Нью-Йорк Лайф и постарался избежать с ним встречи. Мужчин я отшивал довольно быстро, но вот красивым и улыбающимся женщинам было не так легко отказать. Я встретил девушку знакомого пилота, ее звали Линда, и она была одной из тех улыбающихся красоток. С ней мне было немного легче, и я решился задать пару прямых вопросов. Сколько вам заплатили, чтобы вы пригласили сюда этого типа Эрхарда? Мы делаем это бесплатно, ответила она. Зачем? Поняв, что она не может дать хоть сколько-нибудь логичный ответ, я отошел от нее. Я уже готов был вообще уйти. Но когда я был у дверей, Линда вновь подошла ко мне и спросила. Так ты решил записаться на семинар к Эрхарду? Господи, да нет же, ответил я, мне это не нужно, хоть я и не знаю, что это такое. Она переспросила, и я вновь отказался. Тогда Линда сказала, из всех, кто здесь находится, тебе этот семинар нужнее всего. Ты же знаешь, что я люблю твоего друга Джима. Он собирается на мне жениться. Но я не могу выйти того, что сделал ты, прийти, чтобы послушать что-нибудь новое, узнать о других взглядах и подходах. Ему так же, как и тебе необходима эта двухнедельная программа. Вы, морпехи, всю жизнь только и делаете, что изображаете из себя крутых мачо. Вы хорошие парни, но все это не настоящее. Вы просто машины, роботы. Я всего лишь хочу, чтобы хоть у кого-то из вас хватило смелости трезво взглянуть на себя и разглядеть под маской супер-мачо, кто вы на самом деле. С одной стороны, слушать это было обидно, но с другой стороны, мне все-таки в конце концов стало немного понятнее, о чем говорил и тот кадровик в Нью-Йорк Лайф, и Эрхард, и девушка моего друга. Я сдался, заплатил 35 долларов за двухнедельный семинар ТСЭ, тренинг-семинар Эрхарда и ушел. Примерно через месяц я входил в зал другого отеля в Вайкики, где проводился ТСЭ. Преподаватели были отличные, я всегда думал, что морские пехотинцы крутые, но эти парни им не уступали, а может были еще круче. Открывая занятия, наш инструктор Лондон Картер, выпускник Гарварда, первым делом заявил, у вас в жизни сплошная неразбериха. Я вынужден был согласиться. На первый взгляд моя жизнь была совсем неплоха, но если копнуть поглубже, то надо было признать, что в ней творился полный хаос. Больше одиннадцати часов подряд мы работали без перерыва, не отлучаясь даже в туалет. Триста человек выполняли одно задание за другим, пытаясь разобраться, почему у них в жизни все не так. К концу второй недели на меня снизошло озарение. Я словно оказался в ином измерении. Мне стало понятно, что происходило со мной в тот день, когда вертолет потерпел крушение, и я, передав по радио сигнал бедствия, покинул свое тело. Все проблемы у нас в голове. Почему я не мог никому рассказать о том, что чувствовал во время крушения? Проблема была в моей голове. По той же причине я не мог понять, о чем толкует кадровик в New York Life. Проблема была в моей голове. Она блокировала обращенные ко мне слова. Моя же собственная голова мешала мне понять смысл слов Мартин и Эрхарда. Мы с Джимом не в состоянии были понять Линду, потому что этому мешал наш образ мышления. И только когда она зацепила мое эго, назвав нас актерами, изображающими супер-мачо, оборона, которую выстроил мой разум, дала трещину, и я услышал то, что она пыталась до нас донести. Тренерам ТСЭ потребовались две долгие и мучительные недели, чтобы устранить препятствия со стороны моего мышления, развалить мой образ мачо и впустить в мою голову солнечный свет. Когда в понедельник после семинара я вернулся в свою эскадрилью, мои коллеги-пилоты решили, что я вступил в какую-то религиозную секту, чего-то выпил и покурил вместе с хиппи или вообще переродился, но они ошибались. Я просто стал счастливее и был в ладу с самим собой. Я стал таким, какой есть на самом деле, а не играл роль крутого морпеха. Мне доставляло удовольствие то, как я играл эту роль, просто теперь я осознавал, что это игра. Завсегдатый семинаров После ТСС обо мне заговорили как о свихнувшемся на семинарах. Где бы ни происходил в городе какой-то новый семинар, я оказывался там. И чем необычнее и непривычнее он был, тем лучше. Я просто стремился выйти за мешающие мне рамки своего эго и ощутить новую реальность. Когда в город приехала кинозвезда Ширли Маклейн, чтобы прочитать лекцию о прошлых жизнях, я пошел слушать ее, стараясь держать разум максимально открытым, чтобы как можно больше узнать о жизни. Мои друзья-летчики поняли, что со мной творится что-то непонятное. Я бросил учебу по программе MBA и начал покупать недвижимость, используя для этого заемные средства, чтобы добиться бесконечной прибыльности. Я перестал изображать из себя мачо, и, что самое главное, был от этого в ладах с самим собой. Я встречался с красивыми и счастливыми женщинами, с которыми знакомился на семинарах. Каждый раз, когда сослуживцы называли меня хиппи или пытались уколоть каким-то другим образом, я лишь улыбался в ответ, знакомил их со своими новыми избранницами и интересовался, не надоело ли им еще снимать женщин в офицерском клубе. Наш мозг, наш враг. На протяжении веков люди гордились своим образованием и интеллектом. Это продолжается и в наши дни. Очень многие люди поклоняются алтарю просвещения. Именно поэтому родители говорят своим детям, надо хорошо учиться. А от взрослых часто можно услышать, мне пора снова за парту, потому что они надеются узнать какое-то финансовое средство, которое спасет их от превратности жизни. Люди понимают, что развитый мозг отличает нас от животных и надо признать, что человеческий разум способен творить чудеса. Он запускает ракеты на луну, изобретает медикаменты спасающие жизнь, создает прекрасные произведения искусства, улучшает жизнь людей. Двойственность мышления Проблема в том, что мышление человека имеет двойственный характер и им часто руководят эгоистические побуждения. Наше мышление напоминает разделенный экран телевизора, каждая часть которого показывает свое изображение. Мы делим увиденное на правильное и неправильное, хорошее и плохое, красивое и уродливое. Вот почему в каждом человеке есть светлая и темная сторона. Следствием двойственности мышления являются многие чудесные достижения человечества. Но к его производным можно отнести также и войны, споры, драки, разводы, преступления, огорчения, пристрастия, депрессии, убийства и самоубийства. Наша система образования строится как раз на двойственности мышления. Если бы школа не делила учеников на умных и глупых, она не смогла бы существовать. Если бы людей не делили на святых и грешников, религия исчезла бы. Зачем по-вашему религия поддерживает священные войны и крестовые походы против тех, кто придерживается иной веры? На двойственности мышления строятся все виды спорта, так как в них всегда присутствуют выигравшие и проигравшие. Если бы их не было, то рухнула бы вся многомиллиардная индустрия спорта. Почему учащиеся так часто являются в школу с оружием и расстреливают своих одноклассников? Почему вся реклама направлена лишь на улучшение внешности, хотя депрессия становится все моложе? Почему социальные сети такие асоциальные? Если бы не разделение на республиканцев и демократов, либералов и консерваторов, в Америке было бы действенное правительство. Вопрос в том, как избавиться от разделенного экрана и эгоцентрического мышления, пока мы не уничтожили сами себя. Эволюция или уничтожение Технологии сопровождают эволюцию на всем пути. Посмотрите только к примеру, что произошло после начала нового века. Еще несколько лет назад смартфонов не существовало. Сегодня мы встречаем их на каждом шагу. Благодаря своему разуму мы развиваем космический туризм и разрабатываем легковые и грузовые автомобили, которым не требуются водители. Соединенные Штаты тратят миллиарды на вооружение, но всего один хакер с ноутбуком может причинить системе больший ущерб, чем все оружие вместе взятое. Когда я был ребенком, никто не запирал двери. Сегодня никакой замок на дверях не остановит хищников, воров и извращенцев. Они проникают повсюду, оставаясь невидимыми. Среди нас сегодня уже есть миллиардеры, родившиеся в 1980-е годы. В то же время во многих частях мира, включая и США, растет бедность среди молодежи. Человеческий разум не безупречен. Эволюция Проблема в том, что технологии эволюционируют, а человек нет. Люди не слишком изменились за последние 500 тысяч лет. На протяжении истории люди всегда использовали технологические новинки против врагов. Сегодня значительную часть содержания социальных сетей составляют взаимное охаивание и оскорбление. Так проявляют себя дуализм и эгоцентризм в мышлении, где существует только правильное или неправильное, хорошее или плохое, верх или низ. Каждому встречались люди, которые ходят разговаривать с собой. Но на самом деле мы все такие. Мы постоянно говорим сами с собой, комментируем, критикуем, навешиваем ярлыки, злословим по поводу кого и чего угодно. А сколько раз вам доводилось беседовать с людьми, которые физически вроде бы находятся рядом, но их мысли витают где-то далеко? Они в это время тоже говорят сами с собой. А сколько раз вы сами были на их месте? Чтобы люди эволюционировали, нужен новый уровень образования, который позволит отключиться от внутреннего диалога и настроиться на разговор с Богом. Напомню, я говорю о Боге не в религиозном смысле. Я сторонник свободы вероисповедания. Все мы знаем, что многим религиям есть за что держать ответ перед людьми и что во все века хватало религиозных фанатиков. Если люди не научатся отключать на своем ментальном телевизоре режим двойного экрана, признающий только черное и белое, то созданная нашим разумом технология разрушит нас и с человечеством будет покончено. Все мы ангелы. Когда я присутствовал на одном из семинаров, преподаватель рассказал нам следующую историю. Сравнительно недавно все мы были маленькими счастливыми ангелами, парящими в небесах. Однажды Бог, босс отпускающий грехи, объявил, мне нужны добровольцы, которые спустятся вниз и построят царство небесное на земле. Все ангелы сразу же подняли руки и сказали, выбери меня, я хочу отправиться на землю и спасти мир. Когда было отобрано несколько добровольцев, их распределили по родителям и странам, подготовили к процессу рождения и пожелали удачи. Но прежде чем распрощаться с Богом и остальными ангелами, один из них спросил, что же тут трудного, разве все люди на земле не хотят того же, что есть у нас, царства небесного? Хотят, улыбнулся Бог, не забывайте, что они все тоже ангелы. Почему же ты говоришь, что наше задание будет сложным? Потому что я отдал людям разум. А что плохого в разуме? Если есть разум, то он берет верх над всем остальным, и тогда человек забывает о небесах. Первым делом родители начнут обучать вас своему образу мышления. Они пошлют вас в церковь, чтобы вы узнали о правильном и неправильном Боге, а потом в школу, где вам объяснят, что бывают умные и глупые дети. Значит, наша задача на земле будет заключаться в том, чтобы подняться над разумом, вспомнить, что все мы ангелы, и построить Царство Небесное. Правильно, с улыбкой ответил Бог. Люди чаще всего употребляют слово «я». Его источником является эгоизм. Он разделяет людей. В тот момент, когда ребенок узнает слово «я», его связь с Богом теряется. Услышав предостережение Бога по поводу слова «я», один из ангелов спросил, что что мы ангелы, и не сможем построить Царство Небесное на земле. Вы будете раз за разом умирать и снова рождаться, пока не вспомните, что вы на самом деле ангелы. Маленькие ангелы переглянулись, а потом обратили взгляды к Богу. «Я говорю с вами в последний раз», сказал Бог, «через мгновение вы забудете о небесах, и у каждого будет свой отдельный разум». «А как мы будем разговаривать с тобой?» спросил один из ангелов. «Когда вы окажетесь на земле, вас научат молиться. Произнося молитву, вы будете говорить, а я нет». «Как же ты сможешь нам что-то сказать?» «Вы больше никогда не услышите моего голоса», улыбнулся Бог. «Я буду общаться с вами посредством безмолвия». «Ты имеешь в виду тишину?» «Нет», сказал Бог, «безмолвие это не просто тишина, но еще и покой. Вы ощущаете безмолвие, глядя на озеро ранним утром, пока ветерок еще не поднял волны на нем. Вы ощущаете разум и тело спокойны и молчат, знайте, что я с вами. Но, слыша голос своего разума, вы никогда не сможете услышать меня. Ваш разум очень высокого мнения о себе. Он будет считать, что в состоянии постичь и даже превзойти меня, хотя на самом деле он ничего не понимает. «А что мы будем понимать?» спросил один ангел. «Вы поймете, что я с вами, когда ощутите свое единство с красивым закатом, со звездами, деревьями, цветами, журчащим ручьем. Почувствовав, что вы едины со всем, что находится вне вас, вы почувствуете и мое присутствие. В тот миг, когда ваш разум будет спокоен и безмолвен, а душа сольется с цветком, рекой или человеком, стоящим перед вами, я буду с вами». «Значит, разум должен молчать, чтобы мы тебя услышали», спросил один из ангелов. «Да, как только вы получите разум, в вас возникнет двойственность и она отделит вас от моего творения. Ваш разум будет навешивать ярлыки, критиковать, осуждать и мнить себя Богом. Как же тогда вновь связаться с тобой? Через безмолвие, связывающее меня со всеми моими созданиями или медитацию. Медитация объединит с красотой окружающего мира, и я окажусь рядом с вами. Значит, когда мы молимся, то разговариваем с тобой, а чтобы ты мог с нами поговорить, мы должны отключить разум, привести себя в состояние покоя и медитировать? Да, но вы не услышите от меня ни слова. Каким образом мы это поймем? Когда вы однажды увидите цветок и неразумом, но душой скажете «О, Боже!» значит, я говорю с вами через цветок. Когда вы почувствуете невинность ребенка и вздохнете «О, Боже!» значит, я говорю с вами через ребенка. Каждый раз, когда ваша душа говорит «О, Боже!» я с вами, это и будет твоим разговором с нами. Да, а теперь идите, вы забудете все, что здесь сейчас было, но когда в вашей душе наступит чудесный покой и вы захотите сказать «О, Боже!» в вас будет просыпаться маленький ангел, который вместе со мной работает над построением Царства Божьего на земле. И когда-нибудь вся наша жизнь будет состоять из таких благословенных моментов?» Бог лишь кивнул. «Но мы же не будем на земле ангелами!» Правильно улыбнулся Бог. «Вам будет дан разум, которому свойственны дуализм и эгоизм. Будучи людьми, вы всегда будете иметь возможность выбирать между двумя альтернативами. Всегда помните, что на земле все двойственно. У вас будет два глаза и две руки. Вы будете делить все на правильное и неправильное, хорошее и плохое. Но ваша задача будет состоять в том, чтобы вернуться к единству со всем сущим и не делить его на части. Пришло время прощаться. Бог вручил каждому маленькому ангелу красиво упакованный подарок. Это ваши разумы. Каждый из них уникален. Все вы будете людьми, но очень разными. Учитесь объединять свои души и любить друг друга, невзирая на все различия. Когда все разобрали подарки, Бог сказал, а теперь идите. И в тот же момент из голов ангелов стерлась вся память о небесах. В тот день 1972 года, когда я кричал по радио, что мы терпим бедствия, я делал это не только за себя, а за весь экипаж, за пятерых братьев. Даже во время войны мы делаем все возможное, чтобы построить царство Божье на земле. Война и мир это две стороны одной монеты. Церковь Моя мама была набожным человеком. Каждый раз, когда я смотрю по телевизору, как Дэна Карви играет в своем вечернем шоу по субботам «Набожную леди», меня разбирает смех. Моя мама была далеко не церковной фанатичкой, как персонаж Карви, но среди ее подруг встречались и такие. Мой отец не был религиозным, его церковью были кофе и воскресная газета. Мама настаивала, чтобы все четверо ее детей посещали воскресную школу и церковь. В конечном итоге мой младший брат воспротивился и отказался. Я последовал его примеру, а обе сестры любили церковь. Одна из них стала буддийской монашенкой, одной из немногих западных женщин, возведенной в сан его святейшеством Далай-ламой. Я заключил с мамой мирное соглашение, согласился ходить на церковные службы до 12 лет, но при этом мог сам выбрать себе церковь. Мне не хотелось ходить в ту же церковь, что и она. Там мне не нравился пастор. Он предпочитал говорить не о любви и мире, а об аде, грехе и вечных муках. На протяжении двух лет я ходил вместе с одноклассниками в их церкви, расположенные в пригородах. Я познакомился с церковными ритуалами самых разных религиозных направлений. Больше всего мне нравилась церковь пятидесятников или бесноватых, как называли их мамины подруги. Но я чувствовал присутствие Бога, когда пел, хлопал в ладоши и бил в бубен. Когда мне исполнилось двенадцать лет, я прекратил посещать церковь и занялся серфингом. В окопах атеистов не бывает. Вечером, накануне каждого боевого вылета во Вьетнаме, я в одиночку отправлялся на нос корабля, чтобы побыть там в тишине. Там я сидел около часа, слушая плеск воды, которую сивный нос вертолета-носца. Корабль медленно поднимался и опускался, повинуясь дыханию океана. Я медитировал, обращаясь к Богу. Последние несколько минут посвящались молитве. Я не просил о том, чтобы выжить или победить врага. Я просто просил Бога, чтобы Он дал мне смелости в полете. И не только мне, а всей команде. И если мы погибнем, то так тому и быть, но только смело глядя судьбе в глаза. старая присказка «В окопах атеистов не бывает». Сидя на носу корабля перед вылетом, я вспоминал о том, что мать просила меня ходить в церковь, и мне в тот момент становилось понятно, почему для нее это было так важно. Однажды нам дали задание вывести раненого с поля боя. Молодой морпех наступил на противопехотную мину, и его необходимо было эвакуировать в полевой госпиталь. Ему оторвало ногу, он истекал кровью, жизнь покидала его тело, и он звал маму. Он затих буквально перед тем, как мы добрались до госпиталя. Когда врачи извлекали его безжизненное тело из нашего вертолета, мы все плакали. Я вышел, чтобы размять ноги и найти тихое местечко, где можно было бы сказать спасибо своей маме. Она умерла двумя годами раньше, в возрасте сорока восьми лет, когда я учился в летной школе во Флориде. Каждый вечер накануне вылета я вспоминал о ней в своих молитвах, сидя на носу корабля, а наутро, во время полета, ощущал присутствие ее души в своем сердце. Примерно месяц спустя, когда мне пришлось приземлиться на каком-то глухом поле, я заметил, что мальчишки засовывают в вертолет какие-то пакеты. Мозг моментально приклеил к ним ярлык «Вьетконг». Для меня они были уже не маленькими мальчишками, а врагами. Я схватил одного из них, приставил пистолет к голове и потребовал, чтобы остальные отошли от вертолета. Мальчик, которого я держал, бил меня ногами, кусался, пытался освободиться. Я взвел курок и уже готов был его пристрелить. И вдруг я услышал голос матери «Пожалуйста, пожалуйста, не убивай его, я дала тебе жизнь не для того, чтобы ты лишил жизни ребенка другой женщины». Немного помедлив, я решил, что лучше прислушаться к голосу матери и не брать грех на душу. Я поставил пистолет на предохранитель и все еще держа мальчика одной рукой, в другую руку взял футбольный мяч и показал жестами остальным детям, что хочу сыграть с ними. Уже через несколько минут мы играли в футбол вместо того, чтобы убивать друг друга. Возвращаясь вечером на вертолета носец, я понял, что моя карьера в морской пехоте подошла к концу. СЕКРЕТ УСПЕХА Мне часто задают вопросы. В чем секрет вашего успеха? Как вам удалось написать бестселлер всех времен на тему личных финансов? Как вы попали в ток-шоу Опры Уинфри? Что помогло вам написать две книги вместе с Дональдом Трампом, который теперь стал президентом США? Как вы могли пережить все взлеты и падения в жизни, колоссальные ошибки, неудачи, предательство друзей и партнеров, миллионные потери и миллионные выигрыши? Логического ответа не существует. Единственное, что могу ответить своим читателям, секрет моих успехов никак не связан с моим формальным образованием и тем, чему меня учили в школе. Успех пришел в результате поиска духовных учителей вроде моей мамы, Линды, девушки моего друга, которая помогла мне избавиться от власти своего эго, семинаров и духовных книг ныне живущих и уже умерших авторов, которые научили меня жить в состоянии тишины и покоя и сделали учеником Бога, босса, отпускающего грехи. Новые древности В 1950-1960-е годы на Америку хлынули волны древней восточной и азиатской мудрости. Хиппи странствовали по миру в поисках наркотиков и нередко привозили домой старинные учения типа трансцендентальной медитации и транзакционного анализа. Битлз отправились в Индию, чтобы поучиться у местных гуру и вскоре в их музыке уже можно было расслышать восточные нотки. Древние восточные практики, в том числе медитация, модернизировались под влиянием западной культуры и в соответствии с потребностями западной публики. Людям на Западе не хватает времени и терпения, чтобы медитировать по 16 часов в день на протяжении 20 лет в поисках просветления. Нам надо быстрее и проще. На этой основе и появляются ТСЭ, Ширли Маклейн, Тимоти Лири и ЛСД, а также всевозможные семинары, организаторы которых, вроде Тони Робинса, учат миллионы людей ходить босыми ногами по углям. От всевозможных инструментов самоосознания сегодня просто некуда деться. Но в них есть и положительная сторона. Все больше людей обращаются к окружающим за помощью. Сегодня Майкл Фелпс, обладатель самого большого числа олимпийских медалей в истории, рассказывает о своей онлайн-терапии. Принц Гарри признается, что нуждается в помощи, потому что все еще скучает по матери, принцессе Диане. Просьба о помощи это первый шаг к избавлению от боли, которую ощущают все люди. Разделять просто, а объединять тяжело. Поскольку объединять людей намного сложнее, чем разделять их, ключевые участники моей команды используют те же самые духовные практики, что и я. Их цель заключается в том, чтобы сделать из нас более сплоченную, сильную и продуктивную команду. Мы придерживаемся процесса, описанного в книге Хэла Элрода «Магия утра». Первое. Мы медитируем по системе Холосинг, которая объединяет древние восточные практики с западным подходом, разработанным Нобелевским лауреатом 1977 года в области химии Ильей Пригожиным и автором метода сверхзапоминания Георгием Лозановым. Это позволяет нам быстрее усваивать знания. Второе. Дважды в год мы собираемся вместе на три дня для углубленного обсуждения книг. Одна из книг для всестороннего обсуждения должна быть посвящена бизнесу, а вторая иметь духовную направленность. В качестве примеров духовных книг можно назвать «Правила рыцаря» Итана Хоука, «Осознание» Энтони Демелла, «Душа освобожденная» Майкла Сингера, «Сила настоящего» Экхарта Толли. Я благодарен этим писателям за мысли, приведшие к созданию притчи о маленьких ангелах. Такая учеба каждые полгода и ежедневные духовные практики помогают нам сохранять единство в мире, который стремится всех разделить. Не является исключением и система образования. История Иуды Когда мы учились в младших классах, отец одного из моих друзей пришел в школу, чтобы показать нам монету, входившую по его утверждению, в число 30 серебряников, которыми расплатились с Иудой за то, что он предал Христа. И сама монета и предательство Иуды произвели на меня глубокое впечатление. В 1972 году меня перевели на Окинаву, чтобы пройти стажировку перед отправкой во Вьетнам. Наш командир на Окинаве был лучшим из тех, с кем мне довелось служить. Он служил в морской пехоте еще в годы Второй мировой войны. Во время Корейской войны он дослужился до офицера и летал на винтовом штурмовике А1 Sky Raider. Этот самолет прозвали летающим мусоровозом, потому что он мог вести кучу вооружения и оставаться в воздухе очень долгое время. С началом войны во Вьетнаме нашего командира повысили до майора и поручили подготовку новых пилотов вроде меня перед настоящими боевыми вылетами. Однажды, во время утреннего инструктажа летчиков, командир сказал «Один из вас Иуда». И словно повторяя историю о тайной вечере Христа и его учеников, восемь пилотов начали переглядываться. Неужели он обо мне? Кто здесь Иуда?» Командир стоял и молчал минут пять, наблюдая за тем, как мы ерзаем, пытаясь выяснить, кого он имеет в виду. Наконец, один из лейтенантов поднял руку и спросил «С чего вы взяли, что один из нас Иуда?» Командир усмехнулся. Было видно, что он доволен произведенным эффектом и тем, что кто-то не выдержал и задал вопрос. Поулыбавшись еще с минуты, он сказал «Дело в том, что Иуда есть в каждом из нас». Восемь пилотов сидели, пытаясь вникнуть в суть сказанного, а командир продолжал «Когда вы разъедетесь по своим эскадрильям, не ждите, что там вас встретят с распростертыми объятиями. Никто не будет стараться сблизиться с вами, потому что новички среди летчиков обычно погибают в первые же тридцать дней. Вашим товарищам неизвестно, кто будет управлять вертолетом, пилот морской пехоты или Иуда. Они не будут знать, можно ли вам доверять, пока вы не покажете себя под обстрелом. До этого момента вы будете для них МЗ, молодыми засранцами и потенциальными Иудами, которые способны предать самих себя и тех, кто рядом с ними. Когда меня вместе с экипажем выловили из океана, я был произведен из МЗ в летчике. Сила духовности Сегодня для меня главным делом является следование процессам, описанным в магии утра. Медитация и изучение произведений духовных учителей творят чудеса, потому что позволяют лучше контролировать Иуду в себе. Рэй Далио, основатель Bridgewater Associates и один из самых богатых и успешных менеджеров хедж-фонда в мире, в беседе с репортером журнала «Максим» Джастином Рорличем, упомянул и о медитации. Далио, как и всякий уважающий себя менеджер хедж-фонда, разумеется, не стал открывать секреты своих инвестиционных стратегий. Однако он рассказал о трансцендентальной медитации, которой начал заниматься, будучи студентом колледжа, после того, как узнал, что Битлз тоже ею увлеклись. Он считает, что это единственная и самая главная причина любых успехов в его жизни. Далио пожертвовал миллионы долларов фонду Дэвида Линча, занимающемуся популяризацией техники медитации. К числу его последователей относятся Мартин Скорсезе и Джерри Сайнфолд, и готов оплатить занятия с наставником любому сотруднику Бриджуотта, который захочет заниматься медитацией. Я оставляю вас с этими мыслями о медитации, духовном просвещении и Иуде. Иуда фейковый учитель, тот, кто позволяет своему внутреннему Иуде наносить удар в спину другим людям или даже себе, мнит себя Богом и не может больше считаться учеником Бога. Истинная цель медитации и духовного просвещения состоит в том, чтобы напомнить живущему в нас Иуде, что все мы маленькие ангелы. Я все еще ищу мудрых людей. Радио-шоу «Богатый папа». В воскресной школе мне преподали один из величайших жизненных секретов. Три мудрых волхва потому и были мудрыми, что повсюду искали себя хороших учителей. В девять лет я тоже отправился на поиски наставника и им стал мой богатый папа. Я до сих пор нахожусь в поиске настоящих учителей. Сегодня большинство людей обращают пристальное внимание на пищу, которая попадает в их тело, а многие ли заботятся об информации, проникающей в их мозг? Ведь наряду с людьми, продающими некачественную пищу, существуют и те, кто продает некачественную информацию. Многие ли тщательно отбирают себе учителей, когда речь заходит о деньгах? Читают ли они книги и ходят ли на семинары, посвященные финансам? Большинству, конечно, хотелось бы, но они вечно ссылаются на то, что у них нет времени. Для таких людей и была создана «Богатый папа». В моей жизни есть три занятия, которые мне нравятся. Первое. Я хожу на работу и учусь там у своих партнеров и консультантов. Каждый день я получаю настоящее образование, а не теорию из учебника. Второе. Меня приглашают выступать на семинарах и конференциях по всему миру. Сам же я хожу только на семинары и конференции, где выступают интересные люди, у которых можно чему-то поучиться. Третье. Я беру интервью на радиошоу «Богатый папа» у настоящих учителей и мудрых людей. Для этого я приглашаю тех, с кем познакомился на семинарах. Другими словами, большую часть времени я работаю и учусь. Учусь у мудрых людей. Я приглашаю вас на наше радиошоу «Богатый папа», которое мы с Ким устраиваем каждую неделю. В течение часа мы обсуждаем различные темы и проблемы с одним из ведущих мировых умов. Всего за один час шоу вы узнаете больше, чем за неделю работы. Радио «Богатый папа» это глобальный подкаст, дающий возможность послушать настоящих учителей и чему-то научиться. Все программы «Радио «Богатый папа» заархивированы и вы можете послушать их в любое время, когда вам удобно. Если вы считаете, что они представляют интерес для ваших друзей, родственников или коллег, вы можете послушать и обсудить их. Я думаю, что такая учеба гораздо быстрее поднимет вас на новый уровень. Этот час даст возможность проявиться вашему финансовому гению. Идти в ногу с быстро меняющимся миром. Как вы знаете, мир денег подвержен изменениям, причем быстрым. Несмотря на то, что скорость развития мировой экономики замедляется, перемены в мире денег, наращивают темп. Баки Фуллер предсказывал, что человечество вступит в период ускорения ускорения. К сожалению, из-за устаревшей системы образования миллионы людей испытывают финансовые трудности и отстают все сильнее. Я предлагаю вам несколько интервью, которые вы сможете найти на радио «Богатый папа». Это беседы с очень мудрыми людьми, живущими в реальном мире денег. Я рекомендую послушать их тем, кто хочет не отставать, а идти в ногу с переменами в мире денег. Эдвард Гриффин Эдвард Гриффин открыл миру глаза на тайные события, происходящие внутри самого загадочного и могущественного банка в мире, Федерального резерва. Эд – исследователь. Он старается докопаться до истины. Я использую любую возможность, чтобы послушать его. Ричард Дункан Ричард Дункан работал экономистом Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка. Будучи инсайдером, он знает, каковы перспективы крупнейших банков мира. Сегодня Ричард живет в Таиланде и консультирует многих богатых людей и менеджеров частных инвестиционных фондов. Если я хочу узнать, какие события происходят в макромире денег, то всегда звоню Ричарду. Ричард предлагает подписку на сервис MacroWatch. Самой интересной чертой этого сервиса являются составляемые Ричардом таблицы и доступные для понимания графики и диаграммы, наглядно показывающие, что происходит в мире. Номи Принц Инсайдер Уолл-Стрит Она знакома со всеми его тайнами. В свое время Номи работала управляющим директором банков Goldman Sachs и Беа Стернс. После краха 2008 года она путешествовала по миру, стараясь узнать из первых рук, что в действительности происходит после кризиса. Свои наблюдения она изложила в книге «Коллюзия. Как центральные банки обвели мир вокруг пальца». Берт Доман Если вы вкладываете деньги в акции, то вам следует подумать над тем, чтобы подписаться на бюллетень Wellington Letter. Способность Берта предсказывать и объяснять все взлеты, падения, скачки и гримасы фондового рынка граничит с гениальностью. Берт не превзойден в умении разглядеть, что в действительности происходит на кухне биржи. Даже не инвестируя в фондовый рынок, я всегда с нетерпением жду появления очередного номера Wellington Letter. Берт не жалеет времени, чтобы разъяснить, что и почему происходит на мировых рынках. Это настоящий учитель, друг и регулярный гость радио богатый папа. Джеймс Рикардс Джим юрист и инвестиционный банкир. Он изнутри знает механику хедж-фондов и сам в свое время работал в Long Term Capital Management LTCM гигантском хедж-фонде, который чуть было не обрушил всю мировую экономику, когда в 1998 году обвалился российский рубль. Коллапс LTCM позволил Джиму осознать всю хрупкость мировой экономики. Этот опыт он принес с собой в Министерство обороны США и ЦРУ, куда пришел работать консультантом. Книга Джима, его презентации и интервью на радио богатый папа никого не оставят равнодушными. Вот еще несколько известных личностей, выступления которых можно найти в архивах радиошоу богатый папа. Дональд Трамп Он впервые объявил о своем намерении баллотироваться в президенты США именно на радио богатый папа. Дэвид Стокман В администрации Рональда Рейгана Дэвид занимался вопросами менеджмента и бюджета, Кен Ланган, основатель торговой сети Home Depot, Мохаммед Эль Эриан, бывший глава глобального фонда облигаций Пинкоу. Передачи радио богатый папа распространяются компанией Rich Dad бесплатно. Мы не даем консультации и не пытаемся ничего продать. Мы всего лишь просвещаем, пользуясь услугами настоящих учителей. Дополнительную информацию о радио богатый папа можно получить на сайте richdad.com Ваши вопросы и ответы Роберта Вопрос Похожи ли члены команды, с которыми вы сегодня вместе работаете, на тех, с кем вы служили во Вьетнаме? Алехандро Б. Колумбия Ответ И да, и нет. Самая большая разница между морскими пехотинцами и гражданскими людьми, работающими в бизнесе, заключается в том, что у первых имеется объединяющий их экстремальный опыт. Большинство гражданских лиц могут получить подобный опыт во время корпоративных выездов в лагерь с полосой препятствий, занятия экстремальными видами спорта или обучения прыжкам с парашютом. Летая со своим экипажем, я всегда знал, что все мы морпехи. Этот экстремальный объединяющий фактор делал сильнее всю команду. У нас была одна культура, одна семья, одно племя. Садясь в вертолет, мы понимали, что у каждого свои задачи и своя подготовка. К примеру, двое из нас были пилотами, двое специалистами по вооружению, а один авиамехаником. Но имея разные профессии, мы были прежде всего морскими пехотинцами. В гражданском мире люди принадлежат к разным культурам и национальностям, у них разная подготовка и при этом отсутствует экстремальный объединяющий фактор. Когда я после окончания Академии торгового флота и службы в морской пехоте устроился на работу в компанию Ксерокс, то обнаружил, что Ксерокс тратит массу времени и денег на привитие своим сотрудникам командного духа и корпоративной культуры. Компания оплачивала тренинги, корпоративные выезды, праздничные обеды по поводу награждения отличившихся, надеясь создать культуру братских уз, как в армии. Но хотя эти мероприятия казались мне интересными и полезными, они не могли сравниться с культурой, царящей в армейской среде. Если оценивать по десятибальной шкале, то крепость связей внутри коллектива в компании Ксерокс заслуживала одного балла, а в корпусе морской пехоты – сто баллов. Еще одна черта, которую невозможно воспитать в корпоративной среде. Когда наш экипаж садился в вертолет, нашими поступками руководил неписанный кодекс. Он не обязывал нас служить Богу, стране или корпусу морской пехоты. Кодекс просто предполагал, что каждый из нас готов отдать жизнь за тех, с кем связан узами армейского братства. Я говорю о братстве, потому что женщин там в то время не было. Однажды командир наших стрелков получил весточку из дома, что у него родился мальчик. В тот же день у нас был боевой вылет. Я, как пилот, отвечал за готовность своего экипажа воевать, а если надо, то и умереть. Я словно сейчас помню, как спросил у новоиспеченного папаши. «Ты готов к тому, что твой сын будет расти без отца?» Не раздумывая ни секунды, тот кивнул, а потом улыбнулся и сказал. «Так точно. Я рад сообщить вам, что шесть месяцев спустя командир стрелков благополучно вернулся домой и увидел своего первенца. У морских пехотинцев есть девизы «Sempo Fidelis», что означает «всегда верен». «Лучше смерть, чем бесчестие». Это в объяснениях не нуждается. Попросту говоря, морпехи готовы отдать жизнь за то, чтобы остался жив их товарищ. В гражданской жизни я никогда не встречал такого духа братства. Вопрос. Если вспомнить ваш выход из собственного тела, можно ли сказать, что этот феномен чем-то напоминает теорию относительности Эйнштейна, в которой время для наблюдателя течет по-разному в зависимости от ситуации?» Брайан Р. США. Ответ. «Я не знаю, об этом лучше спросить самого Эйнштейна. Лично я считаю, что в этом нет ничего сложного. Суть в том, что вы начинаете осознанно контролировать все мысли, рождающиеся в вашей голове. Например, я вчера был в магазине одежды и слышал, как внутренний голос говорит мне, «Тебе пойдет этот пиджак, в нем ты будешь круто выглядеть в клубе». Купил ли я этот пиджак, который, в общем-то, был мне не нужен? Да, купил. Это пример того, как моей жизнью в тот момент руководил мой разум, мое эго, а не душа. Я упомянул о феномене выхода из тела только для того, чтобы подчеркнуть, что школа видит свою задачу в развитии нашего разума, а не души. Учеба в академии и служба в морской пехоте служили развитию моего духа, а не разума. Вот почему главные слова в армии – это миссия, честь, дисциплина и уважение. От большинства людей мне приходится слышать совсем другие слова. Какая мне от этого польза? Это язык жадности. Ключ к здоровью, богатству и счастью заключается в том, чтобы разум и эго не занимали главенствующее положение в жизни. Разум хочет знать, сколько я смогу заработать, душе же интересно другое, многим ли людям я смогу послужить. Выход из тела возможен, когда вы задаете себе последний вопрос. Вопрос. Как вы отличаете хороший семинар от плохого, цель организации которого состоит лишь в том, чтобы содрать с вас деньги? Марк К. США. Ответ. Я стараюсь всячески избегать слов хороший и плохой. Чем больше я руководствуюсь в жизни сердцем, а не умом, тем чаще мне удается рассмотреть хорошее в плохом и плохое в хорошем. В декабре 2018 года я навлек на себя немалое недовольство, публично заявив, надеясь, что фондовый рынок потерпит крах. Настоящий инвестор способен увидеть в биржевом обвале не только плохое, но и хорошее. Фейковый инвестор живет в мире фантазий и пребывает в уверенности или заставляет себя так думать, что крах фондового рынка – это плохо. В реальном мире самое лучшее время для покупки активов и инвестиций наступает сразу после краха. В мире фейковых инвестиций рынки всегда только растут и никогда не обрушиваются. Но это иллюзия. Богатый папа учил своего сына и меня. Хорошее и плохое – это две стороны одной и той же монеты. Скотт Фиджеральд говорил, первоклассный интеллект – это умение одновременно держать в голове две противоположные мысли, не теряя при этом способности к действиям. Я на своих семинарах говорю, если мы хотим, чтобы в нашей жизни было больше спокойствия и процветания, надо тренировать свой мозг видеть обе стороны монеты. Вопрос. Считаете ли вы, что появление интернета, смартфонов и других технологий со временем продемонстрирует истинное лицо элиты, и то, что они делают с людьми? Жуан Б. Бразилия. Ответ. Это очень интересный вопрос. И да, и нет. Фуллер предсказывал, что человечество вступает в эру интеграции. Новые технологии помогают увидеть то, чего люди не видели раньше, и разоблачают великий грабеж. Проблема в том, что эра интеграции влечет за собой увеличение хаоса и раскола, поскольку люди и организации, которые подвергающиеся разоблачению, стараются выжить, а технологии тем временем продолжают уничтожать невежественных, коррумпированных, ленивых и неэффективных личностей. Стоит мне только почувствовать самоуспокоенность и довольство собой, как я тут же вспоминаю о компании Кодек. Одно время выпускаемые ею фотопленки доминировали в мире, но в какой-то момент появилась цифровая фотография и выбросила гигантскую компанию из бизнеса. Это значит, что никто из нас не может чувствовать себя спокойно в мире, где развитие технологий идет невиданными темпами. Основатель компании Intel Энди Гроув писал, выживут только параноики. Вот почему я настаиваю на необходимости духовного просвещения. Ваш разум склонен к паранойи. Дух же намного сильнее разума. Часть 3 Фейковые активы Мой банкир всегда говорил, дом – это ваш актив. Но чей это актив на самом деле? Роберт Киосаки Введение Почему бедняки и средний класс становятся все беднее? Потому что они инвестируют в фейковые активы, считая их настоящими. Роберт Киосаки Богатые не работают за деньги. Тот, кто экономит и копит деньги, оказывается в проигрыше. Ваш дом – это не актив. Все эти утверждения взяты из книги «Богатый папа, бедный папа», впервые опубликованной в 1997 году. В то время они настолько противоречили общепринятым мнениям, что все издатели, к которым я обращался, отклоняли мою книгу. Некоторые даже говорили, вы пишете о том, о чем не имеете ни малейшего понятия. Это было больше 20 лет назад. Но и в 2018 году многие высокообразованные представители элиты продолжали твердить, что я не знаю, о чем говорю. Высказывания типа «Ваш дом – это не актив» и «Тот, кто копит деньги, проигрывает» оскорбляют каждую клеточку их умного элитарного мозга. Они хотят верить, что собственный дом является активом, а копить деньги – это самое умное занятие. Вся проблема в том, что дом – это фейковый актив. То же самое можно сказать и о денежных сбережениях, в том числе и пенсионных. Из третьей части этой книги вы узнаете, почему большинство людей вкладывают деньги в фейковые активы и полагают, будто это обеспечит их неиссякаемым источником денег в старости. Вы увидите, что на самом деле большинство людей инвестируют в пассивы, а не в активы. Но я могу вас обрадовать, вы узнаете, почему так происходит, и научитесь вкладывать деньги в настоящие активы. Глава 14. Почему надо уходить на пенсию молодым? Очередной большой кризис. В июне 1974 года я подписал последние бумаги и покинул военно-воздушную базу корпуса морской пехоты на Гавайях. Отдав последний раз честь часовому на выходе, я отправился в свой новый дом в Айкики, будучи свободным человеком. Я находился на военной службе с августа 1965 года, то есть с момента поступления в Академию торгового флота США в Кингспоинт, штат Нью-Йорк. Моим новым жилищем был кондоминиум с одной спальней и одной ванной комнатой в отеле Иликаи на побережье. Я выбрал этот отель, потому что такая форма собственности, как кондоминиум, позволяла при случае сдавать жилье в аренду, то есть превращать свой пассив в актив, приносящий доход. Кроме того, я имел возможность пользоваться всеми услугами, которые предоставлял отель – бассейном, тренажерным залом, ресторанами, ночными клубами, уборкой помещения. Цена меня устраивала – всего 32 тысячи долларов за маленькую квартирку площадью 55 квадратных метров. Для 27-летнего холостяка такое жилище в центре ночной жизни в Айкики было как раз тем, что нужно. В следующий понедельник я устроился работать в корпорацию «Ксерокс», находящуюся в деловом центре Гонолулу. Отпуск я не брал, потому что мне нужно было расплачиваться по кредиту на жилье. Пенсия через 20 лет Мой бедный папа не хотел, чтобы я уходил из корпуса морской пехоты. Он хотел, чтобы я прослужил 20 лет и заработал пенсию. Вся моя родня и со стороны матери, и со стороны отца считала, что пенсионные льготы намного перевешивают все остальные плюсы в работе. Двое братьев матери сделали себе карьеру в департаменте пожарной охраны Гавайев. Они вышли в отставку, получив государственные пенсии и льготы после 20 лет работы. В возрасте 40 лет им уже не нужно было работать. До конца жизни они ходили на рыбалку и играли в гольф, а раз в год в рамках паломничества на материк отправлялись в Лас-Вегас. Им повезло с пенсией. У родни со стороны отца дела обстояли аналогичным образом. Несколько родственников заработали себе по две государственные пенсии, а один даже три, плюс пособия по социальному обеспечению и медицинскому страхованию. Дядя с тремя пенсиями, который сначала уволился из армии через 20 лет, а затем ушел с работы в федеральном правительстве через пять лет, был постоянным предметом зависти отца. Именно поэтому он и упрашивал меня остаться на военной службе на 20 лет. Пенсионная программа 401k В 1971 году президент Ричард Никсон отменил золотое обеспечение доллара. Так началась массовая перекачка богатства от трудящихся к финансовой и академической элите. Той самой элите, о которой писал Стивен Брилл в своей книге «Хаос». Ранее я уже цитировал слова Брила о том, как академическая элита, у которой за плечами были самые престижные учебные заведения страны, начала создавать экзотические финансовые продукты, типа обеспеченных долговых обязательств и ипотечных ценных бумаг, финансовых деривативов, которые мало что дают экономике. Но зато обкрадывают рабочий класс и сказочно обогащают академическую и финансовую элиту. В 1974 году, то есть через год после моего ухода из морской пехоты, приказал долго жить закон о безопасности пенсионных доходов трудящихся, который защищал пенсии наемных работников. Еще четыре года спустя появилась программа пенсионных накоплений 401k. И здесь начались проблемы. Люди, не имевшие никакого финансового образования, внезапно стали инвесторами. Начался массированный грабеж населения со стороны банков, которые слишком велики, чтобы позволить им обанкротиться, правительство США и Уолл-стрит. Поворотные точки 1971 и 1974 годы войдут в историю. Возможно, через 50 или 100 лет школьники будут говорить о них как о начале массовых финансовых преступлений, в ходе которых обнищали миллионы бэби-бумеров, покорно вкладывавших триллионы долларов в санкционированные правительством жульнические механизмы, получившие название пенсионных программ. К слову, в 1972 году Никсон открыл дверь в Китай. Грозящая пенсионная катастрофа Сегодня миру угрожает сразу несколько катастроф, в частности отравление окружающей среды, колоссальная глобальная задолженность, кибертерроризм. Но надвигается еще одно бедствие, на которое сегодня обращают внимание лишь немногие. Это то же самое бедствие, которое постигло моего бедного папу в 1970-е годы, выход на пенсию с пустым пенсионным счетом. Пенсионный обвал Обратите внимание на следующие сообщения. 16 апреля 2018 года. Investors Business Daily. Пенсионный кризис. В последнее время СМИ с неослабевающим упорством следят за накоплением долгов федерального правительства. Но под государством заложена еще одна бомба с часовым механизмом. Достигшая критической массы задолженность в фонде пенсионного обеспечения чиновников государственных и местных служб самоуправления. Реформы будут болезненными, но другого выбора не остается. 22 июня 2018 года. Sovereign Man. Саймон Блэк. Задолженность города Сан-Диего по своим обязательствам перед пенсионерами и людьми предпенсионного возраста достигла 6,25 миллиарда долларов. В пенсионном фонде штата Нью-Джерси не хватает 90 миллиардов долларов. Что уж говорить о системах социального обеспечения и медицинского страхования, где дефицит составляет в общей сложности десятки триллионов долларов. В Европе ситуация не лучше. Резервный фонд социального обеспечения Испании вложил огромные средства в облигации испанского правительства, которые имеют в среднем отрицательную доходность в размере 0,19%. Это не опечатка. Неудивительно, что пенсионный фонд Испании почти полностью опустошен. В Великобритании дефицит общественных пенсионных фондов составляет триллионы фунтов. Даже в консервативной Швейцарии пенсионные фонды обеспечены лишь на 69%, и это по нынешним временам можно считать фантастическим результатом. В прошлом году швейцарское правительство предложило план по спасению пенсионной системы. Для этого оно попросило поднять пенсионный возраст для женщин на один год, с 64 до 65 лет, как у мужчин, и повысить НДС на 0,3%. Однако этот план был отклонен швейцарскими избирателями на национальном референдуме. Таким образом, пенсионная реформа проваливается уже в третий раз за последние 20 лет. Из всего сказанного можно сделать главный вывод. Пенсионные программы почти повсеместно находятся в бедственном положении. В большинстве случаев политики просто игнорируют проблему и пытаются спихнуть ее своим преемникам. Однако время от времени они пытаются сделать и что-то полезное. Правда, в таких ситуациях избиратели забраковывают их планы, профсоюзы начинают с ними тяжбу, или находится еще какая-то причина провалить крайне необходимую реформу. Все это лишь ускоряет наступление неизбежного конца. Над пенсиями сгущаются тучи. 4 марта 2018 года. Armstrong Economics. Мартин Армстронг. Крупнейший пенсионный фонд Соединенных Штатов и Калифорнии – Калифорнийская система пенсионного обеспечения государственных служащих – CalPERS. Штат Калифорния находится в очень серьезном финансовом состоянии из-за своей неплатежеспособности. Мы настоятельно рекомендуем нашим клиентам вывести свои деньги из этого фонда пока еще не поздно. Раньше я уже предупреждал о том, что CalPERS находится на пороге банкротства. Я писал, что представители фонда тайно лоббируют Конгресс, настаивая на том, чтобы в их управление были переведены все частные пенсии по программе 401k. Но если CalPERS не в состоянии управлять капиталами, которые уже находятся в его распоряжении, то как же можно ожидать, что в случае с частными деньгами все будет иначе? Разумеется, они будут выплачивать пенсии государственным чиновникам и политикам за счет частных вкладчиков. Ранее CalPERS вкладывал деньги в политкорректные экологические программы и не обращал внимания на экономически обоснованные, а впоследствии отчаянно пытался скрыть этот и другие факты, сделав свои действия непрозрачными для публики. В прошлом году он решил, что акции переоценены, поэтому перевел свои активы в облигации, купив их прямо на пике раздутого пузыря. Само собой, экономика Калифорнии повела себя вполне предсказуемо, и с тех пор наблюдается постоянная миграция резидентов из штата. 30 июля 2018 года. The Wall Street Journal. Сара Краузе. По оценкам инвестиционного сервиса агентства Moorys, дефицит центрального и местных государственных пенсионных фондов составляет около 4 триллионов долларов, что примерно сопоставимо с экономикой Германии, четвертой по величине в мире. 11 октября 2018 года. Agents France Press. МВФ. Триллионы долларов США под угрозой рецессии. Самая большая опасность исходит от центрального и местных правительственных пенсионных фондов, которые в случае проседания Уолл-стрит могут потерять деньги. При этом источником дефицита являются бюджеты местных органов власти. Города и штаты должны сократить расходы во всех областях, тем самым давая толчок экономике. Дефицит пенсионных фондов по всей стране составляет примерно 8% ВВП. А вот еще несколько поразительных и отрезвляющих фактов. Зимбабве. В 2000 году зимбабвийская валюта стала посмешищем всего мира, когда президент Роберт Мугабе начал печатать триллионы и квадриллионы фейковых денег, чтобы выплатить пенсии государственным чиновникам и покрыть военные расходы. Многие богатые западные страны следуют примеру Зимбабве, печатая, печатая и печатая деньги. Никарагуа. В 2018 году Никарагуа оказалась на пороге революции, потому что правительство не в состоянии обеспечить пенсиями государственных служащих. Богатые города. В наши дни, в 2018 году, миллионы семей живут на улицах таких крупных городов, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сиэтл и Гонолулу. Италия. Журнал The Economist 13 октября 2018 года сообщил, что Италия представляет собой бомбу с тикающим часовым механизмом. Уже в самом скором времени может разразиться новый кризис, который будет крайне трудно удержать под контролем. Паника из Италии может распространиться на многие финансовые рынки, повсеместно снижая инвестиционную активность и темпы экономического роста. 19 июля 2018 года. The Wall Street Journal. Богатые штаты. Три штата с наилучшей обеспеченностью пенсионных фондов. Южная Дакота 100%, Висконсин 99,9%, Вашингтон 98,7%. Бедные штаты. Три штата с наименьшей финансовой обеспеченностью пенсионных программ. Коннектикут. 51,9%. Кентукки 48,9%. Иллинойс 47,1%. Пенсионный фонд Огайо как символ национальной проблемы. 27 июля 2018 года. Рейтерс, Марк Миллер. Роберто Делл, 46 лет, делала леденцы, и ей нравилась эта работа. Но теперь она беспокоится, что жизнь на пенсии может оказаться совсем не такой сладкой, как леденцы. Делл трудится в компании Spangler Candy в Брайане, штат Огайо. Это семейное предприятие, в котором работают 550 человек, выпускающих прекрасные кондитерские изделия. Работники Spangler с 1950 года состоят в Международной Федерации Транспортников, а в 1972 году подключились к универсальной пенсионной программе штата. Однако перспективы на пенсию весьма туманны. Центральный пенсионный фонд штата заявляет, что уже на протяжении 10 лет находится в шаге от банкротства. Фонд, обслуживающий более 400 тысяч пенсионеров и людей предпенсионного возраста, стал символом всех неурядиц, происходящих в пенсионных программах. Им пользуются преимущественно небольшие компании, работающие в сфере строительства, грузоперевозок, добычи полезных ископаемых и пищевой промышленности. Работники формируют свои пенсионные счета исключительно из собственных средств. Делл, которая возглавляет профсоюзную организацию компании Spengler, участвовала в слушаниях, организованных специальной комиссией Конгресса в Коламбусе, штат Огайо, с целью отыскания возможного решения проблем. Насчитывается 1400 похожих универсальных пенсионных программ, которые охватывают свыше 10 миллионов человек. Примерно 200 из них испытывают недостаток средств, что стало следствием биржевых обвалов 2001 и 2008-2009 годов, а также промышленного спада, приведшего к уменьшению числа рабочих мест. Возникшие проблемы угрожают не только индивидуальным пенсиям работников, но и страховой программе Корпорации по страхованию пенсий, КСП, которая может обанкротиться в течение ближайших 10 лет. КСП является правительственным учреждением, которое должно гарантировать выполнение пенсионных программ за счет страхования пенсий миллионов американских трудящихся. Примечание. Очень немногие рабочие в Америке слышали о существовании КСП, но они еще услышат об этой корпорации, когда она обанкротится, а их пенсии существенно сократятся. Делл 65 лет, она вдова, ее муж работал в одной с ней компанией до самой своей смерти в 2015 году. Женщина намерена проработать еще несколько лет, прежде чем уходить на покой, и рассчитывает, что ее пенсия составит около 1200 долларов в месяц. Программа социального страхования добавит еще 1400 долларов. Но если исходить из сегодняшнего состояния дел, к 2025 году эти суммы будут значительно ниже. Дилемма бедного папы. В 2018 году миллионы служащих окажутся в той же ситуации, что и мой бедный папа в 1974 году. Миллионы бэби-бумеров лишатся надежд на благополучную старость, если очередной кризис гигантского масштаба уничтожат их накопление и КСП. Инвестирование в фейковые активы. Так обычно и происходит, когда люди вкладывают деньги в фейковые активы или доверяют свои сбережения менеджерам фондов, которые инвестируют их в акции, облигации, паи взаимных фондов, ETF, страховые полисы и инструменты денежного рынка. Разрыв. График под названием «Разрыв после уплаты налогов и с учетом инфляции» демонстрирует историю того, как Америка скатывается к бедности. Смотрите график на странице 2 в приложении к аудиокниге. В 2018 году Центр анализа экономической политики Шварца провел исследование, на основании которого был сделан вывод о том, что 40% представителей американского среднего класса к моменту выхода на пенсию скатятся до уровня бедноты. Сегодня у будущих бедняков есть рабочие места, но завтра они останутся без пенсии. Отойти от дел молодым В 1974 году я поклялся, что отойду от дел молодым, и не потому, что мне так уж хотелось стать пенсионером, а потому что я решил поставить перед собой такую сложную задачу. Даже если бы мне это не удалось, у меня оставались бы еще годы, чтобы заработать себе на старость. Я не хотел, дожив до 65 лет, обнаружить, что мои пенсионные сбережения исчезли в результате биржевого обвала, или что мне не хватит оставшихся денег на жизнь. Как уже было сказано ранее, я много раз в жизни терпел неудачи. Лишь к 47 годам я вывел свою персональную формулу, как отойти от дел, не испытывая необходимости работать и не получая пенсию. Я готов был терпеть неудачи и совершать ошибки, научиться на них, чтобы стать предпринимателем, то есть человеком, которому не нужно ходить на работу или получать пенсию. Для этого мне понадобилось 20 лет. Если бы я остался служить на 20 лет в морской пехоте, как хотелось моему бедному папе, то в результате не стал бы ни умнее, ни богаче. Отойти от дел богатым Основная причина, по которой я был готов потерпеть неудачи и учиться, заключалась в том, что я собирался отойти от дел не просто молодым, а еще и богатым. В 1970-е 500 долларов в месяц считалось отличной пенсией. Сегодня такая пенсия означает жизнь в нищете. В 1974 году я ставил перед собой цель получать годовой пассивный доход в размере 120 тысяч долларов. Это позволяло мне прекратить работать уже в молодом возрасте. В 1994 году мы с Ким достигли этой цели. Ким тогда было 30 лет, а мне 47. Мне понадобилось для этого 20 лет, а Ким только 10. Достигнув отметки в 120 тысяч долларов, мы поставили перед собой следующую цель – больше 1 миллиона в год. А когда была реализована и эта цель, следующий рубеж составлял уже 12 миллионов в год. Мы сами ставим перед собой трудные задачи. Во-первых, отойти от дел молодыми, во-вторых, богатыми. Математика здесь несложная. Сначала надо научиться зарабатывать 10 тысяч в месяц, потом 100 тысяч, потом миллион. Если бы я остался в морской пехоте еще на 20 лет, то, возможно, получал бы сегодня 5 тысяч долларов в месяц. Я помню, как в 1990 году одна женщина сказала нам с Ким, «Вы зарабатываете всего 120 тысяч в год?» Она не понимала, что эти 120 тысяч приходят к нам сами, у нас нет необходимости работать. Ее муж, работавший адвокатом, зарабатывал около 500 тысяч в год, но он не мог позволить себе бросить работу. Сегодня мы с Ким, не работая, получаем за две недели больше денег, чем ее муж за год, работая адвокатом. Умение делиться. У нас с Ким есть цель потратить на благотворительные цели 100 миллионов долларов или даже больше. Мы планируем, заработав деньги, начать их отдавать. Найдя свою собственную формулу, мы стали богаты и отошли от дел. Первая предпосылка богатства заключалась в том, чтобы инвестировать в то, что нам нравилось. Мы не стали вкладывать деньги в активы, которые нам рекомендовали некоторые консультанты. У вас, пожалуй, уже напрашивается вопрос, сколько нужно заработать денег, чтобы было достаточно. Наши цели и планы по достижению финансовой свободы и богатства не ограничиваются тем, что было бы достаточно. Мы уже давно перешли этот рубеж. Зачем мне нужно так много? А мне и не нужно. Зарабатывание денег в квадрантах Б и И это для меня всего лишь игра. Кто-то всю жизнь гоняет маленький белый мячик по полю для гольфа, стараясь потратить как можно меньше ударов. Кто-то поет, надеясь, что его голос заметят и он станет звездой. Кто-то хочет стать суперзвездой в спорте. Это их игры. Главный вопрос вот в чем. Насколько велика страсть, с которой вы относитесь к игре? Это непростой вопрос. Если у человека есть страсть, ему обычно удается то, к чему он стремится. Но страсть нередко бывает эгоистичной. Тем не менее, лучше заниматься чем-то со страстью, чем выполнять работу, которую ненавидишь. Новые исследования показывают, что 70% американцев не любят свою работу. А всего несколько лет назад таких было 62%. Меня часто спрашивают, является ли богатство целью моей жизни? Нет. Многие люди работают ради достижения какой-то цели. Поставить еду на стол, выучить детей, выполнить некое важное задание. В 1983 году, когда я проходил обучение у Бакминстера Фуллера, он сказал, я делаю то, что угодно Богу. Тогда я задал себе вопрос, чего Бог хочет от меня? Этот же вопрос я призываю вас задать и себе. В 1983 году я занимался бизнесом в сфере рок-н-ролла. Мне это нравилось. Я был крутым, общался с некоторыми из самых известных групп и певцов того времени, типа Полис и Иван Халлен. Но я не мог честно сказать себе, что производство продуктов для рок-групп это как раз то, чего Бог хотел от меня, даже если я при этом зарабатывал кучу денег. Поэтому я и предлагаю вам задать себе вопрос, чего Бог хочет от меня. Хотя я и не могу знать наверняка, но предполагаю, что Бог не хочет, чтобы люди жили в бедности. Поэтому я учу их тому, чему учил меня богатый папа. И похоже, пользуюсь Божьей поддержкой. Я продолжаю делать эту работу, и она приносит мне много денег. Я был бы фейковым учителем, если бы учил людей быть богатыми, а сам оставался бедным. А теперь, позвольте задать вам несколько вопросов. Чего, по-вашему, Бог хочет от вас, и чего хотите вы сами? Готовы ли вы делать то, что угодно Богу? Если бы вы могли лечить рак, то стали бы этим заниматься? Если бы вы могли ликвидировать голод в мире, то взялись бы за это? Если бы вы могли решить проблему глобального потепления, то сделали бы это? Или вы хотите зарабатывать много денег только для себя? В 1974 году у меня было две высокооплачиваемые профессии. Я мог быть судовым офицером на танкере компании Стендард Оилл или пилотом гражданских авиалиний. Это были бы профессии из квадранта Р. Но мне хотелось узнать, смогу ли я перейти в квадранты Б и И. Через все круги ада. Уинстон Черчилль говорил, если уж вам надо пройти сквозь ад, не останавливайтесь. Переход в квадранты Б и И был тяжелым. Как уже говорилось в предыдущей главе, я не справился бы с этой задачей, если бы не мои духовные учителя и полученные от них знания. Это путешествие через ад сделало Ким и меня умнее и сильнее. Оно лучше подготовило нас к тому, что необходимо было сделать. Богатый папа говорил, финансовый рай ведет много дверей, а в финансовый ад еще больше. Как вы знаете, большинству предпринимателей приходится пройти через ад, прежде чем они смогут добиться успеха в квадрантах Б и И. В качестве примера можно привести увольнение Стива Джобса из его же компании Apple. Против Билла Гейтса тоже выдвигались судебные обвинения в связи с тем, что компания Microsoft превратилась в монополию. На Марка Цукерберга подали иск братья Уинклвоз, утверждавшие, что Facebook – это их идея. И даже Джефф Безос не раз терпел неудачи, создавая Amazon. Богатый папа предупреждал, многие люди выбирают дверь в финансовый ад и не возвращаются. Как известно, многие люди продают свои души в надежде разбогатеть. При этом они обкрадывают миллионы других людей, занимая ключевые посты в банковской сфере, в частности в Goldman Sachs, Федеральном резерве и Министерстве финансов США. Среди известных людей наибольшая вина лежит на Билли Клинтоне, Роберте Рубине, Ларри Саммерсе, Алане Гринспоне, Джеки Лью, Тимми Гайтнери, Хэнке Полсоне, Бенни Бернанке, Уоррене Баффете и Филли Грэмми. Они заявляют, что спасали экономику, но на самом деле спасали богатых. Если разразится очередная финансовая катастрофа, миллионы невинных трудолюбивых людей по вине этих бездушных лидеров окажутся в финансовом аду. Вот почему я критически настроен по отношению к системе образования, которая ничему не учит в финансовом плане, наказывает учащихся за ошибки и рассматривает сотрудничество как жульничество. Наша образовательная система – это система без души, ведь все мы пользуемся деньгами, каждый день, так почему бы не проходить тему денег в школе? Предпринимательству надо учиться В 1974 году я приступил к работе в компании Xerox, чтобы научиться продавать. Я не был прирожденным продавцом. Мне было трудно. Я терпеть не мог стучать в чужие двери, раз за разом натыкаясь на отказы. Когда рабочий день заканчивался, я продолжал сидеть в своем кабинете, составляя предложения для потенциальных новых клиентов. Если я ничего не продавал, то мне нечего было есть и нечем было платить за ипотеку. Не научившись продавать, я никогда не смог бы стать предпринимателем и перейти в квадранты B и E. Мне понадобилось два года, прежде чем я из отстающих стал лучшим продавцом филиала Xerox в Гонолулу. В 1974-1976 годах я учился на курсах сертифицированных финансовых консультантов. Это были отличные курсы. Учеба была трудной и изнурительной, но я очень многое узнал о финансовом консультировании. Между сертифицированным специалистом и сегодняшними скороспелыми финансовыми консультантами, окончившими 30-дневные курсы, есть существенная разница. Даже массажисту требуется два года для получения лицензии. Большинство сегодняшних скороспелок почти ничего не знают об инвестировании. Они учатся лишь для того, чтобы сдать экзамен на получение лицензии. Разница между ними и настоящими финансовыми консультантами примерно такая, как между счетоводом и дипломированным бухгалтером. Получив лицензию, такой специалист бродит по улицам, выискивая клиентов. Большинство из них ищут людей, которые недовольны тем финансовым консультантом, услугами которого они пользуются в настоящее время. Новый консультант убеждает таких недовольных клиентов перевести все свои средства в программу 401k или IRA, а уж он позаботится о том, чтобы произошло чудо. Правда, как правило, оно не случается. Да и откуда ему взяться? Все финансовые консультанты продают в основном одни и те же продукты – акции, облигации, паи взаимных фондов, ETF, накопления сбережений и страховые полисы. Главная задача. Чудо не происходит потому, что финансовые компании не ставят перед собой задачу сделать клиента богатым. Их цель – перевести под свое управление как можно больше активов. Если вы смотрите по телевизору передачи на финансовые темы или читаете соответствующие журналы, то в рекламе постоянно встречается нечто подобное. Большой магический фонд имеет в своем управлении активы общей стоимостью 100 миллиардов долларов. Для рядового обывателя звучит впечатляюще, но для инвестора мало что значит. Работа финансового консультанта заключается в том, чтобы повысить эту сумму для своей компании, а не для клиента. Я пошел на курсы финансовых консультантов не потому, что хотел заняться такой работой. Моя главная цель состояла в том, чтобы выяснить, как можно отойти от дел в молодом возрасте. И я узнал очень многое. Вот лишь некоторые моменты. Существует два основных типа финансовых консультантов. Одни работают на условиях по часовой оплаты, а вторые – за комиссионные от проданных клиентам активов. Большинство консультантов знают только бумажные активы – акции, облигации, паи взаимных фондов, ETF, инструменты денежного рынка и страховки. Им мало что известно о предпринимательстве, инвестировании в недвижимость, золото или нефть. Но самое главное, что они не знают, как использовать долги и налоги для получения прибыли. Большинство финансовых консультантов, независимо от уровня подготовки, сами не являются профессиональными инвесторами. Обычно они работают по найму за зарплату, бонусы и комиссионные. Проходя обучение на курсах, я так и не узнал, каким образом можно отойти от дел молодым. Я многое узнал о страховании, потому что большинство финансовых консультантов стараются продать клиентам именно страховые полисы, так как за них выплачивают самые высокие комиссионные. План богатого папы. Богатый папа учил своего сына и меня, что существует четыре основные категории активов. Первая – бизнес. Вторая – недвижимость. Третья – бумажные активы, акции, облигации, паи инвестиционных фондов, ETF и депозиты. Четвертая – товарные и сырьевые активы. Золото, серебро, нефть, продукты питания, вода. Большинство финансовых консультантов работают только с бумажными активами и страховками за комиссию. Вкладывайте деньги в то, что вам нравится. Людям, как правило, внушают – занимайтесь делом, которое любите. Богатый папа учил своего сына и меня, деньги надо вкладывать в то, что любишь. Окончив курсы финансовых консультантов, я уже знал, во что буду инвестировать. Я осознавал, что мне нравится учиться тому, что поможет стать предпринимателем и заниматься бизнесом в квадранте B, а не S. Моей задачей было построить бизнес, в котором будет занято 500 или больше человек. Я уже понимал, что мне нравится недвижимость. После того, как мне удалось получить ежемесячный денежный доход в размере 25 долларов, не вложив ни копейки собственных денег, я заболел этим делом. Поскольку я еще абсолютно законно не платил налог от этого дохода, мне очень понравилось делать деньги, не вкладывая собственных денег. Меня не интересовали бумажные активы, особенно после окончания курсов финансовых консультантов. Я знал, что это фейковые активы, которые годятся только для представителей квадрантов R и S, не имеющих настоящего финансового образования. Мне нравились сырьевые активы, в частности, золото. Первую золотую монету я приобрел в Гонконге в 1973 году. Кроме того, меня интересовала нефть, так как в академии меня готовили для службы на нефтяном танкере. Повторю еще раз, бумажные активы годятся для рядового инвестора, не имеющего финансового образования. Ликвидные активы Основная причина, по которой среднестатистический инвестор предпочитает бумажные активы, это их ликвидность. Это значит, что вы можете очень быстро купить и продать их. Если вы допустите ошибку, то избавиться от них можно практически моментально. То же самое можно сказать о золотых и серебряных монетах. Они обладают почти такой же ликвидностью, как ценные бумаги. Но эта сильная сторона бумажных активов является одновременно их слабостью. Если происходит биржевой обвал, то паника и массовая распродажа могут за считанные минуты обесценить инвестиционный портфель. Сегодня технология высокочастотного трейдинга позволяет осуществлять по 10 тысяч покупок и продаж ценных бумаг в секунду. Это позволяет устранять с рынка рядовых инвесторов, которые вкладывают деньги на долгосрочной основе. Темные сделки Ранее я уже писал, что мир денег стал в значительной степени невидимым, потому что сегодняшние деньги стали уже даже не бумажными, а виртуальными. То же самое можно сказать и о ценных бумагах. Такие гигантские институциональные инвесторы, как банки, хедж-фонды и крупные профессионалы вроде Уоррена Баффета, в тихомолку встречаются друг с другом, чтобы покупать и продавать их в темную. По некоторым оценкам, 40% всех ценных бумаг торгуются в секрете. Рядовые инвесторы даже не подозревают о том, что происходит на самом деле. Когда случится очередной крах, все сбережения мелких инвесторов моментально испарятся. Когда после обвала 2008 года Аллану Гринспену стали задавать вопросы, он отвечал примерно так. Никто не мог этого предвидеть. Чем было это заявление? Правдой или фейком? Гринспен – профессиональный экономист, работающий в квадранте И. И в данном случае означает не только инвестор, но и инсайдер. Гринспен знает эту кухню изнутри. Сегодня я тоже хорошо разбираюсь в своих инвестициях. А вот рядовые инвесторы, действующие по указке финансовых консультантов, оказываются аутсайдерами. В начале 2008 года, за шесть месяцев до банкротства Лимон Брадерс, я, давая интервью на телеканале CNN Вольфу Блицеру, сказал, что биржа рухнет. Уже даже если я видел это, то Гринспен и подавно. Инсайдеры из квадранта И знали, что происходит. Предсказание краха Вопрос. Как вам удалось предвидеть наступление краха? Ответ. Дело в том, что я инсайдер, инвестор из квадранта И. За несколько лет до краха я предупреждал о грядущем обвале рынка недвижимости и по телевидению, и по радио. Вопрос. Почему вы видели то, чего не видели остальные? Ответ. Я наблюдал за тенденциями. В период с 2005 по 2008 год наши жилые многоквартирные дома начали терять квартиросъемщиков. Многие из тех, кто с трудом мог наскрести 500 долларов в месяц на оплату съемной квартиры, вдруг начали покупать себе дома за 300 и 500 тысяч долларов. Вопрос. Каким образом они могли себе это позволить? Ответ. Они получали кредиты, не имея ни дохода, ни работы. Это были так называемые субстандартные кредиты, выдававшиеся даже самым ненадежным заемщикам. Вопрос. Откуда вы знаете, что Уоррен Баффет знал об этом? Ответ. Потому что компания Баффета, Бергшир Хэтэвэй, имеет долю в рейтинговом агентстве Мудис, которая оценила надежность ценных бумаг, выпущенных на основе этих ипотечных долговых обязательств, как первосортную. А раз так, то эти деривативы продавали и пенсионным фондам, и правительственным структурам, и хедж-фондам, и фондам недвижимости, и многим крупным инвесторам во всем мире. Бензин является деривативом нефти. Авиационный керосин является деривативом бензина. Чем раньше та или иная фракция отделяется от нефти в ходе переработки, тем большей летучестью она обладает. В 2008 году эти деривативы взорвались, так как ненадежные заемщики не смогли расплатиться по кредитам, и весь мир чуть не рухнул. Миллионы людей потеряли работу, жилье и пенсии, но никто из шишек не понес наказание. Лишь небольшой второстепенный банк из китайского квартала Нью-Йорка, владельцем которого был американец китайского происхождения, получил повестку в суд, но впоследствии был признан невиновным. Телеканал PBS снял документальный фильм об этом банке под названием «Слишком мал, чтобы сесть в тюрьму». Правительство выбрало в качестве козла отпущения крохотный банк, вместо того, чтобы преследовать настоящих преступников. Практически всем известно, что виновниками краха были крупные банки вроде Goldman Sachs, Wells Fargo и Citibank. Они заработали миллиарды, но никто из них не был наказан. Владельцы банков, хорошо заработавшие на фейковых активах, получили вдобавок миллиарды долларов в виде бонусов после кризиса. На мой взгляд, это преступление. Таким образом, если уж я понимал, что субстандартные кредиты незаконны и вызовут обвал, то подозреваю, что и Баффет это знал. Думаю, он знал, что присвоение агентствам Мурис этим ценным бумагам высшего рейтинга было мошенничеством. Ведь никто иной, как Баффет, называл деривативы финансовым оружием массового уничтожения. Вот в чем заключается польза позиции инсайдера в квадранте И, имеющего настоящее финансовое образование. Когда в 2008 году рынок обвалился, мы с Ким заработали миллионы. Поэтому я не вкладываю деньги в бумажные активы типа акций, облигаций, паёв взаимных фондов, ETF и банковские депозиты. Я не люблю быть аутсайдером. Кроме того, все ценные бумаги в той или иной степени являются деривативами. Это не настоящие, а фейковые активы. И все же бумажные активы предпочтительнее для рядовых инвесторов, без финансового образования, поскольку обладают хорошей ликвидностью. Их легко как купить, так и продать. Бизнес и недвижимость Проблема с бизнесом и недвижимостью заключается в их неликвидности. Допустив ошибку, вы становитесь капитаном Титаника. Я это знаю. Будучи предпринимателем, я становился капитаном Титаника несколько раз. На недвижимости я никогда не терял деньги, поэтому рекомендую пройти соответствующие учебные курсы, прежде чем вкладывать деньги в эту сферу, а затем начинать постепенно, следуя конусу обучения, и постоянно практиковаться, практиковаться и практиковаться. Не забывайте, что бизнес и недвижимость неликвидны. Это значит, что вам надо быть умнее среднестатистического инвестора. Занимаясь предпринимательством или недвижимостью, вы должны быть инсайдером. Моя формула. Когда меня спрашивают о моей формуле, у меня есть два ответа. Ответ номер один. Мое финансовое образование началось с того, что богатый папа играл в монополию со своим сыном и со мной. Сегодня мы с Ким играем в монополию в реальной жизни. Мы любим недвижимость, а не деривативные активы. Мы с Ким хотим быть инсайдерами, а не аутсайдерами. Ответ номер два. Мы с Ким следуем формуле большого богатства Макдоналдс. В книге «Богатый папа, бедный папа» я цитирую Рея Крока, основателя Макдоналдс, который выступал в Техасском университете перед группой слушателей курсов MBA. Он спросил аудиторию, назовите мне область деятельности Макдоналдс. «Гамбургеры», – ответил один из студентов. «Нет», – возразил ему Рэй. «Бизнес Макдоналдс – это недвижимость». Формула Макдоналдс выглядит следующим образом. Смотрите схему на странице 20 в приложении к аудиокниге. Сила слов. Когда меня спрашивают, в чем секрет богатства, я отвечаю, таких секретов много. Один из них заключается в силе слов. Если человек хочет стать богатым, он должен установить контроль над тем, что он говорит и думает. Большинство людей употребляют слова, которые делают их бедными и не позволяют выбраться из бедности. В воскресной школе нас учили, и слово стало плотью и обитало с нами. Богатый папа часто обращал внимание на разницу между богатыми и бедными людьми. Бедные люди говорят, я не могу себе этого позволить. Богатые люди спрашивают, каким образом я смогу себе это позволить. Бедные люди говорят, деньги меня не интересуют. Богатые люди говорят, если тебя не интересуют деньги, то и ты им не интересен. Бедные люди говорят, я никогда да не разбогатею. Богатые люди говорят, я должен быть богатым. Урок. Тому, кто пользуется лексиконом бедных людей, стоит воспользоваться услугами финансового консультанта и инвестировать деньги в бумажные активы. Для тех, в чьей речи и мыслях встречаются слова бедных людей, акции, облигации, взаимные инвестиционные фонды, ETF, депозиты и страховки, возможно, все же лучше, чем вообще ничего. Активы и пассивы. Богатый папа давал следующее определение активов и пассивов. Активы направляют деньги в ваш карман, пассивы тянут деньги из вашего кармана. Не забывайте, для того, чтобы отличить актив от пассива, надо понять, куда текут деньги, к вам или от вас. Поэтому, например, дом может быть и активом и пассивом. В результате краха 2008 года миллионы людей из квадранта R, работавших по найму, потеряли работу, а вслед за ней и жилье. Только тогда они обнаружили, что их дома это не актив, а пассив. Фейковые активы это реальные пассивы. Миллиарды людей вкладывают деньги в фейковые активы. Программа 401k это фейковый актив, тянущий деньги из вашего кармана годами. Программа IRA фейковый актив, тянущий деньги из вашего кармана годами. Государственная пенсия фейковый актив, тянущий деньги из вашего кармана годами. Взаимные инвестиционные фонды – фейковый актив. То же самое можно сказать об акциях, облигациях, ETF и банковских депозитах. Все это – деривативы. Инвестиционные фонды взимают с вас всевозможные сборы и проценты, которые делают богатых еще богаче, а вас беднее. Инсайдеры знают, что тот, кто пользуется услугами инвестиционных фондов, вкладывает 100% своих денег, несет 100% риска, но получает в виде прибыли менее 20%. Повторюсь, что инвестиционные фонды и ETF, являющиеся деривативами – фейковыми активами, лучше всего подходят рядовому вкладчику – пассивному инвестору без настоящего финансового образования. Вся проблема в данном случае заключается в том, что при очередном крахе ваши семейные деньги могут исчезнуть, как это уже произошло в 2008 году. Не забывайте, активы направляют деньги в ваш карман, пассивы тянут деньги из вашего кармана. Из следующей главы вы узнаете, куда пропадают все деньги, когда рушатся рынки. Ваши вопросы и ответы Роберта. Вопрос. Вы говорили о том, что делаете то, чего Бог хочет от вас. Какие знаки, полученные от Бога, позволяют вам думать, что вы совершаете угодные Ему поступки? Бруно Т. Франция. Ответ. Я не утверждаю, что Бог беседует со мной. Я также не настолько тщеславен, чтобы заявлять, что Бог избрал меня для этой деятельности. Только чрезмерно самонадеянный человек может решить, что ему известны помыслы Бога. Я искренне сомневаюсь в том, что человеческий разум способен сравниться с божественным, если Бог существует. Баки Фуллер сказал мне, что для зарабатывания денег я должен делать то, о чем мечтает большинство людей, и при этом любить то, что я делаю. Я делал то, что мне нравится. Я был предпринимателем, у меня была собственная компания, я был в ней боссом и сотрудничал с самыми известными рок-группами в стране. Я бывал у них за кулисами, и мне это нравилось. И нравилось моему эго. Это было весело. Я жил в эксклюзивном кондоминиуме на побережье Вайкики. У меня были фабрики в Корее и на Тайване, а также филиалы по всей территории Соединенных Штатов. Я ездил на мотоцикле Харли Дэвидсон и на кабриолете Мерседес, назначал свидание красивым женщинам. Короче говоря, я был очень крутым. Но в глубине души я понимал, что моя деятельность мало что дает миру. Богу совсем не обязательно было говорить мне, что мои продукты не делают этот мир лучше. Я это знал и сам. Так себе продукты, выпускаемые так себе компанией. По предложению Фуллера я задал себе вопрос, чего бы, по моему мнению, Бог мог желать от меня. Фуллер, будучи футуристом, постоянно изучал эволюцию эволюции. Он спрашивал себя, какие планы у Бога насчет человечества, планеты, будущего. Фуллер верил, что человечество – это рассчитанный на миллионы лет эксперимент Бога, затеянный им, чтобы проверить, что оно построит на земле – царство Божие или преисподнюю. Он также был уверен, что люди проходят финальную проверку, и если им не хватит ума, они уничтожат сами себя и нашу крошечную планету. После ликвидации человечества и планеты, Бог, по словам Фуллера, даст земле возможность исцелиться. На ней вновь появится жизнь, и Бог заселит ее новым видом приматов, после чего начнется новый цикл эксперимента, который также продлится много миллионов лет. В подходах Фуллера к жизни время измерялось миллионами лет. Обычные же люди измеряют его десятками лет. Вот почему предсказания Фуллера отличаются такой точностью. Он смотрел на будущее с позиции Божьего, а не человеческого разума. Если раньше я спрашивал себя, чего мне хочется, то, проведя с ним неделю, начал задавать себе вопрос, чего Бог хочет от меня. Поскольку я ненавидел бедность и сомневался в том, что Бог хочет, чтобы люди жили в нищете, я стал рассматривать финансовое образование как один из возможных путей решения этой проблемы. и начал обучать окружающих тому, чему меня научил богатый папа. Для меня это стало прыжком веры. Баки сам прошел через аналогичный процесс. В какой-то момент он спросил себя, что я могу сделать? Я ведь всего-навсего обычный человек. После этого он прекратил работать за деньги и начал выяснять, чего Бог может хотеть от него и что он в состоянии сделать. Я не знаю, действительно ли Богу более угодно процветание, чем бедность, но именно исходя из этой предпосылки была создана компания Rich Dad. Мы верим в то, что людей надо учить ловить рыбу, а не снабжать их уже пойманной. Вопрос. Считаете ли вы, что существует опасность развязывания новой мировой войны, если события и дальше будут развиваться подобным образом? Мелинда Г. Австралия Ответ. Да, мы уже находимся в состоянии войны. Она ведется на многих фронтах и на многих уровнях. Сегодня это валютные и торговые войны, терроризм, технологические войны, военные конфликты, информационные войны. Говоря словами Алексиса де Токвилля, любой, кто задумает уничтожить свободу в демократической стране, должен знать, что война для него – это самый надежный и прямой путь к успеху. Я боюсь, что Америка, в которой я родился, безвозвратно ушла, как и американская мечта. Я боюсь, что мы переживаем переломный момент. Наш мир, о котором писала Айн Рэнд в своей классической книге «Атлант расправил плечи», это мир, которым управляют социалисты и фашистские бюрократы, мнящие себя просвещенными, а настоящие капиталисты, реально создающие все богатства, вынуждены скрываться. Я тоже в определенной степени скрываюсь. Вопрос. Считаете ли вы, что девальвация доллара США и гиперинфляция в конечном счете сорвут маску с элиты и покончат с ее доминированием над 99% населения? Уильям Джо, Швеция. Ответ. Нет. Всегда будут существовать люди, которые хотят доминировать, подавлять, лишать окружающих свободы. Это тот самонадеянный, наглый, алчный и высокомерный тип людей, который описывал Фуллер, говоря о том, что человечество может не выдержать финальной проверки на прочность. Конечной целью человеческой эволюции Фуллер считал состояние, когда вы и я будем работать не для себя, а для всего мира, который, в свою очередь, будет работать для каждого, а не только для тех, у кого есть образование и деньги. Хочу еще раз процитировать Алексиса Детаквиля. Величие Америки заключается не в большей просвещенности по сравнению с другими нациями, а в том, что она способна исправлять свои ошибки. Америка утратила свое величие, когда Федеральный резерв начал грабить мир, печатая триллионы долларов в 1998-2008 годах и сегодня. Америка утратила моральный ориентир, печатая деньги ради защиты богатых, уничтожая средний класс и загоняя образованных людей в нищету. Система образования играет роль сообщника в этом процессе ограбления богачами остального человечества и уничтожения окружающей среды во имя зарабатывания фейковых денег. Глава 15. Кто забрал мои деньги? Как пенсионная система и фейковые активы делают бедняков и средний класс еще беднее? Начиная с 2008 года, четыре крупнейших центральных банка напечатали свыше 9 триллионов долларов в целях спасения мировой экономики. Куда пошли все эти деньги? Кто их получил? Досталось ли вам хоть что-то? И почему такое бедственное положение сложилось с пенсиями? Угрозы мировой экономики Я пишу эти строки в конце 2018 года и на данный момент мировой экономике серьезно угрожают четыре обстоятельства. Первое. Растущие процентные ставки. После 2008 года центральные банки мира снизили процентные ставки, как никогда раньше. Центральным банкам было нужно, чтобы люди брали деньги в долг. Дешевые кредиты превратили активы всего мира в гигантский пузырь. Акции, облигации, недвижимость, предприятия стали напоминать воздушные шары, наполненные горячим воздухом. Растущие процентные ставки заставят эти воздушные шары приземлиться. Второе. Китай. Китай в опасности. У Китая, пожалуй, наихудшее соотношение долгов и ВВП из всех крупных стран мира. Если рухнет Китай, то рухнет весь мир. Такие страны, как Австралия и Бразилия, экспортирующие сырье в Китай, будут испытывать трудности, когда в Китае начнутся неприятности. Третье. Сильный американский доллар. Когда президент Трамп решил понизить налоговые ставки, в частности для квадранта B, Соединенные Штаты превратились в налоговую гавань, миллиарды устремились в американскую экономику, благодаря чему доллар США сильно окреп. Сильный доллар – это плохо для развивающихся стран, которые брали в долг доллары, поскольку в таком случае их собственная валюта слабеет. В результате, малым странам и их компаниям становится труднее возвращать долги Америке. Четвертое. Пенсии. Как уже говорилось раньше, пенсионные системы во всем мире переживают не лучшие времена. В США программы социального и медицинского страхования находятся на последнем издыхании, и это как раз в тот момент, когда на пенсию выходят миллионы нуждающихся в них бэби-бумеров. Вот факт, с которым многие из вас, видимо, уже знакомы. Самое большое число банкротств в Америке вызвано непомерными расходами на медицинское страхование. В 2030 году, когда к бэби-бумерам придет настоящая старость, больше 85 лет, глобальную пенсионную систему может ожидать коллапс, а ведь тогда у них будет самая большая нужда в деньгах. Я повторю цитаты о нарастающем пенсионном кризисе из предыдущей главы. МВФ предупреждает, самая большая опасность исходит от центрального и местных правительственных пенсионных фондов. Саймон Блэк предупреждает, пенсионный фонд Испании почти полностью опустошен. В Великобритании дефицит общественных пенсионных фондов составляет триллионы фунтов. Даже в консервативной Швейцарии пенсионные фонды обеспечены лишь на 69%, и по нынешним временам это можно считать фантастическим результатом. Мартин Армстронг предупреждает, крупнейший пенсионный фонд Соединенных Штатов и Калифорнии это Калперс, из которого получают пенсии госслужащие. Штат Калифорния находится в очень серьезном финансовом состоянии из-за своей неплатежеспособности. Мы настоятельно рекомендуем нашим клиентам вывести свои деньги из этого фонда, пока еще не поздно. Агентство Рейтерс предупреждает, корпорация по страхованию пенсий может обанкротиться в течение ближайших 10 лет. Это правительственное учреждение, которое должно гарантировать выполнение пенсионных программ за счет страхования пенсий миллионов американских трудящихся. Если миллионы трудящихся вносят триллионы долларов в эти пенсионные фонды, то почему им угрожает банкротство? Кто забирает оттуда деньги? Лучше задать вопрос иначе, почему богатые становятся все богаче? Иллюстрация заменяет тысячи слов. Из графика под названием «Разрыв после уплаты налогов и с учетом инфляции» видно, что деньги уходят от бедных и среднего класса в направлении богатых. Смотрите график на странице 2 в приложении к аудиокниге. Вопрос. Минуточку. Вы хотите сказать, что наши пенсии перераспределяются от бедных и среднего класса к богатым? Ответ. Совершенно верно. Не имея настоящего финансового образования, бедняки и средний класс оказываются в пустоте. Они не понимают, как богатые крадут их благосостояние, используя в качестве инструментов деньги, за которые они работают, налоги, жилье, сбережения и пенсионные счета. Вселенский грабеж. В 1983 году я прочитал книгу Баки Фуллера «Усмешка гигантов». В том году я впервые в жизни начал по-настоящему учиться, пытаясь понять, как гиганты крадут наше богатство. Мне удалось выяснить, что они используют в своих целях наше правительство, систему образования, деньги, религию, банки и Уолл-стрит. Я покажу пять способов, с помощью которых гиганты крадут наше богатство посредством таких инструментов, как деньги, сберегательные программы и инвестиции. Пять причин обнищания бедняков из среднего класса. Причина номер один. Контроль над казино установили игроки. В 1950-е и 1960-е годы завсегдатаями биржи были только азартные игроки. Для финансовых консультантов считалось неэтичным рекомендовать своим клиентам покупку акций. Страхи, оставшиеся после биржевого краха 1929 года и депрессии, продолжавшиеся несколько десятков лет, были еще свежи в памяти поколения, пережившего Вторую мировую войну. В 1950-е, 1960-е годы умные инвесторы для приумножения своих сбережений покупали государственные долговые обязательства. В то время сбережениями занимались и мой бедный папа, и богатый. Копить деньги было надежнее, чем играть на бирже, потому что в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением 1944 года доллар США обеспечивался золотом. Он был резервной мировой валютой, ничуть не хуже золота. В 1971 году Никсон забил последний гвоздь в крышку гроба золотого стандарта. Доллар, как и все правительственные деньги, превратился в долговую расписку. Власть в правительственном казино захватили игроки. Должники оказались в выигрыше, а те, кто копил деньги, проиграли. Нигде в мире система образования не упоминает об этом кардинальном повороте событий в мировой истории. Бедный папа продолжал копить деньги. Для него ничего не изменилось, он рассчитывал на то, что его спасет государственная пенсия. Богатый папа внес изменения в свою жизнь. Он должен был сделать это как предприниматель, так как не мог рассчитывать на зарплату и пенсию от правительства. Где-то в 1973 году богатый папа окончательно сменил направление. Поняв, на что нацелилось правительство, он начал руководствоваться своим правилом номер один. Богатые не работают за деньги. В 1973 году богатый папа понял, что деньги это токсичный актив, предназначенный для того, чтобы красть богатство у тех, кто работает за деньги, экономит и инвестирует их в такие спонсируемые правительством инструменты, как 401k, IRA, акции, паи инвестиционных фондов и ETF. В 1973 году богатый папа порекомендовал своему сыну и мне научиться использовать долги для приобретения активов. Именно поэтому я записался на курсы по недвижимости. После этого я прошел курсы по акциям и облигациям, а также стал сертифицированным финансовым консультантом. Как видно на диаграмме история процентных ставок по казначейским долговым обязательствам США, тем, кто придерживался накопительной тактики, неплохо жилось примерно до 1990 года. Смотрите диаграмму на странице 20 в приложении к аудиокниге. После 1990 года процентные ставки начали снижаться, бедняки и представители среднего класса оказались в проигрыше. После 1990 года азартные игроки, возглавляемые Федеральным резервом, крупными банками и казначейством США, начали печатать все больше денег, чтобы спасти себя и своих богатых друзей. Печатание денег делало бедняков и людей среднего достатка беднее, потому что фейковые деньги порождают инфляцию и жизнь от этого становится дороже. Повторим правило номер один богатого папы. Богатые люди не работают за деньги. Повторим урок бедного папы. Хорошо учись, найди надежную работу и работай за деньги, экономь и избегай долгов. Я не послушал своего бедного папу. Краткая история ограбления. После 1971 года выигрыши оказались азартные игроки. Заметьте, как после 1971 года ускорился рост биржевых активов на графике, отражающем 125-летнюю историю индекса Доу-Джонс. Смотрите график на странице 3 в приложении к аудиокниге. В 1970-е годы бизнес-школы начали называть золото варварским реликтом, пользуясь выражением Джона Мейнарда Кейнса. Сегодня большинству обучавшихся по программе MBA и руководителям компаний известны только фейковые деньги и фейковые активы. Они почти ничего не знают о божьих деньгах, золоте и серебре. В 1970-е годы детей бедняков и среднего класса допустили в учебные заведения Лиги Плюща, предназначенные для богачей. В своей книге «Хаос» Стивен Брилл пишет о том, как дети из необеспеченных семей вроде него самого соприкоснулись в университетах с представителями семейств Кеннеди, Буши и Трампов, скапливавших богатство на протяжении многих поколений, владевших компаниями и недвижимостью. Попавшие в лучшие учебные заведения студенты из бедных кругов и среднего класса вроде Барака Обамы, Билла и Хилари Клинтон быстро поняли, что им надо подтянуться до уровня своих богатых однокашников. Заметьте, что все трое получили юридическое образование. Брилл, также окончивший юридический факультет Ельского университета, пишет, что юристы из бедных семей начали изобретать фейковые активы и сложные финансовые деривативы, которые помогали им стать богаче, но при этом отбирали деньги у бедняков и среднего класса. В 1972 году президент Никсон открыл двери в Китай. Трудящиеся стали еще беднее, так как рост зарплат был заморожен, а количество рабочих мест уменьшилось. В 1974 году был принят закон о безопасности пенсионных доходов трудящихся, Эриса. Его протолкнули лоббисты, крупные банки, Федеральный резерв, Уолл-стрит и тысячи других заинтересованных групп, таких как армия, профсоюз учителей и различные некоммерческие организации. Болото, так называет их президент Трамп, которым охота поучаствовать в дележке правительственных налоговых поступлений. Спустя четыре года родилась программа 401k. Эриса, 401k и IRA это продукты, созданные болотом. Эриса проложила путь для 401k, IRA и других пенсионных программ. Она открыла дверь в большое казино фондовой биржи миллионам бедняков и представителей среднего класса, не имевшим никакого финансового образования. Пока лидеры печатали деньги, обирая большинство трудящихся, немногие выходцы из среднего класса, вроде моего богатого папы, сумели извлечь выгоду из тенденции и хорошо заработали, пользуясь образовавшимися пузырями на рынках акций, облигаций и недвижимости. К 1978 году миллионы любителей удалось насильно загнать в гигантские казино банков и Уолл-стрит, которыми владели богачи. Богатый папа называл эти гигантские казино карточными домиками. Карточные домики стали еще неустойчивы в 1999 году, когда был аннулирован закон Гласса Стигала от 1933 года, отделявший коммерческую деятельность банков от инвестиционной. Президент Билл Клинтон и его элитарная банда, возглавляемая министром финансов Робертом Рубиным, бывшим сопредседателем правления Голдман-Сакс и почетным председателем Совета по международным отношениям, вбила очередной гвоздь в крышку гроба среднего класса и бедноты. Вопрос. Почему вы сравниваете отмену закона Гласса Стигала с гвоздем забитым в крышку гроба? Ответ. Отмена этого закона позволила банкирам использовать сбережения вкладчиков для инвестирования в гигантское казино. Когда казино проиграло семейные сбережения, Федеральный резерв и казначейство США выкупили долги казино, спасая богатых за счет разорения вкладчиков. Богатые играли на семейные сбережения и сели в лужу, но они получили свои бонусы, а всем нам пришлось расплачиваться за это посредством налогов. Коллапс карточного домика Но даже все эти злоупотребления, связанные с пользованием чужими деньгами, были бы не столь страшны, если бы они затронули лишь несколько миллионов человек. Но зашатался весь карточный домик. В 1998 году фундамент глобального бумажного казино дал трещину и начался гигантский обвал. После краха 2008 года центральные банки по всему миру и правительство США напечатали около 9 триллионов долларов, чтобы спасти себя и своих друзей. В 2018 году мир оказался в очередном гигантском экономическом пузыре. Акции, облигации и недвижимость чрезвычайно сильно обогатили миллионы игроков. С 1971 по 2018 год игроки оказывались в выигрыше. В то же время бедняки и средний класс, которые упорно работали, копили фейковые деньги и инвестировали их в фейковые активы, управляемые фейковыми менеджерами фондов, обученных в наших лучших бизнес-школах, оказались самыми большими неудачниками. Три гигантских пузыря. Гигантский пузырь номер один. 1998 год обвал рынка в Таиланде. 1999 год обвал хедж-фонда Long Term Capital Management. 2000 год обвал интернет-компаний. Гигантский пузырь номер два. 2008 год обвал деривативов на рынке недвижимости. Гигантский пузырь номер три. 2018 год. Последняя стадия раздутого пузыря. В 2018 году на фоне роста банковских процентов наблюдалось падение на рынках акций и недвижимости. По данным CNBC, за первые шесть месяцев 2018 года сверхбогатые азиаты потеряли свыше 100 миллиардов долларов на депрессивных азиатских рынках. Сообщалось, что в период с первого по 14 октября 2018 года с глобальных рынков капиталов испарилось около шести триллионов долларов. Близок ли конец? Могут ли потрясения 2018 года быть признаком того, что богачи покинули казино? Значит ли это, что все мы опять окажемся в проигрыше спустя десять лет после 2008 года? Три большие волны. В школьные годы я проводил больше всего времени либо на берегу с доской для серфинга, либо глядя из окна класса на океан. Каждый серфер знает, что гигантские волны не приходят поодиночке. Обычно их бывает три. Это значит, что если вы упустили первые две, то надо развернуться и опять плыть в океан, откуда придет третья большая волна. Я до сих пор живо помню свою самую большую волну. Дело было зимой, когда на берега Гавайев накатывают гигантские волны. Мне не стоило лезть в воду, лучше было бы наблюдать за зрелищем с берега. Волны были выше, чем мои навыки в серфинге, но амбиции погнали меня в воду. В тот день я услышал, как какой-то серфер издалека крикнул мне «Выгребай!» Это значило, что я нахожусь слишком близко к берегу, где меня накроет гребень волны. Я сразу же развернул доску в сторону моря и начал лихорадочно грести руками, пытаясь отплыть подальше. Первая волна была высотой с гору. Я с трудом перевалил за ее гребень и в этот момент увидел, как на берег накатывает вторая волна. Когда я был на самом верху, серферы, находившиеся ближе к берегу, все еще продолжали грести. Я знал, что придет и третья гигантская волна. Чтобы она меня не накрыла, надо было оседлать вторую. Взбираясь на вторую волну, я чуть-чуть запоздал. По моим оценкам, в ней было 4-5 метров высоты, а когда ее гребень начал нависать над водой, он поднялся чуть ли не до 6 метров. В этот момент я поднялся и встал на доску. Ноги хотели соскочить с нее, но я уже несся по склону волны и слышал, как гребень обрушивается за моей спиной. Каким-то образом, мне удалось сохранить равновесие и я несся вперед с максимальной скоростью. Добравшись до берега, я соскочил с доски и помчался подальше от воды, пока меня не догнала третья волна. Я до сих пор помню, как эта третья волна, поднявшись над пляжем, разметала оставшихся в воде серферов и подбросила их доски в воздух. Когда меня спрашивают, каким образом я чувствую предстоящие колебания рынка, я отвечаю, я вырос на доске для серфинга. График, почему мы основали компанию Rich Dad, демонстрирует три самые большие финансовые волны в истории. Смотрите график на странице 21 в приложении к аудиокниге. Здесь хорошо видны три пика. На языке биржевых трейдеров такая модель развития ситуации носит название Тройная вершина. Первая вершина приходится на 1998 год, вторая на 2008. Когда придет время Третьей? В историческом плане наступление Третьей вершины знаменует долговременную рецессию, нередко вслед за ней следует глубокий спад. Вопрос, когда наступит гигантский обвал? Ответ, я вырос на Большом острове Гавайев, где сегодня извергается вулкан. Перед каждым извержением отмечались предварительные слабые толчки, которые предупреждали жителей о грядущем бедствии. После извержения или сильного землетрясения мы переживали серию так называемых авторшоков. Сегодня количество предварительных толчков нарастает, но большинство американцев довольны тем, что уровень безработицы низок, а зарплаты растут. Вопрос, что можно считать предварительными толчками? Ответ. Растущий национальный долг и рост объема пособий, отдельные обвалы на рынках облигаций и акций, крупные экологические катастрофы, влекущие за собой рост страховых компенсаций, кибератаки, бесконечная глобальная война с терроризмом, борьба между политическими лидерами, которые готовы применить друг против друга любые средства, вместо того, чтобы решать наши национальные и глобальные А Нерон играл на арфе. Говорят, что когда Рим горел, Нерон развлекался игрой на арфе. График под названием «Разрыв после уплаты налогов и с учетом инфляции» демонстрирует горящую Америку, а наши лидеры тем временем собирают деньги на очередную избирательную кампанию. Подходит ли к концу золотой век азартных игроков? Говорят, что азартные игры это самый надежный способ отдать деньги и ничего не получить взамен. В Евангелии от Матфея говорится «Так будут последние первыми и первые последними». Эта книга написана для тех, кто сегодня возможно в числе последних, но завтра окажется первым. Теперь давайте рассмотрим остальные причины, по которым пенсионные программы и фейковые активы делают бедняков и людей среднего достатка еще беднее. Причина вторая инфляция «Блаженны молодые, ибо они унаследуют национальный долг». Герберт Гувер «Если бы не было гарантированных правительством студенческих кредитов, то плата за обучение в колледжах была бы намного ниже». Гэри Джонсон Забота о следующих поколениях Бэби-бумерам в США жилось прекрасно. Они росли в период самого большого экономического бума в мировой истории. Их детям и внукам поколению Х миллениалы родившемуся после 1982 года и поколению З дети интернета родившемуся после 1995 года предстоит тернистый путь. Миллениалы не просто не имеют работы или работают на условиях неполной занятости, но вдобавок ко всему значительная их часть вступает во взрослую жизнь с бременем кредитов на обучение. Кроме того, в наследство им достается колоссальный национальный долг. Эта финансовая катастрофа унаследована ими от родителей, дедов и прадедов. История бьет по будущим поколениям. Если будущие поколения не изменят коррумпированную систему, то что смогут унаследовать их дети и внуки? За счет продолжающегося роста инфляции правительство может втайне и незаметно конфисковать значительную часть богатства своих граждан. Джон Мейнард Кейнс Лучший способ уничтожить буржуазию средний класс состоит в том, чтобы перемолоть ее в жерновах налогов и инфляции. Владимир Ильич Ленин Инфляция уничтожает накопление, затрудняет планирование и препятствует инвестированию. Это означает снижение производительности и уровня жизни. Кевин Брэди Вопрос Что случится, если правительство не сможет разогнать инфляцию? Ответ Обратная сторона монеты носит название дефляция. При избыточной дефляции США и мировая экономика могут скатиться к очередной Великой депрессии. Вопрос Вы утверждаете, что правительству выгодно, чтобы мы работали за обесценивающиеся доллары, которые стоят все меньше и меньше? Ответ Да. График Покупательная способность глазами потребителя демонстрирует, как инфляция в Соединенных Штатах уменьшает покупательную способность доллара. Смотрите приложение к аудиокниге страница 21. Вопрос Каким образом правительство создает инфляцию? Ответ Существует много способов. Один из них печатание денег. Это их обесценивает, пока правительство и банки продолжают печатать деньги, люди, которые их копят, оказываются в проигрыше, а те, кто делает долги, выигрывают. Помните, что банковская система основана на печатании денег. Данный принцип известен как частичное банковское резервирование. За каждый доллар, положенный вкладчиком на банковский счет, банк имеет право выдать определенную часть в кредит. Если банковское резервирование составляет 10%, то из 10 долларов, лежащих на депозите, он может выдать 9. Если заемщик отнесет их в свой банк, тот, в свою очередь, может выдать из них в кредит 8,1 доллара. Но на самом деле, реальных денег всего 10 долларов. Поэтому, когда среди вкладчиков начинается паника, банки не в состоянии вернуть им их деньги. Спасение банка за счет клиентов Все мы слышали о том, как государство спасает обанкротившиеся банки. В будущем к этой процедуре могут привлекаться и вкладчики. Это значит, что деньги, которые они хранят в банке, могут быть конвертированы в банковские акции. Таким образом, клиент становится инвестором банка. Вот почему целесообразно иметь дома несгораемый сейф, в котором подальше от банка хранятся золото, серебро, наличные деньги и важные документы. Фейковые сейфы У некоторых людей есть фейковые сейфы. Если на такого человека напали грабители, он может выдать им фейковый сейф с фейковыми ценностями, например, поддельными украшениями и поддельными часами роликс. Реальный же сейф по возможности следует держать в специальном хранилище либо замаскировать в стене. Если вам приходится хранить большие ценности, то лучше вообще вывести их в другую страну, но только легально. Многие люди тайно хранят деньги и ценности за рубежом, но делают это с нарушением закона, в результате чего они могут быть конфискованы. Существуют юристы, которые специализируются на легальном выводе ценностей в офшоры. Все, что я вам рекомендую, необходимо делать в рамках закона. Определение денег В первой части книги я уже писал, каким критерием должны соответствовать деньги, чтобы считаться деньгами. Деньги должны сами обладать определенной ценностью. После 1971 года все правительственные деньги стали токсичными и больше не обладали собственной ценностью. По определению, они уже не могут считаться настоящими деньгами. Деньги должны служить единицей измерения ценности. Доллар США в настоящее время признан во всем мире в качестве расчетной единицы. Деньги должны быть средством обмена. Напоминаю, в настоящее время доллар США является международно признанным средством обмена. Вопрос, значит, одна из причин, по которой беднота и средний класс становятся все беднее, заключается в том, что они доверяют правительственным деньгам, в частности доллару США? Ответ, да, после 1971 года все правительственные деньги стали токсичными. Они лишают богатства тех, кто работает за деньги и копит их. Причина номер три. Реальные активы делают богатых еще богаче. Основатель компании Amazon Джефф Безос миллиардер. Вы думаете, он стал миллиардером, потому, что его зарплата исчисляется миллиардами? Медианная зарплата сотрудников Amazon составляла в 2017 году 28 446 долларов. Джефф Безос зарабатывает более 28 446 долларов за 12 секунд. Его годовая зарплата составляет около 1 миллиона 700 тысяч. Хотя годовой заработок Безоса в размере 1 миллиона 700 тысяч долларов невысок формально, его называют самым богатым человеком в мире. Состояние Безоса невообразимо велико, главным образом, потому, что он владеет 80 миллионами акций Amazon. Из графика под названием «разрыв после уплаты налогов и с учетом инфляции» вы сможете понять, почему Джефф Безос так богат. Каждый месяц «какая-то часть из миллиардов долларов, находящихся на пенсионных накопительных счетах, миллионов рабочих и в их зарплатных ведомостях, перетекает в акции Amazon. Джефф становится богаче, хотя его зарплата может и не расти. Урок «денежный поток» это два самых главных слова в мире денег. Каждый месяц деньги с пенсионных накопительных счетов американцев перетекают в карманы Джеффа Безоса и и же с ним. Причина номер четыре Кризисы делают богатых еще богаче. Когда рынок обваливается, а это происходит постоянно, с него вымываются бедняки и средний класс. Когда рынок обваливается, богатые просто берут кредит и скупают акции трудящихся по бросовым ценам. Причина номер пять Финансовая реклама Когда я еще только создавал свою формулу богатства, мне случалось бывать на рекламных презентациях различных финансовых компаний. Они напоминали мне ужины, устраиваемые политиками для сбора средств. Там потенциальные клиенты вроде меня, съев невкусный ужин, слушали затем презентацию какой-нибудь финансовой компании или консультанта. От некоторых из этих презентаций меня едва не тошнило. Я не мог поверить, что люди способны принимать за чистую монету такое откровенное вранье. Вопрос Каким образом богатые могут разбогатеть еще больше в случае банкротства пенсионного фонда? Ответ Здесь все дело в количестве активов, находящихся в управлении фонда. Даже если ваши семейные вложения не дают прибыли, богачи умудряются наживаться на них за счет всяких сборов и Тяжелая процентная обуза инвестиций Одна только мысль о том, что придется отдать до 40% прибыли от инвестиций за управление портфелем и консультацией должна была бы отпугнуть большинство людей. Тем не менее, многие платят эту цену, обращаясь ко взаимным инвестиционным фондам и фондам ETF. NerdWallet 11 мая 2016 года Как 1% комиссии может обойтись миллениалом в 590 тысяч долларов недополученных пенсионных сбережений? Аналитики финансовой компании NerdWallet обнаружили, что в возрасте от 45 до 65 лет потери за счет взимания комиссионных возрастают с 12 до более чем 25%. Все говорят о преимуществах накопительного эффекта сложных процентов, но лишь немногие упоминают об опасности этого феномена, рассказывает Кайл Рамсей, глава инвестиционного и пенсионного отдела NerdWallet. Во что обойдется рекламный ужин? Я посещал многие финансовые презентации. Там выступали эксперты, рассказывавшие о всяких магических формулах, которые могут меня обогатить. На одной из таких презентаций я достал свой калькулятор, внимательно прочитал, что написано в глянцевой брошюре мелким шрифтом и произвел подсчеты, чтобы определить общую сумму всяких сборов и комиссионных, которые мне придется заплатить, если я начну инвестировать в возрасте 35 лет. Цифры меня поразили. Если бы начал вкладывать по 700 долларов в месяц в программу 401k, то заплатил бы в общей сложности свыше 2,5 миллионов долларов в виде явных и скрытых поборов, получая при этом доход в размере 8% годовых. Таким образом, бесплатные ужины на презентациях могут обойтись вам в 2,5 миллиона. Я попросил своего бухгалтера перепроверить расчеты. Закончив работу, он сказал только одно. Хорошо, что вы вовремя ушли. Больше всего меня удивило количество людей, которые не ушли с презентации. Они выстроились в очередь, чтобы подписать договор на проведение личного финансового анализа. Почему они стояли в очереди? Потому что их заворожили доходы этого финансового консультанта. Как я уже говорил, главным показателем финансовой компании является объем активов, находящихся в управлении, а вовсе не рентабельность инвестиций для вкладчика. Та магическая формула, которую предлагал очередной гуру из Нью-Йорка, была не такой уж и магической. Насколько я мог убедиться, доходы, получаемые с ее помощью, совсем не намного превышали индекс S&P 500, а с инвестированием в индекс справился бы и пятиклассник. Еще один эксперт заявлял, что его комиссия составляет всего 1%, но когда я изучил договор, оказалось, что она намного выше. Но и это не остановило людей, готовых отдать не просто сотни или тысячи, а даже миллионы долларов. Вопрос, почему люди так себя ведут? Ответ, большинство рядовых инвесторов ждут, что их инвестиции принесут отдачу, что будет некий прирост капитала, они просто хотят, чтобы их деньги росли, а не убывали. Менее 5% менеджеров фондов способны превзойти среднюю доходность рынка. Однако менеджеры всегда остаются выигрыши, даже если вы проигрываете. Вместо того, чтобы наблюдать за движениями рынка вверх и вниз, было бы лучше присмотреться к комиссиям, которые берут с вас менеджеры фондов. А разновидности всяких поборов можно найти немало. Брокерский сбор. Это может быть взимаемая один раз в год сумма за управление счетом, подписка на проведение исследований с целью поиска наиболее выгодной стратегии трейдинга, либо плата за право допуска на те или иные торговые площадки. Комиссия за операции купли-продажи взимается брокером при покупке или продаже определенных активов, например, акций. Трансакционная комиссия за паи взаимных фондов взимается брокером при совершении операции с паями инвестиционных фондов. Коэффициент расходов ежегодный сбор, взимаемый всеми взаимными фондами, индекс-фондами и фондами ETF в процентном отношении к объему ваших инвестиций. Сбор за менеджмент и консультации обычно выражается в определенном проценте от суммы находящейся в управлении. Сбор за управление программой 401k нередко выплачивается работодателем вкладчика. Сертифицированный финансовый консультант Мой давний друг Джон МакГрегор работал сертифицированным консультантом более 25 лет. Он написал книгу «10 главных причин банкротства богачей». Это книга о реальных ужасных историях, случившихся с богатыми людьми, которые последовали советам финансовых консультантов и все потеряли. Ее должен прочитать каждый, кто вкладывает деньги в пенсионные программы, находящиеся под контролем фондов с активным менеджментом. Джон рассказывает забавную историю о том, как однажды на финансовой презентации ему показалось знакомым лицо выступавшего там эксперта. Присмотревшись, он понял, что этот эксперт вовсе не менеджер фонда, а голливудский актер, не раз снимавшийся до этого в телевизионной рекламе. В тот вечер он всего лишь играл распорядителя фонда. По словам Джона, он чуть не умер со смеху, когда присутствовавшие выстроились в очередь, чтобы отдать актеру свои деньги. Окупаемость комиссий. Я понимаю, что людям нужны деньги. Именно поэтому брокерские фирмы взимают всевозможные комиссии и сборы за консультирование и менеджмент. Я вовсе не завидую им и не оспариваю их право на сборы и комиссионные. Просто инвесторы должны проявлять бдительность, когда слышат слова «в среднем». За средними показателями рентабельности инвестиций и окупаемости комиссий часто скрывается ложь. Анализируйте свои комиссионные. Если вы пользуетесь пенсионными накопительными программами 401k или IRA, в которых основную часть активов составляют паи взаимных фондов, ETF и инструменты денежного рынка, первым делом обращайте внимание на размер комиссионных, а не на проценты доходности. Если у вас плохо с математикой и вам трудно читать то, что написано мелким шрифтом, наймите бухгалтера или юриста, который проанализирует эти данные за вас. Такие суммы со временем могут вылиться в миллионы, а это будет значительно больше, чем расходы на бухгалтера или юриста. Гонорар, который вы выплатите бухгалтеру или юристу за умение читать текст, напечатанный мелким шрифтом, может иметь большую ценность, чем высшее образование. Я трачу большие суммы на подобные услуги. Почему? Потому что отдача от них колоссальна. Я плачу своему консультанту и партнеру в компании Rich Dad Кену МакЭлрею тысячи долларов за советы в сфере инвестирования в недвижимость. Почему? Потому что рентабельность его консультаций выражается бесконечно большой величиной. Кен не взимает комиссионных до тех пор, пока всем инвесторам не будут возвращены их деньги. После этого Кен берет свою долю, а наши с кем бесконечная прибыльность это прямая противоположность фейку. Подробнее мы поговорим об этом в следующей главе. Оправданность высоких комиссионных Переехав с Ким в Феникс больше 20 лет назад, мы решили узнать, кто самый лучший брокер по недвижимости в городе. Для этого нам не потребовалось много времени. Мы познакомились с Крейгом и нам понравились и он сам и его подход к инвестированию. Мы сделали ему предложение, которое делаем всем отличным брокером. Мы предложили больше 6% от суммы заключенных с его помощью сделок, то есть больше обычной ставки агентов по недвижимости. Мы согласились выплачивать ему 10% комиссионных плюс 10% от доходов, если он будет выступать в роли партнера. Позвольте объяснить, почему мы с Ким решили так поступить. Мы заметили, что многие инвесторы пытаются уговорить брокера на меньшие комиссионные. К примеру, за столом переговоров оказываются продавец и покупатель вместе со своими брокерами. Нередко бывает так, что и покупатель и продавец перед тем, как прийти к соглашению, просят брокеров сократить размер своих комиссионных, то есть поработать за меньшую плату, например, не за 6%, а за 3%. Мне непонятно, почему они так поступают. Очевидно, они считают себя самыми умными. Мы с Ким никогда не ведем себя подобным образом. Если уж наш брокер лучший в городе, то мы хотим, чтобы он был нашим партнером. Взгляните на квадрант денежного потока, страница 14 в приложении к аудиокниге. В левой половине квадранта находятся бедняки и средний класс, в правой богатые люди. Большинство людей рассматривают мир с позицией стороны РС. Соответственно, и к брокеру по недвижимости они относятся как к представителю квадранта С. Мы же принадлежим к стороне БИ, и соответственно, хотим, чтобы нашими партнерами тоже были представители квадрантов БИИ. Кенни, наш партнер в квадрантах БИИ, Крейг, наш партнер в квадранте И. Однажды кто-то из моих друзей спросил, каким образом мне удается находить такие отличные объекты инвестирования? Я ответил, относитесь к агенту как к партнеру, а не просто как к брокеру. Благодаря нашим партнерам мы не раз совершали миллионные сделки, мы заработали большие деньги вместо того, чтобы пытаться сэкономить на брокерских расходах, как это делают многие инвесторы. Самый худший совет Несколько лет назад один из друзей предложил нам с Ким сменить бухгалтерскую контору. Мы всегда открыты для хороших предложений и поэтому согласились встретиться с представителем известной по всей стране бухгалтерской компании. Для начала мы договорились, что они проанализируют наши финансовые отчеты. Спустя несколько недель мы назначили очередную встречу. Мы с Ким сидели в комнате переговоров, когда главный бухгалтер объявил. Наш эксперт по финансовому планированию прилетел из Вашингтона, чтобы обсудить ваш инвестиционный портфель. Эксперт, одетый как типичный пижон с восточного побережья, сел за стол, надел очки в черепаховой оправе и заявил, «Я посмотрел ваш портфель, в нем явный избыток недвижимости. Я предлагаю всю ее продать и вложить деньги в акции, облигации и паи инвестиционных фондов». Мы с Ким рассмеялись, решив, что он шутит. Неужели он не смог увидеть, что основную часть наших доходов приносит как раз недвижимость? Но эксперт не смеялся. Он говорил серьезно. Позже я спросил нашего главного финансиста Тома Уилрайта. Он что, не видел, что мы зарабатываем на недвижимости миллионы, не облагаемые налогом? «Все он видел», ответил Том. «Тогда почему он рекомендовал продать всю недвижимость? Он не получает комиссионных с вашей недвижимости?» «На чем же он зарабатывает?» спросили мы с Ким. «На объеме активов, находящихся в его управлении». Сила слов Есть такая пословица «Хоть горшком назови, только в печь не сажай». Из нее следует, что слова, в отличие от дел, якобы не имеют большой силы. Ничто не может быть дальше от истины. Слова обладают колоссальной силой. Каждый может вспомнить случаи, когда слова причиняли боль или доставляли большую радость. Слова могут и вдохновить, и лишить сил. И все мы были обмануты и введены в заблуждение словами. Одна из причин, по которым я бросил учебу по программе MBA, заключалась как раз в словах. Многие из профессоров не использовали в своей речи слова, принятые в мире реального бизнеса. Их слова вытекали из теории, а не из действительности. Последней каплей стал преподаватель бухгалтерского учета. Когда он дал неправильное определение словам актив и пассив, я просто ушел. Вот как определяются актив и пассив по школьному. Актив ресурс, обладающий экономической ценностью и находящийся во владении или под контролем физического лица, корпорации или страны. Не знаю, что вы думаете по этому поводу, но я считаю это определение слишком расплывчатым и двусмысленным, в нем нет ни ясности, ни пользы. Пассив, признанное в законном порядке финансовая задолженность или обязательство, возникшее в ходе деловой активности. Вот почему многие люди, в том числе бухгалтеры, считают активами личное жилище, машину, холодильник. Расплывчатые определения позволяют им лгать самим себе. Поэтому многие говорят, мой дом это мой актив, хотя на самом деле его надо отнести к пассивам. Именно поэтому я замолкаю, когда люди начинают рассуждать о чистой стоимости своих активов. Ведь это понятие основано на лжи, надеждах, мечтах и галлюцинациях. Человек может причислить к активам свой автомобиль, мебель, одежду, дом и даже произведение искусства. Урок богатого папы Он часто говорил, человек, имеющий большой дом и красивую машину, нередко беднее, чем тот, у кого ничего нет. Он может казаться богатым и состоятельным, а на самом деле, уже через месяц его может ждать банкротство, если потеряет работу. Вот почему богатый папа всегда говорил, банк потребует от вас финансовый отчет, а не школьный аттестат с оценками. Отчет отражает ваш финансовый IQ, то есть то, насколько разумно вы обращаетесь с деньгами. Богатому папе нужны были только точные цифры. Их можно было измерить и проверить. Вот почему он учил своего сына и меня, что самые главные слова в бизнесе это денежный поток. Учителя богатого папы Как уже говорилось ранее, богатый папа учился бизнесу у настоящих учителей. Когда ему было всего 13 лет, он взял на себя управление отцовским бизнесом. Его учителями стали банкиры, бухгалтеры, юристы, делопроизводители и так далее. Поскольку ему было только 13, учителям приходилось выражать свои мысли предельно просто. Вот почему он объяснял нам, десятилетним мальчишкам, чтобы понять, с чем вы имеете дело с активом или пассивом, необходимо выяснить, куда текут деньги. Например, если вы сдаете дом в аренду, то деньги текут в ваш карман, значит, это актив. Если вы сами живете в этом доме, то вам приходится извлекать деньги из своего кармана, значит, это пассив. Как следствие, мы вместе с сыном богатого папы усвоили следующее. Актив это то, что кладет деньги в ваш карман. Пассив это то, что вынимает деньги из вашего кармана. Ваш самый большой пассив. С момента рождения вашим самым большим пассивом является тот день, когда вы больше не сможете работать. Если вам повезет прожить долгую жизнь, то со временем она будет становиться все дороже. Именно поэтому, когда на пенсию начали выходить бэби-бумеры, система социального и медицинского страхования оказалась банкротом. Белки инстинктивно знают, что на зиму надо запасаться орехами. Люди не хотят этого понимать. Если человек не способен создать достаточные финансовые запасы, чтобы продержаться на плаву в старости, то зима его жизни может оказаться для него и его семьи такой же суровой, как для белок, у которых до срока заканчиваются запасы орехов. Один мой друг не смог ухаживать за престарелой матерью в домашних условиях. Он нашел заведение, где ей был обеспечен круглосуточный медицинский уход. Пребывание в нем стоит 9000 долларов в месяц. Мать находится там уже 6 лет и может прожить еще долго. Этого они не ожидали. Расходы на содержание матери превышают его месячный заработок. Ему с женой приходится тратить свои пенсионные сбережения. А кто позаботится о вас, когда вы больше не сможете зарабатывать себе на жизнь? В чистой воде рыбу не поймаешь. В одной из предыдущих глав я уже говорил, что после 1971 года деньги стали невидимыми. Люди, не имеющие реального финансового образования, не способны их разглядеть. Большинство людей плавают в мутных водах, ничего не видя вокруг. Не имея финансовых знаний, они не могут отличить активы от пассивов. Поэтому сверхбогатым людям, которые держат под контролем центральные банки правительства Уолл-Стрит, банки, которые слишком велики, чтобы дать им обанкротиться, и элитарные учебные заведения, так легко ловить рыбу в мутной воде. Рыбе, запутавшиеся в гигантских сетях фейковых денег, богачи продают фейковые активы, вроде банковских депозитов, акций, облигаций, паёв инвестиционных фондов и ETF. Для мам и пап годы на пенсии это самый большой пассив, особенно если этот период длится долго. И богачи это знают. Они снабжают пенсионеров фейковыми активами, которые для них самих являются как раз-таки настоящими. Надо только понаблюдать, куда направлены денежные потоки. Идите по следу денег. Чтобы понять разницу между настоящими и фейковыми активами, взгляните на следующие графики и проследите, куда движутся деньги. Смотрите в приложении к аудиокниге «График разрыв после уплаты налогов и с учетом инфляции» страница 2. График «Почему вкладчики оказываются в проигрыше» страница 4. График «Покупательная способность глазами потребителя» страница 21. График «Золото против фейковых денег» страница 4. График «Почему мы основали компанию Rich Debt тройная вершина» страница 21. Квадрант и налоги Если вы внесете в квадрант денежного потока данные о налогах, то мутные воды слегка прояснятся Доля общей массы налогов приходящихся на каждый квадрант R 40% B 20% S 60% И 0% Тот, кто работает за деньги, платит самые большие в процентном отношении налоги Тот, кто инвестирует деньги, отобранные у трудящихся, зарабатывает больше всех и платит самые низкие налоги Худшая финансовая рекомендация Вот почему рекомендация, которую мы часто слышим и которая сводится к тому, что надо хорошо учиться, найти надежную работу, упорно работать, экономить, купить дом, избегать долгов и вкладывать деньги в хорошо диверсифицированный портфель, состоящий из акций, облигаций, паев инвестиционных фондов и ETF, это одна из основных причин положения, отраженного на графике разрыв после уплаты налогов и с учетом инфляции. Если в наших школах не будет настоящего финансового образования, то судьба бедняков и среднего класса станет совсем незавидной. Я хочу задать вам несколько вопросов. Что случится, если эта пропасть станет еще шире? Движется ли мир к двухклассовому обществу, богатых и бедных? Или нас ожидает очередная французская или большевистская революция, война между бедными и богатыми, где неимущие будут все забирать у имущих? Можно ли сократить разрыв между богатыми и бедными? Может ли хоть какая-то финансовая грамотность изменить будущее мира? Да, разрыв можно сократить с помощью финансового образования, но вы должны сами позаботиться о таком образовании для себя и своей семьи. Наша система просвещения контролируется как раз теми людьми, которые предпочли бы, чтобы вода оставалась мутной. Вопрос. Кто контролирует наше образование? Ответ. В 1903 году сверхбогатые люди вроде Джона Рокфеллера приняли участие в создании Совета по всеобщему образованию. Сегодня богачи продолжают контролировать содержание обучения в наших школах. Вот почему в них до сих пор нет реального финансового образования. В заключение. Богатый папа часто говорил, если в банке тебе говорят, что твой дом это актив, это правда, но не вся. Они умалчивают о том, что дом это актив банка, а не твой. То же самое можно сказать о ваших сбережениях, акциях, облигациях, паях инвестиционных фондов, ETF и пенсионных программах. Все это фейковые активы, потому что денежный поток направлен в карманы сверхбогатых людей с помощью аккумулирующего эффекта комиссионных и иных издержек. Все, что от вас требуется, это проследить направление движения денег, и все станет понятно. Легендарный инвестор Джон Богл, основатель фонда Vanguard, говорил, инвесторы вкладывают 100% денег, несут 100% риска, а получают только 33% от доходов. Если инвестиционный фонд разорится, то инвестор потеряет 100%, но если фонд получает прибыль, то инвестору достается лишь 20% от нее, а остальные 80% забирают себе владельцы фонда. Не забывайте, что их главная цель это не забота о деньгах инвесторов, а приумножении денег, находящихся у них в управлении. Надо очистить воду. Одно из любимых выражений Уоррена Баффета звучит так, если вы сели играть в покер и за 30 минут не поняли, кого здесь держат за болвана, то вы и есть тот самый болван. Нам нужна чистая вода, в которой можно разглядеть первое, из чьего кармана вытекает денежный поток, второе, в чей карман он попадает. В этом случае вы поймете, что является реальным активом, а что пассивом. Но самое главное, вы поймете, кто во всей этой истории болван. Если вы хотите научиться видеть направление денежного потока, запишитесь на курсы бухгалтерского учета, где преподают настоящие бухгалтеры. Прочитайте книгу консультанта компании Rich Dad Тома Уилрейта «Богатство без налогов» и получите удовольствие играя в кэшфлоу. Люди учат друг друга. Мы с Ким разработали игру кэшфлоу в 1996 году, чтобы люди могли с ее помощью научиться определять направление денежных потоков. Сегодня в мире существуют тысячи клубов кэшфлоу. Как только вы разберетесь, куда текут деньги, вам будет легче распознать фейковые деньги, фейковых учителей, особенно фейковых финансовых консультантов и брокеров, а также фейковые активы. Но самое главное, вы уже не будете рыбой вслепую плавающей в мутной воде. Из следующей главы вы поймете, что видят богатые люди и как это им помогает стать еще богаче. Ваши вопросы и ответы Роберта. Вопрос. Похоже, что людей сознательно отвлекают отважные темы с помощью телевидения, спорта, фейковых новостей и тому подобное. Может ли очередной кризис привести к тому, что люди окончательно проснутся и поймут, что происходит в действительности? Элли Б. Румыния. Ответ. Надеюсь, что да. Если выражаться финансовым языком, то на мировом рынке на протяжении примерно 70 лет правили быки. Это значит, что рынок постоянно рос после 1944 года, когда состоялась Бреттон-Вудская конференция, доллар стал мировой резервной валютой, а США установили контроль над мировой экономикой. Я подозреваю, что 70-летний период подъема подошел к концу, потому что Америка использовала свой финансовый авторитет, чтобы сделать богатых еще богаче за счет мировой бедноты среднего класса. Это та самая усмешка гигантов, о которой писал Фуллер. Возможно, мы вступаем в период длительного доминирования медведей, а может быть, и коллапса доллара США и новой глобальной депрессии. Богатый папа говорил об экономических переменах, унитаз смоет все ненужное. Для большинства это плохие новости, но они же могут оказаться замечательными для тех, кто осознанно подготовился к жизни в новом мире денег. Вопрос. Многие люди убеждены, что надо раздать людям рыбу, то есть ввести бесплатное образование, бесплатную еду, бесплатную медицину. Что вы думаете по этому поводу? Майкл С. Шотландия. Ответ. Здесь не может быть единственно правильного ответа. Все зависит от того, кто ищет этот ответ. Но правильнее было бы поставить вопрос иначе. Чего Бог хочет от меня? Вопрос. Считаете ли вы, что следующий кризис может закончиться появлением в Соединенных Штатах нового тоталитарного правительства наподобие нацистской Германии 1930-1940 годов? Лидия И. Литва. Ответ. Да. Фашизм это форма правления, где главную роль играют бюрократы. Между бизнесменами и бюрократами существует большая разница. Бюрократы это фашисты, которые устанавливают правила и заставляют всех жить по ним. Бюрократы встречаются во всех сферах жизни. Поймите меня правильно. Правила важны. Мы нуждаемся в них. Например, всем будет лучше, если мы будем ездить по нужной стороне дороги и соблюдать скоростные ограничения. Проблема в том, что бюрократы хотят, чтобы все в мире подчинялись их правилам. Однако большинство бюрократов, как и большинство ученых, не живут в реальном мире денег. Они больше склоняются к социализму и коммунизму, чем к капитализму. Айн Рент писала в своей книге «Атлант расправил плечи» о таком мире, где экономика сломана и ничто не функционирует из-за того, что всем правят бюрократы. Последние из оставшихся капиталистов уходят в подполье, отказываясь подчиняться ничего не производящим бюрократическим паразитам. Глава шестнадцатая Ловля рыбы в чистой воде Фейковые новости и прозрачность Я предлагаю вам несколько газетных заголовков, которые должны заставить задуматься и понять, что соответствует действительности, а что нет. Документы свидетельствуют о том, что Джаред Кушнер годами не платил федеральный подоходный налог. Нью-Йорк Таймс 13 октября 2018 года На протяжении более чем десяти последних лет семейная компания Джареда Кушнера потратила миллиарды долларов, скупая недвижимость. Количество акций, находящихся в его владении, резко возросло. Его личное состояние увеличилось в пять раз. почти до 324 миллионов долларов. Тем не менее, несколько лет подряд мистер Кушнер, зять президента Трампа и главный советник Белого дома, похоже, почти не платит подоходный налог в федеральную казну, как свидетельствуют конфиденциальные финансовые документы, оказавшиеся в распоряжении Нью-Йорк Таймс. Фейковые новости или глупые журналисты? Приведу слова Уоррена Баффета. Чем умнее журналисты, тем лучше для общества. Ведь люди, как правило, читают прессу, чтобы узнать что-то новое для себя, а чем лучше учителя, тем выше общий уровень учеников. Вопрос. Журналисты Нью-Йорк Таймс умные, глупые или просто сознательно проталкивают фейковую историю? Ответ. Возможно, мы никогда этого не узнаем. Если читать только заголовки, то получается, что Джаред Кушнер, муж Иванки Трамп, обычный проходимец, как и его тесть Дональд. Не обладая достаточной финансовой грамотностью, миллионы людей, в том числе и самых образованных, вроде моего бедного папы, скажут «все богатые мошенники». Но вот несколько вопросов, над которыми следует задуматься. Прав ли Баффет? Действительно ли умному обществу требуются умные журналисты? И действительно ли люди читают прессу ради получения информации? Если Баффет прав, а я думаю, что это так, то какое влияние на общество оказывают фейковые новости, антисоциальные социальные сети, журналисты и блогеры, не имеющие финансового образования? Сколько на свете журналистов, которые, как и мой бедный папа, прекрасно образованы, но наивны в финансовом плане и в глубине души уверены в том, что все богатые проходимцы? Нью-Йорк Таймс продолжает «Незначительные суммы налогов Кушнера являются результатом общей тактики снижения налогового бремени, которая год за годом сводится к тому, что его компания демонстрирует миллионные убытки, о чем свидетельствуют документы? Правда, эти убытки существуют только на бумаге. Кушнер и его компания на самом деле не теряют деньги. Видимость убытков создается за счет амортизации. Эта налоговая льгота предоставляется инвесторам в недвижимость и позволяет каждый год вычитать часть стоимости сооружений из налогооблагаемой прибыли. Так, например, в 2015 году Кушнер получил 1 миллион 700 тысяч долларов прибыли от своих инвестиций. Но все эти доходы были перекрыты убытками в размере 8 миллионов 300 тысяч долларов, значительная часть которых приходится на существенную амортизацию недвижимости, что отражено в изученных Нью-Йорк Таймс документах мистера Кушнера и его компании. В этой связи необходимо задать несколько вопросов. Действительно ли журналисты утверждают или пытаются создать у читателя впечатление, будто Джаред Кушнер мошенник? Если исходить из опубликованных данных, то нет, так как далее в статье говорится, ничто в документах не позволяет сделать вывод, что Кушнер или его компания нарушили закон. Каким же образом Кушнер мог получить 1 миллион 700 тысяч долларов прибыли и тут же списать 8 миллионов 300 тысяч в убытке? Если он потерял 8 миллионов 300 тысяч долларов, то почему не заявил о банкротстве? Является ли амортизация какой-то таинственной налоговой уловкой, которой пользуются бессовестные богатые жулики? Или она представляет собой законный и одобренный правительством налоговый стимул, которым может воспользоваться кто угодно, в том числе и журналисты? Амортизация это вполне легальная налоговая льгота, ею могут воспользоваться все, вы, я и даже журналисты. Вопрос, значит, Джаред заработал 1 миллион 700 тысяч долларов, но не заплатил налоги, потому что потерял 8 миллионов 300 тысяч за счет амортизации? Ответ, да. Вопрос, это законно? Ответ, да. Вопрос, выходит, журналисты хотят, чтобы люди считали, будто Джаред и его семья, включая Трампа, мошенники? Ответ, ответить на этот вопрос можете только вы сами. Продолжаем цитировать Нью-Йорк Таймс. Ничто в документах не позволяет сделать вывод, что Кушнер или его компания нарушили закон. Адвокат мистера Кушнера утверждает, что Кушнер заплатил все положенные налоги. Теоретически, налоговые вычеты на амортизацию должны защищать застройщиков от обесценивания недвижимости в результате износа. На практике же эта мера зачастую представляет собой щедрый подарок застройщикам вроде Трампа и Кушнера. Вопрос, почему журналисты используют подстрекательские намеки типа щедрый подарок застройщикам вроде Трампа и Кушнера? Ответ, это типично для желтой прессы. Вопрос, что такое желтая пресса? Ответ, Википедия определяет желтую прессу как печатные издания, распространяемые по достаточно низкой цене и специализирующиеся на слухах, сенсациях, зачастую мнимых, скандалах, сплетнях о жизни известных людей. Вопрос, почему журналисты не удосужились изучить налоговые правила, о которых рассказывает ваш консультант Том Уилрайт. Том пишет, что лишь несколько страниц налогового кодекса посвящены тому, как платить налоги. Большая же часть этого кодекса, насчитывающая тысячи страниц, говорит о том, как на законных основаниях не платить налоги. И это свойственно большинству западных стран. Ответ. В своей книге «Богатство без налогов» и на семинарах, Том объясняет людям вроде вас и меня, что капиталистическое правительство нуждается в партнерах. Капиталистическое правительство в условиях демократии хочет, чтобы граждане вроде вас и меня способствовали его деятельности и вкладывали деньги в нужные ему проекты. Коммунистическое правительство основывается на принципах централизации, а большую часть его проектов возглавляют правительственные бюрократы. В Китае, например, большинство богатых людей это ставленники бюрократов, их друзья или дети. В США свободная рыночная экономика поощряет желание обычных людей и предпринимателей участвовать в проектах, которые нужны правительству, путем предоставления им налоговых льгот. Налоговые стимулы для строительства жилья Например, правительству нужно, чтобы предприниматели строили больше жилья. Поэтому оно вводит для инвесторов в недвижимость налоговые льготы за амортизацию. Налоговые стимулы для создания рабочих мест Правительству также требуются новые рабочие места. Вот почему предприниматели из квадранта Б, у которых в бизнесе занято более 500 человек, платят меньше налогов. В 2018 году Amazon решила подыскать новый город для размещения своей штаб-квартиры. Многим городам хотелось бы иметь у себя тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, поэтому они предложили компании налоговые льготы. Tesla Motors Илона Маска получила налоговые льготы на общую сумму свыше миллиарда долларов за строительство аккумуляторного завода в Неваде. Налоговые стимулы для высокооплачиваемых должностей И Amazon и Tesla нанимают тысячи высокооплачиваемых специалистов. Вообще-то, чем больше компаний платят своим сотрудникам, тем больше налогов собирает государство. Богатые компании притягивают к себе в качестве смежников сотни мелких фирм, а малый бизнес облагается более высокими налогами. Поэтому местные власти предлагают налоговые льготы компаниям вроде Amazon и Tesla, чтобы они открывали свои филиалы во всех городах и штатах США. Крупным компаниям тянутся мелкие, а это означает увеличение количества рабочих мест, строительство нового жилья, школ, развитие инфраструктуры услуг и, как следствие, больше налогов для города и штата. Налоговые стимулы для производителей энергии Цивилизация не может развиваться без энергии. Если энергии не хватает или она становится более дорогой, цивилизация идет на спад. Поскольку правительству нужны новые источники энергии, оно предлагает налоговые льготы предпринимателям, разрабатывающим нефтяные и газовые месторождения. Сегодня Соединенные Штаты уже не так зависят от поставок нефти из-за рубежа. Налоговые стимулы для производителей пищевых продуктов Правительство нуждается в расширении производства продуктов питания, поэтому предоставляет налоговые льготы их производителям. Если люди голодают, возможны бунты. Стимулы о нелазейке Предоставляемые льготы это нелазейки и не ошибки в законодательстве, которые используют бессовестные жулики, как это пытаются изобразить журналисты. Они носят вполне законный стимулирующий характер и доступны всем, включая журналистов. Налоги и налоговые стимулы это двигатель капитализма. Кто платит налоги? Давайте еще раз взглянем на квадрант денежного потока, чтобы получить представление о том, кто платит налоги. Страница 14 в приложении к аудиокниге. Богатые люди вроде Трампа и Кушнера готовят своих детей к жизни в квадрантах Б и И. Видимо, журналисты хорошо учились в школе и усвоили образ мышления и навыки, необходимые для квадрантов Р и С. Они либо представляют желтую прессу, либо просто плавают в мутной воде, не видя ничего вокруг. Их финансовая наивность не позволяет им рассмотреть то, что происходит в квадрантах Б и И. Продолжим цитировать Нью-Йорк Таймс. Законом установлено, что стоимость зданий уменьшается с каждым годом, хотя на самом деле оно зачастую растет. Такая гибкость толкования закона позволяет инвесторам в недвижимость самим определять, в каком объеме они будут платить налоги. Вопрос. Действительно ли инвесторы в недвижимость имеют возможность сами определять объем своего налогообложения и даже не платить налоги? Ответ. Да, профессиональные инвесторы в недвижимость вправе исключить величину амортизации из налогооблагаемых сумм, чего не могут сделать владельцы собственных домов. Вопрос. Почему не все так делают? Ответ. Потому что налоговое законодательство не изучают в школах. Вопрос. А вы изучали налоги в школе? Ответ. Нет, я начал что-то узнавать о деньгах, долгах и налогах в девятилетнем возрасте, работая у богатого папы. Вопрос. Помогло ли вам это задать правильное направление своей жизни? Ответ. Да. Поэтому мы с Ким в 1996 году разработали игру Cashflow, а в 1997 году основали компанию Rich Debt. Мы хотели бы, чтобы все получили на раннем этапе жизни те же стартовые финансовые знания, которые дал мне богатый папа и которые я передал Ким. В 1996 году мы послали свою игру Cashflow в Гарвардский университет, чтобы получить отзыв. Игра была отклонена и возвращена назад. Ее даже не распаковывали. И это было хорошо. Мы получили пощечину, которая нас по-настоящему разбудила. Когда в Гарварде забраковали нашу игру, отвергнув саму мысль о том, что можно учиться на симуляции каких-то действий, мы с Ким поняли, что ошиблись адресом, обратившись к ученым мужам, вроде моего бедного папы. Неудача это оборотная сторона успеха. Потерпев неудачу в Гарварде, мы поняли, кто наши покупатели. Мы поняли, что наши клиенты это не университеты, не школы и не школьные учителя. Люди учат друг друга. Сегодня мы с Ким точно знаем, для кого предназначена наша игра. В 1997 году я написал книгу «Богатый папа, бедный папа». Сначала она вышла в виде простенькой брошюры, рассказывавшей о жизненной истории и объяснявшей важность финансовых отчетов и балансов. Одной из целей ее появления на свет было распространение игры кэшфлоу среди людей, которые хотели учиться, а не среди узколобых профессоров, которым и так были известны ответы на все вопросы. В том же году мы основали компанию Rich Dad. Наша миссия состоит в том, чтобы повысить финансовое благосостояние человечества. Мы знали, что для ее исполнения нам надо идти в обход устаревшей, медленной, скучной, снобистской и потерявшей связь с реальностью системы образования. Наш бизнес-план был прост. Учить тому, чему не учат в школе, денежным проблемам, с которыми приходится сталкиваться каждому человеку в этом мире. Компания Rich Dad специализируется на разработке образовательных продуктов в области финансов, предназначенных для того, чтобы с их помощью люди могли обучать друг друга. Чтобы стать врачом, юристом, продавцом или высокооплачиваемым специалистом, надо окончить специальное учебное заведение. Но если вы хотите стать богатым предпринимателем или инвестором, в этом нет необходимости. На обложке книги «Богатый папа, бедный папа» написано, чему учат детей богатые родители и не учат бедные. Что известно Джареду Кушнеру? Следующий отрывок из статьи в Нью-Йорк Таймс объясняет, чему богатые учат своих детей и что было известно Джареду Кушнеру из того, что не знает беднота и средний класс. Потери Кушнера, происходящие большей частью из амортизационных списаний, обнуляют его доход, подлежащий налогообложению на протяжении большинства лет, в отношении которых мы располагаем документальными данными. Он отчитывался об убытках даже несмотря на то, что покупал недвижимость за заемные средства. Из документов следует, что во многих случаях Кушнер вкладывал менее одного процента от стоимости покупки. Даже такая в общем-то мелочь и то оплачивалась за счет кредитов. Вопрос. Джаред Кушнер брал в долг один процент, который он вносил в качестве предоплаты за недвижимость стоимостью в миллиарды долларов. Значит ли это, что он приобретал миллиарды, не вкладывая свои деньги? Ответ. Да. Здесь возникает так называемая бесконечная прибыльность, то есть деньги из ничего. Этот урок я усвоил еще в 1973 году на первом семинаре по недвижимости. Вопрос. Значит для того, чтобы стать богатым, деньги не нужны? Ответ. Верно. Но для этого требуется настоящее финансовое образование и опыт. С того самого момента, как я понял суть бесконечной прибыльности, я уже никогда больше не произносил слов, я не могу себе этого позволить, у меня нет денег. Вам не нужны деньги, чтобы стать богатым, если вы разберетесь в том, что такое бесконечная прибыльность. Продолжение статьи в Нью-Йорк Таймс. В результате Кушнер, тратя чужие деньги, отчитывался об убытках, и это дает ему возможность получать налоговые льготы в полном соответствии с законом. Уменьшение налогооблагаемых сумм возможно и в других отраслях бизнеса, но обычно там нельзя фиксировать убытки при проведении операций с заемными средствами. Если судить по данным налоговой службы, Кушнер теряет деньги уже на протяжении многих лет. В отличие от людей, работающих за зарплату, владельцы подобных компаний могут отчитываться об убытках с целью снижения налогов. Когда фирма вроде компании Кушнера заявляет, что ее расходы превышают доходы, результатом становится чистый операционный убыток, который может свести к нулю любые налоги компании. В зависимости от размера убытков, можно даже получить возмещение за налоги уплаченные в предыдущие годы или произвести зачет в счет дохода в будущих лет. Вопрос. Итак, кредиты и налоги могут сделать богатых еще богаче? Ответ. Да, но для этого нужны солидное финансовое образование, большая практика и команда чрезвычайно умных консультантов типа Тома Уилрайта. Никогда не забывайте, что в финансовый рай ведет много дверей, но в финансовый ад еще больше. Продолжаем читать статью в Нью-Йорк Таймс. Если бы я мог прожить жизнь заново, то занялся бы недвижимостью, говорит Джонатан Блатмейкер, известный юрист, возглавляющий в настоящее время юридическую контору Pioneer Wealth Partners, которая осуществляла анализ документов Кушнера. Это просто фантастика. Вам предоставляются налоговые вычеты за платежи, которых вы не делали. Вопрос. Получается, что даже очень опытный юрист не представляет себе, как богатые используют кредиты и налоги для того, чтобы становиться еще богаче. Ответ. Верно. Это известно лишь немногим. Далее Нью-Йорк Таймс пишет. Изменения последних лет в налоговом законодательстве ликвидировали эти налоговые льготы для всех отраслей, кроме одной, недвижимости. Вопрос. Вы именно поэтому продали в 2016 году все бумажные активы, акции, облигации, паи инвестиционных фондов и ETF? Ответ. А вы как думаете? Плавание в чистой воде. В другой статье Нью-Йорк Таймс сообщает, что Джаред Кушнер и Иванка Трамп в 2017 году заработали 82 миллиона долларов в виде пассивного дохода и, вероятно, без налогообложения. Людей делают богаче не деньги, а информация. Информация о том, чему не учат в школах. Иллюстрации зачастую предпочтительнее слов. Взгляните на схему на странице 15 в приложении к аудиокниге. Это как раз то, чему учат в школах. Заметьте, от кого и к кому направлены денежные потоки. Так выглядят мутные воды. Так происходит, когда вы внушаете ребенку, что надо хорошо учиться, найти работу, не связываться с долгами и инвестировать на долгосрочной основе. Именно эта мантра мутит воду и делает ее непрозрачной. Становится ли вода чище? В своей книге «Богатый папа, бедный папа» я упоминал об основателе Макдоналдс Рэй Кроки, который выступал в Техасском университете перед группой слушателей курсов MBA. Он попросил аудиторию «Назовите мне область деятельности Макдоналдс». Гамбургера ответил один из студентов. «Нет», возразил ему Крок, «Бизнес Макдоналдс это недвижимость». В фильме «Основатель» очень хорошо проиллюстрирована идея, что основное направление деятельности «Макдоналдс» это недвижимость. «Рич Дэд» занимается недвижимостью. Наша компания «Рич Дэд» также работает в области недвижимости. На каждый заработанный миллион долларов мы берем кредит на 4 миллиона. За счет этого мы увеличиваем пассивный доход и в настоящее время имеем возможность списывать 5 миллионов пассивные убытки за счет амортизации. Как и у Джареда Кушнера пассивные убытки перекрывают доход от других видов бизнеса и мы на абсолютно законных основаниях платим мало налогов или не платим вообще. Вопрос «Налоговое законодательство стимулирует желание инвестировать заемные средства и за счет этого становиться богаче?» Ответ «Да, если бы мы с Ким не инвестировали в недвижимость заемные средства, нам пришлось бы платить налоги». Не забывайте, что начиная с 1971 года доллар превратился в долговую расписку. Если люди прекратят брать долги, деньги исчезнут и экономика рухнет. Вот почему компании, выпускающие кредитные карточки, всеми силами стимулируют желание клиентов приобретать и использовать их, то есть брать деньги в долг. Вот почему основным активом правительства США является задолженность по студенческим кредитам. Долги это деньги. Люди, которые рекомендуют держаться подальше от долгов, фактически подрывают экономику. Вместо того, чтобы всячески избавляться от займов, посетите курсы по недвижимости и научитесь использовать долги и налоги, чтобы становиться богаче. Плавание в чистой воде. А вот как выглядит чистая вода. На схеме «Почему богатые становятся богаче» показано, как богатые ловят рыбу в чистой воде и куда направлены при этом денежные потоки. Смотрите схему на странице 22 в приложении к аудиокниге. Имеющие финансовое образование богатые люди знают, как использовать налоги для приобретения активов, как использовать кредиты для приобретения активов, как реинвестировать прибыли без уплаты налогов, «Почему имеет смысл копить золото и серебро, а не фейковые деньги?» Здесь у вас так не получится. Куда бы мы с Томом Уилрейтом не приехали, каждый раз, когда мы показываем схему, почему богатые становятся богаче, кто-нибудь поднимает руку и говорит, «Здесь у вас так не получится». Мы проводили презентацию этой концепции в Англии, Японии, России, Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Китае и по всем Соединенным Штатам. В конце каждой презентации и подробного разъяснения схемы, кто-то обязательно говорит, «Здесь у вас так не получится». Вопрос, что вы отвечаете людям, которые это говорят? Ответ, мы с Томом отвечаем, «Здесь есть Макдоналдс?» Не имеющие финансового образования люди не могут разглядеть возможность на миллионы долларов, которые находятся у них прямо перед глазами. Продолжим цитировать статью из Нью-Йорк Таймс. «Низкие суммы налогов Джареда Кушнера являются результатом общей тактики снижения налоговой нагрузки путем предоставления отчетов о миллионных убытках, но эти убытки присутствуют только на бумаге. На самом деле ни Кушнер, ни его компания похоже ничего не теряют. Убытки становятся следствием вычетов за амортизацию налоговой льготы, которая позволяет инвесторам в недвижимость уменьшать стоимость своих зданий и таким образом каждый год занижать налогооблагаемые доходы. Не только амортизация Журналисты New York Times сосредоточились только на налоговых льготах за амортизацию. Настоящее финансовое образование позволит получать налоговые льготы за амортизацию, погашение кредита и рост стоимости недвижимости. Смотрите схему доход не облагаемый налогом на странице 22 в приложении к аудиокниге. Амортизация Амортизация представляет собой пассивный убыток, который несут профессиональные инвесторы в недвижимость. Под амортизацией понимается естественный износ имущества в целом и его компонентов, в частности ковровых покрытий, электросетей и других важных составляющих недвижимости. Погашение кредита Выплата кредита со временем уменьшает сумму задолженности и осуществляется квартиросъемщиками и арендаторами недвижимости. Суммы уплачиваемые в погашение кредита могут не облагаться налогами. Один из способов их вывода из-под налогообложения заключается в рефинансировании и повышении суммы задолженности, которую выплачивают арендаторы. Деньги, взятые в кредит в рамках рефинансирования, освобождаются от налогов, поскольку являются задолженностью. Когда семья осуществляет рефинансирование ипотечной задолженности, эти суммы также не облагаются налогами. Вся проблема лишь в том, что ваша семья, это и есть те самые жильцы, которые осуществляют месячные платежи. Миллионы людей обанкротились незадолго до 2008 года, поскольку использовали свои дома в качестве своего рода банкоматов, беря деньги в долг под залог жилья, так как рассчитывали на то, что его стоимость будет повышаться. Когда рынок рухнул, стоимость недвижимости резко упала, и на миллионах семей повесли долги, сумма которых превосходила стоимость домов. Стоимость миллионов домов так и не восстановилась до уровня предшествовавшего 2008 году. В районе, где я живу, за дома, продававшиеся в 2008 году за 4 миллиона долларов, в 2018 году просили от 2 до 3,5 миллионов. После 2008 года многие частные фонды недвижимости и хедж-фонды за бесценок скупили тысячи домов, отобранных у несостоятельных должников. В последнее время цены на них не растут. Рост стоимости Рост стоимости недвижимости мечта любого домовладельца. Миллионы людей до сих пор верят, что цены на жилье будут непрерывно расти. Спекулянты недвижимостью мечтают об обогащении за счет прироста стоимости. Но вся проблема в том, что доходы от перепродажи недвижимости по повышенной стоимости облагаются налогом на прирост капитала. Вот почему я предпочитаю показывать прирост стоимости в отчетах как задолженность, так как сумма долга выводится из-под налогообложения. Но я должен предупредить, долг это заряженное ружье, оно может защитить вас, а может и убить. При очередном кризисе или коллапсе долги, особенно корпоративные, уничтожают финансовое будущее миллионов людей, работающих по найму. Этот коллапс причинит им ущерб, даже если лично у них нет долгов, потому что компании, в которых они работают, отягощены кредитами, которые невозможно будет возвратить. Если миллионы людей потеряют работу, они не смогут позволить себе иметь дома, в которых живут, и автомобили, на которых ездят, потому что ни дома, ни автомобили не являются активами. Я напомню, в 1929 году промышленный индекс Доу-Джонс достиг своего исторического максимума 381 пункт. Из-за последовавшей депрессии понадобилось 25 лет, прежде чем в 1954 году рыночная стоимость акций вновь достигла отметки 381 пункт. Повторение слов богатого человека Здравая мысль, высказанная Уорреном Баффетом, заслуживает того, чтобы ее повторили. Чем умнее журналисты, тем лучше для общества, ведь люди, как правило, читают прессу, чтобы узнать что-то новое для себя, а чем лучше учителя, тем выше общий уровень учеников. Уоррен Баффет имеет дело с бесконечной прибыльностью, он не использует в бизнесе собственные деньги, потому-то он и богат. Значение информации Люди говорят, все богачи проходимцы. Люди, ненавидящие президента Трампа, будут ненавидеть его еще больше, потому что Том объясняет, каким образом Трамп постоянно уходит от налогов и почему это не удается тем, кто работает за деньги. Мы с Ким решили не ввязываться в политику, споры это пустая трата времени и энергии. Мы просто хотим быть богатыми, соблюдая законы, нормы морали и этики. Большинство рядовых инвесторов считают главным фактором обогащения рентабельность вложений. Для богатых людей главным фактором является информация. Та информация, которой не встретишь в школах, в большинстве книг, газет и финансовых публикаций. Если вы хотите плавать в чистой воде, вам нужна ясная информация. Из последующих глав вы узнаете о том, как подготовиться к предстоящему коллапсу, прогнившей монетарной системы, и к будущему, которая ожидает мир денег. Ваши вопросы и ответы Роберта. Вопрос. Как разъяснить людям, что пишущие статьи на финансовые темы и считающиеся экспертами в этой области, могут обладать теоретическими знаниями, но на практике не разбираются в инвестировании и финансовом планировании. Л. М. Испания. Ответ. Я не совсем понимаю вопрос. Вы считаете, что многие финансовые эксперты из академической элиты сами не знают, о чем говорят? Я вам отвечу. Спросите себя, зачем эти люди пишут статьи на экономические темы. Чтобы продать вам что-нибудь. чтобы научить вас чему-то? Чтобы предостеречь вас? Чтобы заработать на вас? Чтобы показаться умным? Вопрос. Каков самый эффективный способ показать миллионам людей, что налоговый кодекс написан для того, чтобы побудить инвесторов вкладывать деньги в то, что требуется правительству? Кажется, это слишком сложная задача. Учитывая отвлекающие факторы, возможно ли вообще доступно изложить такой материал? Роберт К. Исландия. Ответ. Сомневаюсь. Если бы все знали, как и почему богатые получают больше, но платят меньше налогов, это могло бы привести к революции, потому что, к сожалению, слишком малое количество людей имеют доступ к реальному финансовому образованию, которое могло бы помочь им снизить налоговую нагрузку. Не забывайте, что наша система образования, работающих в квадрантах Р и С, а не Б и И. Вопрос. Люди, занимающиеся бизнесом в квадранте Б, имеют много возможностей и стимулов для того, чтобы уменьшить свои налоги до минимума, а иногда и до нуля. У людей, зарабатывающих много денег в квадранте С, таких возможностей нет. Об этом никогда не говорят в СМИ, когда мы слышим о принятии Конгрессом законов в сфере налогов. Почему? Джулия Ха, США. Ответ. Я сомневаюсь, что кукловоды, стоящие за всем этим, хотели бы, чтобы СМИ или система образования просвещали людей в сфере налогов. Я рад, что вы хотите больше узнать о налогах. Желание учиться это первый шаг к знаниям. Я не сторонник обучения людей, которые не хотят учиться. Есть такая старая поговорка «Не учите свиней петь, вы только зря потратите время и разозлите свиней». Глава семнадцатая Конец американского доллара Бум, подъем, крах, коллапс Свою книгу «Путь к руинам» Джеймс Рикардс предваряет цитаты из вышедшей в 1963 книги Курта Вонегута «Колыбель для кошки». Все живем мы на земле, варимся в одном котле. Хорошо. Хорошо. Это очень хорошо. Вопрос. Хочет ли Рикардс этим сказать, что мы все похожи на скот, который согнали в загон на дойку или на убой? Ответ. Думаю, что да. Вопрос. И это делается посредством денег? Ответ. Да. А также с помощью любых финансовых деривативов как производных от денег. Вопрос. Но ведь все так или иначе связано с деньгами. Значит ли это, что вся мировая экономика, цивилизация и сама жизнь оказались в западне? Ответ. Да, это так. Рикардс настоящий учитель. Он чрезвычайно умен, получил образование в лучших учебных заведениях, принадлежит к академической элите. Он юрист, экономист и инсайдер бизнеса. Ранее он работал советником в хедж-фонде Long Term Capital Management LTCM, который потерпел самую крупную финансовую катастрофу в новейшей истории. Развал LTCM прозвучал для него словно звонок будильника и побудил заняться исследованием причин этого краха, глубже заглянуть в мутные воды денег и власти и понять, кто в действительности правит миром. Открытие Рикардса привели его на должность советника в Министерство обороны в преддверии будущих валютных войн, именно так он назвал одну из своих книг, а затем советника директора национальной разведки. Он также тесно сотрудничал со многими людьми и организациями, которые стоят за системой центральных банков, управляющих мировой экономикой. Я называю Рикардса настоящим учителем, потому что он инсайдер среди инсайдеров. Я прочитал книгу «Валютные войны» сразу после ее выхода в 2011 году. Для человека со стороны, который хочет научиться ориентироваться в мире денег, это то же самое, что нацепить маску для ныряния и окунуться в воду. Все его последующие книги еще более информативны. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу божьих денег, то вам непременно надо прочитать вышедшую в 2016 году книгу Рикардса «Золотой запас». Если вы хотите понять, куда движутся США и весь мир, то свет на это прольет его книга «Путь к руинам». Я имею честь работать с Рикардсом над совместными проектами, касающимися финансового образования и разработки финансовых продуктов для нового мира денег, который ждет нас в будущем. Последняя снежинка Для описания грядущего краха и обвала доллара Рикардс пользуется метафорой снежной лавины. Снег годами накапливается на горных вершинах, нависающих над деревней. Вместо того, чтобы с помощью мелких взрывов вызвать сходы нескольких небольших лавин, грозящие загубить туристический сезон, власти продолжают строить заграждения, что позволяет привлекать больше лыжников, но при этом и накапливать запасы снега. Опасность одной, но катастрофической лавины с каждым годом растет. В один прекрасный день крошечная снежинка опускается на горную вершину, и в результате вся деревня оказывается погребенной под тоннами снега. Сравнение с лавиной бытует уже с 1971 года, когда президент Ричард Никсон отменил золотой стандарт для доллара США. После каждого рыночного обвала наши лидеры вместо того, чтобы устранить проблему, печатают еще больше фейковых денег, гора долгов растет все выше и быстрее, а проблема с каждым годом усугубляется. Мир рискует оказаться не под снежной лавиной, а под горой из долгов, фейковых инвестиций и фейковых денег. Не хватает лишь последней снежинки. Конец доллара В 1944 году представители 44 стран собрались на конференцию в Бреттон-Вудсе, чтобы прийти к соглашению относительно новых правил послевоенного устройства международной валютной системы. До Второй мировой войны британский фунт стерлингов был главной величиной в мире денег. Участие в войне вынудило Англию вывести свое золото в Соединенные Штаты, чтобы оплатить военные расходы. К концу войны в США скопилась большая часть мировых запасов золота. Поскольку теперь Соединенные Штаты владели золотом, они обещали, что доллар получит золотое обеспечение. Таким образом, доллар США стал мировой резервной валютой. В 1944 году доллар обладал той же ценностью, что и золото, в буквальном смысле слова. Это была надежная и уважаемая валюта. Но вскоре этому пришел конец. Между 1950 и 1960 Германия, Япония, Англия и некоторые другие европейские страны оправились от разрухи и начали поставлять товары в Соединенные Штаты. Обеспеченные золотом доллары покидали США, и это заставило запаниковать Никсона и его друзей. В 1971 году Никсон нарушил обещание данное в Бреттон-Вудсе, и США начали экспортировать фейковые деньги в обмен на реальные товары, в частности Volkswagen и Toyota. Мир с радостью принимал фейковые доллары до тех пор, пока сохранялась вера в лидеров Соединенных Штатов. После 2008 года эта вера была поставлена под серьезное сомнение. Можно ли считать, что от нее почти ничего не осталось? Близок ли конец? Не слишком ли высока гора долгов? Сможет ли дальнейшее печатание фейковых денег предотвратить сход лавины с этой горы? Возможно, последняя снежинка уже падает с неба? Три типа денег Ранее я уже говорил, что существует три типа современных денег. Первый божьи деньги, золото и серебро. Второй правительственные деньги, доллары, песо, юани, иены, евро. Третий народные деньги, биткоин, эфириум и другие криптовалюты, основанные на технологии блокчейн. Разница между коммунизмом и капитализмом. В основе коммунизма лежит централизованное правительство. В основе капитализма лежат централизованные банки. Центральный банк негативно относится к золоту, так как не может его печатать. Центральный банк негативно относится к биткоину, так как народные деньги не нуждаются в Центральном банке. Центральный банк печатает правительственные деньги. Правительственным деньгам нельзя доверять. Божьим и народным деньгам можно доверять больше, чем тем, которые печатает Центральный банк. Почему? Вопрос. Сколько еще будут существовать фейковые правительственные деньги? Ответ. Я считаю, что недолго. Доллар США раньше обеспечивался золотом и серебром. Когда я учился в школе, это было напечатано на правительственных деньгах. Теперь же на фейковых долларах правительство печатает слова «Мы уповаем на Бога». Если вы считаете, что на Бога приходится часть национального долга, продолжайте верить в правительственные деньги. Деньги завтрашнего дня. Джим Рикардс утверждает, что правительственные деньги в скором времени приобретут форму так называемых специальных прав заимствования, СПЗ. Это очередная разновидность фейковых денег. Но на этот раз их будет выпускать Международный валютный фонд. СПЗ продержится недолго. Это еще более фейковая форма денег, чем прежние. А знаменуют ли СПЗ конец и глобальный коллапс правительственных денег? Думаю, этот вопрос тревожит многих. Главное свойство. В основе правительственных денег лежит доверие. Пока люди доверяют правительствам и центральным банкам, фейковые правительственные деньги, вроде долларов, йен, юаней, песо и евро, находятся в безопасности. Последней снежинкой становится утрата доверия. Как только оно исчезает, доллар обрушивается, и лавина мчится с горы, сметая все на своем пути. Правительственные деньги обречены. У богатого папы было любимое определение денег. Деньги – это идея, которая основана на доверии, измеряет выполненную работу и может служить средством обмена. Возьмите любую строчку, и вам станет понятно, почему правительственные деньги обречены. Деньги – это всего-навсего идея. Они не существуют в реальности. Чтобы деньги существовали, у людей должно быть доверие к лидерам в правительстве и к банкам. Настоящие деньги отражают количество выполненной работы. Для печатания фейковых денег работа не обязательно. Истинные деньги имеют реальную ценность. Фейковые деньги крадут богатство. Вот почему они не имеют собственной ценности. Печатание фейковых денег грабит народ и обесценивает его работу. Выпуск фейковых денег обогащает тех, кто умеет ими манипулировать. Когда народ проснется и утратит доверие, на фейковые правительственные деньги ничего нельзя будет обменять, и лавина долгов сокрушит все, что попадется ей на пути. Финансовое образование – это средство самозащиты против жадности как бедняков, так и богачей. Джон Мейнард Кейнс много десятилетий назад писал, «Капитализм – это удивительная вера в то, что худшие поступки худших людей каким-то образом служат общему благу». А вот несколько цитат о глупости, принадлежащих Дагу Кейси, еще одному настоящему учителю. «Глупость – это неофициальная тенденция к самоуничтожению. Лучшие из двух зол – это все же зло. Противоположностью благодарности является благотворительность». Французский писатель Александр Дюма так отзывался о глупости. «Ум человеческий имеет свои пределы, тогда как глупость человеческая беспредельна». Американский изобретатель и государственный деятель Бенджамин Франклин писал о невежестве. Он был настолько образован, что знал, как называется лошадь на девяти языках, и настолько невежественен, что купил для верховой езды корову. А вот цитата бывшего председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы Бена Бернанке. «Правительство США располагает технологией печатного станка, которая позволяет нам производить практически бесплатно столько долларов, сколько захочется». «Практически бесплатно? Серьезно? Разве Бернанке не был профессором Стэнфорда и Принстона? Уж ему-то стоило бы знать». Неужели Бернанке не вдомек, что печатание фейковых денег означает для миллионов людей потерю рабочих мест, домов, сбережений и надежного финансового будущего? Как выбраться из котла? «Повторю выдержку из колыбели для кошки» Курта Вонегута. «Все живем мы на земле, варимся в одном котле». «Хорошо». «Хорошо». «Это очень хорошо». Напрашивается вопрос, как нам выбраться из общего котла? Многие считают, что ответом было бы возвращение к золотому стандарту. Именно так я и поступил в 1972 году. Если вспомнить 1972 год, то тогда я жил в условиях своего собственного серебряного стандарта. В 1964 году, заметив по краям фейковых серебряных монет медный ободок, я начал обменивать бумажные деньги на свертки серебряных монет, выбирал из них настоящее серебро, а фейковые монеты возвращал в банк. В 2018 году настоящая серебряная десятицентовая монета, выпущенная до 1965 года, стоила около двух долларов. У меня еще сохранились мешочки с настоящими серебряными монетами достоинством 10, 25 и 50 центов. В 1972 году, слетав за линию вражеских позиций в поисках золота, я почуял неладное. У меня возникло подозрение, что нам все врут, и о войне во Вьетнаме, и о деньгах. В 1972 году, будучи в Гонконге, я примерно за 50 долларов приобрел свою первую золотую монету, южно-африканский Крюгерант. Из-за этого я стал преступником. В 1972 году американцам не разрешалось иметь золото в личной собственности. Эта монета хранится у меня до сих пор. Я храню ее не в банке, а в надежном месте за пределами США. Сегодня тот Крюгерант, который обошелся мне в 50 долларов, стоит около 1200 долларов. В 1973 году я посетил первые курсы по недвижимости. Там я узнал о бесконечной доходности, и у меня отпала необходимость в фейковых деньгах. Я нашел настоящего учителя. В том году я бросил учебу по программе MBA. Начиная с 1973 года, я сам установил для себя собственный золотой и серебряный стандарт. Кроме того, я отказался от традиционного образования. Я посещал семинары и читал книги, стараясь отыскать настоящих учителей. Я вкладывал деньги в реальные активы в тех областях, в которых правительство нуждалось во мне как в партнере. Инвестируя в реальные активы, я плачу минимальные налоги или не плачу их вообще, причем на законных основаниях. Федеральный резерв печатает деньги, а я печатаю свои собственные. Меня не касаются ни бумы, ни подъемы, ни падения банков, которые слишком велики, чтобы позволить им обанкротиться, и финансовых компаний на Уолл-стрит. Я использую кредиты, чтобы добиться бесконечной прибыльности и не платить налоги. Пока люди твердят, здесь у вас так не получится, я следую формуле глобального богатства компании Макдоналдс. Вопрос. Вас не беспокоят долги? Ответ. Абсолютно. Вопрос. Как вы с ними справляетесь? Ответ. Я изучаю мировую экономику, учусь у настоящих учителей и компенсирую долги золотом и серебром. Золото и серебро – это моя защита и страховка от глупости правительства и моей собственной. Лучше один раз увидеть. Повторю пару схем из предыдущих глав, чтобы лучше объяснить свою формулу возвращения к золотому и серебряному стандарту. Я коплю золото и серебро, а не правительственные деньги. Схемы формула Макдоналдс и почему богатые становятся богаче помогают понять, как мне удалось выбраться из общего котла. Смотрите приложение к аудиокниге страницы 22-23. Вопрос. Должны ли все следовать вашей формуле? Ответ. Конечно, нет. Я даже прошу вас не делать этого. Существуют лучшие и более простые формулы. Я выбрал свою, потому что мне хотелось поставить перед собой сложную задачу и приобрести большое количество активов. Вы же можете добиться этой цели, став партнером правительства. Вам не понадобятся деньги, и вы сможете на законных основаниях уклониться от налогов. Вопрос. Пользуясь кредитами, вы тоже становитесь партнером правительства? Ответ. Да. Правительство хочет, чтобы люди брали деньги в долг. Поэтому задолженность не облагается налогами. Если люди не будут пользоваться кредитами, то невозможно будет создавать деньги. Например, кредитные карты авиакомпаний предлагают их владельцам бонусные мили и возможность повысить класс полета. Делая такие предложения, авиакомпании становятся партнерами правительства и получают возможность создавать новые деньги. Если я работаю за деньги и затем инвестирую их, то речь идет о долларах, оставшихся после уплаты налогов. Их приходится копить долго, я же предпочитаю инвестировать безналоговые доллары, то есть те, за которые мне не надо было работать. Я пользуюсь кредитом, я помогаю правительству создавать деньги, и оно отвечает мне тем же. Но прежде чем пытаться это делать, обязательно пройдите курсы по недвижимости. Богатый папа всегда говорил, в руках идиота долг оборачивается катастрофой. По миру бродит достаточно идиотов, не будьте одним из них. Лучшая формула золотого стандарта Лучшая формула, позволяющая выбраться из общего котла, разработана Джимом Рикардсом. Сохраняйте свое рабочее место и участие в программе 401k. Покупайте золотые и серебряные монеты и храните их в сейфе вне банка. Рикардс также рекомендует держать вне банка некоторое количество наличных денег. Мы с Ким следуем обоим советам. Держим какую-то часть денег не в банке, а какую-то даже за пределами страны. Вопрос. Но золото очень дорогое, что делать, если у меня недостаточно денег? Ответ. Начните с серебра. В свое время я так и делал. Любой может позволить себе купить серебряную монету примерно за 20 долларов. Серебро в плане инвестирования даже предпочтительнее, чем золото. Вопрос. Почему серебро лучше золота? Ответ. Потому что серебро – благородный металл, используемый в промышленности. Это значит, что оно расходуется, и его становится с каждым днем все меньше. Запасы серебра истощаются. Не ждите. Уверен, что вы слышали такое выражение, не существует никакого времени, кроме настоящего. Я с этим согласен. Начинайте инвестировать прямо сегодня. Вопрос. У меня вложено много денег в акции и другие сбережения. Может, мне стоит подождать подходящей цены на золото и серебро, и только тогда начать их покупать? Ответ. Золото и серебро – это не фейковые деньги и не бумажные активы. Сегодня богатые люди накапливают у себя золото и серебро в натуральном виде. Вопрос. Почему именно в натуральном виде? Ответ. Потому что оно существует в ограниченном количестве. Это реальное золото, доступное всем, в том числе вам и мне. Богатые страны и богатые люди скупают его и держат в специальных хранилищах. Соединенные Штаты и Китай долгое время манипулировали ценами на золото, стараясь держать их на максимально низком уровне, чтобы у Китая была возможность скупить его побольше. Как только Китай накопит достаточное количество золота, он вместе с США будет способствовать росту цены на него. Почему Соединенные Штаты помогают в этом Китаю? Потому что Поднебесная империя обладает долговыми обязательствами США на суммы в несколько триллионов долларов. Если США и дальше будут продолжать печатать фейковые деньги, стоимость этих обязательств снизится. Если Китай начнет продавать американские облигации по демпинговым ценам, экономика США обрушится. Поэтому в интересах Соединенных Штатов сотрудничать с Поднебесной, поддерживая низкие цены на золото, чтобы Китай мог покупать его по дешевке и тем самым компенсировать потери от владения американскими облигациями. В 2016 году МВФ включил юань в число резервных валют для осуществляемых по его линии отдельных проектов. В настоящее время в Китае уже достаточно золота, и США вместе с Китаем могут позволить ценам на него повышаться за счет инфляции. Инфляция погубит американский доллар, но Китай сможет компенсировать свои потери от американских активов за счет роста стоимости золота. Вопрос. Как только свободное золото исчезнет с рынков и лавина придет в движение, насколько быстро цены на него повысятся? Ответ. Джим Рикардс говорит, что для вас и для меня золото окажется недоступным, какой бы ни была цена. Вопрос. Какой величины она может достичь? Ответ. Рикардс произвел подсчеты, сравнив количество находящихся в обращении фейковых долларов и оценив, сколько должно стоить золото, чтобы обеспечить всю эту денежную массу. Согласно его данным, по состоянию на 2017 год, эта цифра составляла бы 10 тысяч долларов за унцию, если бы вам вообще удалось его купить. Вопрос. Богатые начали бы продавать свое золото при таком уровне цен? Ответ. Нет. Если человек по-настоящему богат, у него нет необходимости продавать золото, поскольку ему не нужны деньги. Вспомните статью о Джареде Кушнере. Богатые используют долги вместо денег. Вопрос. Что вы скажете о золотых и серебряных сертификатах ETF? Ответ. В золотых и серебряных сертификатах ETF содержится очень мало драгоценных металлов, если они вообще там есть. Фонды ETF берут золото и серебро в лизинг у банков, а затем действуют по той же системе частичного банковского резервирования, как и в случае с бумажными активами, включая деньги. На каждую взятую в лизинг унцию драгоценного металла ETF продает ничего не подозревающим инвесторам от 50 до 100 унций фейковых бумажных золотых и серебряных сертификатов. Когда вы продаете свои золотые или серебряные сертификаты ETF, фонд возвращает вам деньги, которые уже утратили часть своей стоимости. В то же время настоящие золото и серебро за тот же период поднялись в цене. Помните, что игра больших банков и Уолл-стрит проводится по следующим правилам. «Если орел, то я выигрываю, если решка, ты проигрываешь». В 1972 году я решил выйти из этой игры. Жизнь в деревне под лавиноопасным склоном «Все живем мы на земле, варимся в одном котле». «Хорошо», «хорошо», «это очень хорошо». Сегодня миллиарды людей живут под угрозой схода лавины. Они попали в западню, устроенную центральными банками, которыми владеют сверхбогатые люди. Центральные банки не избирались народом и не несут ответственности перед ним. Вот почему центральные банки считают золото и биткоин угрозой для себя. Если вы установите для себя собственный золотой и серебряный стандарт, прежде чем упадет последняя снежинка и лавина обрушится со склона, это поможет вам отойти подальше от горы. Если лавина разрушит линии электропередач, правительственные и народные деньги окажутся в тяжелом положении. Перестанут работать банкоматы, закроются Уолл-стрит, а народные деньги вообще исчезнут, когда пропадет интернет. Никогда не забывайте, что золото и серебро существовали еще до того, как сформировалась земля, и будут существовать после того, как мы все исчезнем. Вот почему я согласен с Рикардсом, который рекомендует всем держать 10% своего состояния в настоящих деньгах, реальном золоте и серебре, за пределами глобальной электронной банковской системы. Вопрос. А что, если вы ошибаетесь и ничего не произойдет, если не будет никакой глобальной катастрофы и мировая экономика продолжит расти? Ответ. Я очень хотел бы, чтобы мы с Джимом ошиблись, но даже если мы не правы, золото и серебро будут продолжать расти в цене, а стоимость доллара США падать. Вопрос. Почему вы так уверены? Ответ. Для ответа на этот вопрос я предоставлю слово мудрым людям. В своей книге «Валютные войны» Рикардс пишет, главная задача Федеральной резервной системы, начиная с самого момента ее создания в 1913 году, сохранение покупательной способности доллара. Однако после 1913 года доллар потерял свыше 95% своей стоимости. Другими словами, сегодня вам потребуется 20 долларов, чтобы купить то, что в 1913 году стоило 1 доллар. Вольтеру, французскому писателю, историку и философу эпохи просвещения, приписывают следующие слова. Бумажные деньги всегда возвращаются к своей внутренней ценности. К нулю. Джордж Вашингтон, первый президент Соединенных Штатов Америки. Бумажные деньги производят в государстве эффект, который будет им свойственен всегда. Они угнетают честных людей и открывают настежь двери для несправедливости и мошенников всех сортов. Рон Пол, конгрессмен и кандидат в президенты США. Поскольку золото представляет собой честные деньги, его не любят бесчестные люди. Оборотная сторона монеты Сравните приведенные высказывания с тем, что утверждают банкиры. Другую сторону монеты представляет немецкий банкир Майер Амшель Ротшильд. Дайте мне контроль над выпуском денег в государстве, и мне не будет дела до того, кто пишет его законы. Правда, многие утверждают, что Ротшильд никогда не говорил ничего подобного, но источник этого высказывания все равно находится в банковском доме Ротшильдов, который сужал деньгами весь старый свет. Меня часто удивляет, с какой уверенностью люди утверждают то, чего они не могут знать. Возможно, это лишь очередной пример мутных вод и фейковой информации? Не знаю. Вернемся к реальности. Разве не правда, что сверхбогатые люди контролируют поступление денег на рынке? Разве банковская династия Ротшильдов не сохраняет свой контроль над большинством центральных банков мира? Чтобы объективно разобраться в этих вопросах, давайте послушаем Номи Принц. История, которую не рассказывают в Америке. Мы прослушали слова мудрых мужчин. Пора теперь прослушать и мудрую женщину. Автор книги «Коллюзия» Номи Принц, как и Джим Рикардс, является настоящим учителем и инсайдером. Она работала в Лимон Браддерс и Беа Стернс в Лондоне. Была управляющим директором Голдман Сакс. Как и Рикардс, Принц это инсайдер среди инсайдеров. Она видела всю изнанку этой деятельности. В книге «Коллюзия» и в интервью радиостудии «Богатый папа» она поделилась историей, которую не рассказывают в Америке. Это история о темных деньгах. Я называю их фейковыми. Предлагаю вам эту историю в дословном изложении «Принц». Что такое темные деньги? Темные деньги – это деньги, порожденные электронными системами Федерального резерва и других крупных центральных банков мира, распространяемые по крупным частным банкам и финансовым рынкам. Далее их судьбу проследить невозможно. Федеральный резерв вместе с Европейским центральным банком ЕЦБ и Банком Японии БЯ создали почти 15 триллионов долларов темных денег. Если добавить сюда еще Народный банк Китая НБК, то эта цифра вырастет до умопомрачительных 23 триллионов долларов. Темные деньги первым делом поступают в крупнейшие частные банки и финансовые компании. Оттуда они распространяются по бесконечному множеству путей, оказывая воздействие на различные финансовые активы. В чем вред темных денег? Темные деньги представляют собой новую коллюзию между правительствами, центральными и частными банками. Они работают в тандеме, для консолидации в своих руках все большей части и большего количества денег, используя для этого законы, административные ресурсы и оказание взаимных услуг. Темные деньги – это одна из версий фальшивых денег, потому что их источником не служит реальная экономика. Это искусственный стимул для рынков, исходящий из внешних источников. Они могут манипулировать рынками и искажать их деятельность, в результате чего рынки перестают быть как свободными, так и регулируемыми. Почему мы оказались в новых условиях? Центральные банки приобрели большую власть, чем правительство, за счет своей способности создавать огромное количество денег без всяких законных ограничений и лимитов. Рынки, банки и спекулянты теперь испытывают зависимость от центральных банков не только в чрезвычайных ситуациях, но и в ходе обычной деятельности. Вопрос. Как все это понимать? Ответ. Это значит, что кто-то был прав, когда говорил, дайте мне контроль над выпуском денег в государстве, и мне не будет дела до того, кто пишет его законы. Фейковая просьба о деньгах. В 2008 году Хэнк Полсон, занимавший в то время пост министр финансов, а до этого руководивший банком Goldman Sachs, обратился к американскому правительству и народу с просьбой выделить ему 700 миллиардов долларов на выкуп банков, которые слишком велики, чтобы позволить им обанкротиться. Вопрос. Почему вы считаете эту просьбу фейком? Ответ. Потому что она полностью в духе истории, которую описала в книге «Коллюзия» Номи Принц, являвшаяся, как и Полсон, инсайдером Goldman Sachs. Попросту говоря, центральные банки не обязаны спрашивать разрешения на печатание денег. Федеральной резервной системе не нужны были ни Полсон, ни Джордж Буш, ни Конгресс, ни народ, чтобы начать печатать деньги. Вопрос. Таковы новые реалии? Федеральный резерв и мировые центральные банки могут делать все, что хотят, ни у кого не спрашивая разрешения? Ответ. Я полагаю, да. Сегодня сверхбогатые люди не обращают внимания на правила и на то, какая партия находится у власти. Республиканцы или демократы, консерваторы или либералы. Их также не интересует, в какой стране происходит действие – капиталистической, социалистической или коммунистической. Вопрос. Как это могло произойти? Ответ. Закон 2008 года о чрезвычайной экономической стабилизации породил программу по спасению проблемных активов. Закон Дода-Франка о реформировании Уолл-Стрит и закон о защите прав потребителей 2010 года сократили запрашиваемую сумму до 475 миллиардов долларов. Вопрос. Значит, правительство ответило отказом на запрос 700 миллиардов? Ответ. Верно. Законодатели снизили финансовые требования с 700 до 475 миллиардов долларов. Вопрос. И что произошло дальше? Ответ. 11 октября 2012 года бюджетное управление Конгресса в очередной раз снизило эту сумму до 431 миллиарда. Вопрос. А потом? Ответ. А потом сбылись слова Майера Амшеля Ротшильда. Когда правительство сказало нет, центральные банки одержали верх, и игра, как и говорила Принц, продолжилась в новых условиях. Процитируем Принц еще раз. Центральные банки приобрели большую власть, чем правительство, за счет своей способности создавать огромное количество денег без всяких законных ограничений и лимитов. 11 октября 2012 года, когда бюджетное управление Конгресса урезало программу по спасению проблемных активов до 431 миллиарда долларов, сбылись слова Ротшильда. Принц констатирует. Федеральный резерв вместе с Европейским Центральным Банком и Банком Японии создали почти 15 триллионов долларов темных денег. Если добавить сюда еще Народный банк Китая, то эта цифра вырастет до умопомрачительных 23 триллионов долларов. Темные деньги первым делом поступают в крупнейшие частные банки и финансовые компании. Оттуда они распространяются по бесконечному множеству путей, оказывая воздействие на различные финансовые активы. Вопрос. Значит, то, за кого я отдал свой голос на выборах, и то, какая партия победит, на самом деле не имеет никакого значения? Ответ. Я бы предложил вам самому ответить на этот вопрос. Многие люди предпочитают думать, что их голос играет какую-то роль. В своей книге «Коллюзия» принц позволяет вам заглянуть внутрь машины. По крайней мере, вы сможете увидеть оборотную сторону монеты. Сами решайте, какое значение имеет ваш голос. Вопрос. Значит ли это, что финансовые рынки подвергаются манипуляциям? Ответ. Да, да и еще раз да. Когда-то, в старые времена, профессиональные инвесторы могли рассчитывать на то, что свободный рынок сам установит реальную цену на тот или иной актив. Сегодня стоимость активов контролируется мировыми центральными банками. Вопрос. Значит, стоимость активов тоже является фейковой? Ответ. Да. Манипулирование происходит за счет темных денег, обмениваемых за закрытыми дверями вне вашего и моего контроля. Даже ценами на золото и серебро умудряются манипулировать. Вопрос. Но если цена золота подвергается манипуляциям, зачем тогда хранить золото и серебро? Ответ. Я отвечу по-прежнему. Потому что золото и серебро – это божьи деньги. В случае с реальным золотом и серебром отсутствует риск контрагента. Во всех фейковых активах заложен риск контрагента. Риск контрагента означает, что стоимость актива зависит от некой третьей стороны. Например, реальная стоимость доллара США зависит от того, кто возглавляет американское правительство. Цена акции определяется стоимостью выпустившей ее компании. Если вы даете деньги в долг своему Шурину, то стоимость ваших денег зависит от Шурина. Вопрос. Кто является контрагентом, когда мы имеем дело с золотом и серебром? Ответ. Бог. Когда карточный домик центрального банка обрушится, золото и серебро останутся золотом и серебром, потому что это божьи деньги. Из следующей главы вы узнаете, что можно сделать, чтобы подготовиться к лавине и выбраться из общего котла. Ваши вопросы и ответы Роберта. Вопрос. Считаете ли вы, что Джим Рикардс и Номи Принц подвергают свою жизнь опасности, разоблачая эти финансовые махинации? Аманда Э. США. Ответ. Да. Как вам известно, социальные сети часто бывают асоциальными. Вас может атаковать целая толпа людей, обуреваемых праведным гневом. Верховный суд социальных сетей признает вас виновным, и у вас не будет ни малейших шансов доказать свою правоту. И это касается не только Джима и Номи, но и каждого из нас. Вопрос. Считаете ли вы, что правительство США может, как в 1933 году, запретить людям иметь золото в частном владении? Хосе Ф. Никарагуа. Ответ. Сомневаюсь, но наверняка этого никто не может знать. В 2018 году несколько центральных банков начали продавать золото, впервые за последние 10 лет. Если такая купля-продажа выльется в панику, и из-за этого обвалится доллар. То кто знает, что предпримет американское правительство? Вопрос. Сколько еще лет будет сохраняться доверие к доллару США? И как будет выглядеть глобальная экономика, если или когда это доверие пропадет? Дэнэш Т. Венгрия. Ответ. Я не знаю. Мне известно лишь следующее. Американское правительство, экономика и вся жизнь народа основываются на долгах. Программы назначения пособий финансируются автоматически. Каждый день на пенсию выходит 10 тысяч бэби-бумеров. Пенсионные фонды для бэби-бумеров испытывают недостаток финансирования. Соединенные Штаты ведут войны против терроризма, в которых мы никогда не одержим победу. США продолжают заимствовать деньги, чтобы оплачивать свои счета. Искусственный интеллект уничтожит больше рабочих мест, чем Китай. После 2008 года мир прекратил доверять доллару США. Если вы верите, что наши лидеры способны решить эту проблему, продолжайте копить фейковые деньги. Вопрос. Незаметно, чтобы люди полностью осознавали нависшую над ними угрозу, не говоря уже о том, чтобы пытаться как-то устранить эту систему. Убедите нас в обратном. Акира И. Япония. Ответ. Недовольство и разочарование нарастают и распространяются в антисоциальных сетях. Взгляните на рост гражданских беспорядков, например, в сегодняшней Венесуэле. Желания толпы начинают подменять собой закон и порядок. Вопрос. Очевидно, что стоящие в тени банкиры полностью контролируют всех нас. Что должно произойти, чтобы лишить их этого контроля? Ринальдо Ха. Филиппины. Ответ. Банковская система грабила вкладчиков на протяжении тысяч лет. Когда-то вкладчик приносил банкиру золото или серебро, чтобы тот обеспечил их сохранность. Взамен банкир выдавал ему долговую расписку, которая могла использоваться в качестве денег. Банкир же имел возможность дать хранившееся у него золото или серебро кому-нибудь в долг. И так продолжалось раз за разом. Инфляция возникает, когда в стране обращается слишком много денег. Она уменьшает покупательную способность денег. Ценность золота и серебра вкладчика сокращалась по мере того, как банкир умножал их количество, неоднократно передавая хранимые ценности в долг. Так создавалась инфляционная экономика. Сегодня такая система носит название частичного банковского резервирования. В рамках этой системы в банке хранится лишь часть денег вкладчиков в качестве резерва. Большая же их часть раз за разом выдается в виде кредитов разным заемщикам. Это делается для того, чтобы банк мог зарабатывать деньги для себя якобы во имя развития экономики. Теневая банковская система является продолжением системы частичного резервирования. Она заключается в том, что банковские услуги оказываются не индивидуальным вкладчиком, а организациям, причем выходя за рамки правил банковского дела. Экономика развивается лишь в том случае, если физические лица и организации заимствуют все больше и больше денег. И все идет прекрасно, до тех пор, пока экономика сохраняет тенденцию к развитию. Если же какая-то мелкая компания не в состоянии выплатить задолженность, карточный домик рушится, потому что в результате действия системы частичного резервирования и теневой банковской системы сумма долгов оказывается больше, чем существует реальных денег. В Китае теневая банковская система порождает серьезные проблемы. Если рост китайской экономики замедлится, долги невозможно будет вернуть, и в этом случае кризис 2008 года с субстандартными ипотечными кредитами покажется сущей мелочью на фоне китайского краха. В 2008 году банки понизили процентные ставки настолько, что в некоторых случаях они оказались ниже нуля. В то же время банковская система напечатала фейковых денег на триллионы долларов. В результате вкладчики не только недосчитались своих доходов из-за снижения процентов, но и их сбережения потеряли покупательную способность из-за поступивших в обращение триллионов дополнительных долларов. Банкиры, породившие эту катастрофу, были спасены правительством и, кроме того, получили миллиардные бонусы, а самые большие потери в мировой истории понесли вкладчики. Грядущее бедствие будет намного масштабнее кризиса 2008 года, а школы тем временем по-прежнему учат школьников избегать долгов и копить деньги. В 1971 году мир изменился, а система образования осталась прежней. Глава 18. Подготовка к светлому будущему. Вперед к душевному здоровью, богатству и счастью. Почти каждое утро я придерживаюсь мудрого совета, вычитанного в книге Хэла Элрода «Магия утра». Почти каждое утро я занимаюсь йогой около 10 минут, потом 30 минут медитирую, 10 минут читаю духовную литературу и записываю в дневник свои самые сокровенные мысли. Этот утренний час представляет собой самую важную часть моего дня. От него зависит, как я проведу весь день и как сложится мое будущее. Стеклянный потолок. Работающие женщины часто говорят о стеклянном потолке, ограничивающем карьеру. Мужчины нередко считают их менее компетентными, особенно когда речь заходит о деньгах. Слава богу, этот миф постепенно уходит в прошлое. У моей жены Ким нет стеклянного потолка. Будучи предпринимателем, она чувствует себя на равных как с мужчинами, так и с женщинами. Для нее не существует лимитов заработка. Ким ничем не ограничена в своих действиях. Деньги и богатства не признают дискриминации. Они не знают разницы между мужчинами и женщинами, не делят людей по возрасту, образованию и расовой принадлежности. Этим занимаются сами люди. Зачастую люди проявляют дискриминацию даже по отношению к самим себе, когда наружу в них выходит Иуда и говорит «Я никогда не стану богатым» или «Я не учился в колледже, поэтому мне не добиться успеха». Вот почему для меня так важна медитация. Каждое утро я подавляю в себе Иуду и ищу покоя и тишины. У мужчин тоже бывает стеклянный потолок. У них он проявляется в синдроме альфа-самца. Многие исторические события совершены альфа-самцами. Они творили великие дела, но иногда причиняли миру огромный ущерб и совершали преступления против человечества. Порой альфа-самцов называют «большими собаками». Многие мужчины претендуют на то, чтобы их воспринимали как больших собак, грубых, самонадеянных, помпезных. Но это фейк. Такие фейковые большие собаки нуждаются в маленьких собаках, чтобы на их фоне тешить свое хрупкое фейковое эго. Большинство финансовых катастроф в семьях, компаниях, экономике в целом являются следствием их действий, когда они пытаются изобразить из себя по-настоящему больших собак, знающих все о деньгах. Всем нам известны такие фейковые знатоки. Возможно, вы работаете на такую большую собаку или живете с маленькой собакой, которая возомнила себя большой. Фейковые потолки. Любой человек, имеющий амбициозные планы, будь то мужчина или женщина, сталкивался на своем пути со стеклянным потолком или большой собакой. В реальной жизни мы в большинстве своем сами сооружаем над собой фейковый стеклянный потолок и сажаем у дверей фейковую большую собаку, которая преграждает нам путь к счастью, или выпускаем наружу иуду. Следствием этого становятся ограниченный успех, нехватка денег, несбывшиеся повышения в должности, нелюбимая работа, разлад во взаимоотношениях с близкими людьми, неверные решения, отсутствие счастья, вредные привычки, депрессия и многие другие негативные явления. В фейковом стеклянном потолке, как таковом, нет ничего страшного, если вы осознаете его присутствие. Но большинство идиотов даже не догадываются о наличии стеклянного потолка до тех пор, пока не врежутся в него. Я много раз оказывался таким идиотом. Но есть и хорошие новости. В том, чтобы быть идиотом, есть свои преимущества, так как у любой монеты две стороны. Оборотная сторона идиота – это гений. Поэтому, если вы когда-нибудь оказывались в идиотском положении, можете считать, что вы тоже гений. Конец сказки Миллионы людей, достигнув зрелого возраста, продолжают верить в сказки. Вы знаете, что сказкой называется история, которая заканчивается словами «И жили они долго и счастливо». Проблема в том, что у всех сказок есть стеклянный потолок. Например, принцесса Диана, красивая молодая женщина, вышла замуж за настоящего принца, будущего короля Англии. Она родила двух замечательных мальчишек, еще одного будущего короля Англии и его брата – запасного наследника. Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года. Как и многие молодые девушки, она мечтала стать сказочной принцессой, которая выйдет замуж за принца. Настоящего принца. К сожалению, реальная история принцессы Ди из сказки превратилась в кошмар. Ее сказочная жизнь началась в королевской карете, в которой она ехала в день своей свадьбы, а закончилась в разбитом и искореженном Мерседесе в Парижском туннеле. Урок. Даже у сказок есть стеклянный потолок. Может ли ваша жизнь стать сказкой? Могут ли обычные люди вроде вас и меня жить в сказке? Уверен, что да. Но при одном условии. У нас может быть сказочная жизнь, если мы осознаем, что другая ее сторона может обернуться кошмаром. Проснитесь. Могу вас обрадовать. Кошмар – это путь к сказке. Вопрос лишь в том, готовы ли вы проснуться и пережить кошмар в состоянии бодрствования. Здоровье, богатство и счастье. Большинство из нас мечтает о здоровье, богатстве и счастье. Эта глава посвящена тому, как достичь оборотной стороны монеты, то есть сказочной жизни, в которой присутствует духовное здоровье, духовное богатство и духовное счастье. Возможно ли это? Духовное здоровье. Мой кардиолог, доктор Радха Гапалан, на протяжении многих лет убеждал меня начать медитировать, напоминая о том, что врачи и медицина способны дать лишь фейковое здоровье, а для настоящего нужна внутренняя духовность. Радха – настоящий учитель, мой друг и автор книги «Второе мнение», в которой говорится о том, какую мощь может представлять собой сочетание восточной и западной медицины. Эта книга содержит в себе важное послание для всех, кто ценит свое здоровье. На последней трехдневной встрече консультантов Rich Dad Радха возглавил дискуссию о том, как болезнь может привести к здоровью и духовному очищению. Доктор Гапалан не только кардиолог, он занимается еще и акупунктурой. В конце концов, ему удалось сломить мою твердолобость и убедить меня в том, что ради богатства я жертвую своим здоровьем и счастьем. Будучи личностью типа А, я люблю дело, которым занимаюсь. Для меня каждый день – это новая радость. Я ежедневно решаю сложные задачи, и каждый день несет собой стресс, который питает меня энергией. Проблема в том, что мною руководит эго, а не дух, и это мне тоже нравится. Экхард Толли пишет в своей книге «Сила момента сейчас». Пытаешься ли ты попасть в какое-нибудь другое место, отличное от того, в котором находишься сейчас? Является ли большинство твоих действий только средствами достижения цели? Может быть, твоя наиболее полная реализация находится за ближайшим углом и ограничена короткими удовольствиями, такими как секс, еда, выпивка, наркотики или что-то еще захватывающее и возбуждающее? Всегда ли ты сфокусирован на становлении, на том, чтобы чего-то достичь и добиться? Или, напротив, гоняешься за чем-нибудь новым, что тебя возбудит или доставит тебе удовольствие? Веришь ли ты в то, что когда накопишь побольше вещей, то станешь еще более реализованным, достаточно хорошим или психологически целостным? Ждешь ли ты появления на своем пути мужчины или женщины, чтобы кто-то из них придал твоей жизни хоть какой-нибудь смысл? Описывая людей вроде меня, Толя говорит, что они бегут от своего прошлого, потому что надеются на спасение в будущем, хотя это лишь иллюзия. Толя добавляет, обычно будущее это репликация прошлого. Некоторые поверхностные изменения возможны, но случаи реальной трансформации встречаются редко и находятся в зависимости от способности человека, получив доступ к силе момента сейчас, стать в достаточной мере присутствующим для того, чтобы растворить прошлое. До тех пор, пока Радха не убедил меня проснуться, заняться чтением книг, посвященных духовности, а не только финансам, практиковать йогу, посещать тренажерный зал, я был всего лишь маленькой собакой, пытающейся изобразить из себя большую. Жаль потерянного времени. Я не осознавал, что уничтожаю свое будущее здоровье, богатство и счастье, каждый день с головой уходя в работу. Подобно маленькой собаке, мнящей себя большим псом, я работал все усерднее и бился головой о стеклянный потолок, который сам же и соорудил. Я сам превращал свою сказочную жизнь, семейные отношения и бизнес в кошмар. На момент знакомства с Радхой я был по меркам большинства успешным человеком. У меня была прекрасная жена, отличная жизнь, деньги, слава, счастье и хорошее здоровье. Проблема была в том, что мне хотелось большего. Чтобы изменить ситуацию, надо измениться самому. Сегодня я посвящаю первый час каждого дня своему духовному здоровью, богатству и счастью. Под влиянием Радхи я начал поиск новых учителей, на этот раз духовных. На одном из семинаров я познакомился с Хеллом Элродом, молодым человеком, который чуть не погиб, попав в аварию на мотоцикле, но смог вернуться к жизни. Он подарил мне свою книгу «Магия утра» с описанием процесса, который помог ему вновь обрести жизнь, духовное здоровье, богатство и счастье. Прочитав книгу Хелла, я лучше понял, что пытался мне внушить Радха. Пользуясь процессом, описанным в книге, я медленно, но верно начал устранять стеклянный потолок. Живущая во мне маленькая собака уже не пыталась изображать из себя большую. Я начал отдаляться от своего прошлого, ища спасение в будущем. Я явственно видел необходимость перемен и хотел их. Я понял, что любые изменения надо начинать с себя. Должен с радостью сообщить вам, что чудеса начали происходить, когда я прошел через свои кошмары, вместо того, чтобы пытаться от них убежать. Попросту говоря, кошмары помогли мне преодолеть стеклянный потолок. Еще один духовный учитель. Одна из книг, которые я изучал в свои магические утренние часы, носила название «Осознание». Она была посвящена пробуждению и очень понравилась мне, потому что отвечала моей духовной сущности. Энтони де Мелло – настоящий духовный учитель. Я никогда с ним не встречался и знаю его только по книге «Осознание». Энтони де Мелло был членом монашеского ордена иезуитов Бомбеи и внезапно скончался в 1987 году. Если бы он не посвятил себя религии, то наверняка мог бы стать превосходным инструктором в корпусе морской пехоты. Его вдохновляющие и мудрые слова искренне, грубоваты и совершенно неполиткорректны. Я сомневаюсь, что де Мелло пригласили бы в наши дни выступать перед студентами, потому что это могло бы оскорбить чувства и их, и преподавателей. Книга «Осознание» начинается с одной истории. Как-то раз крестьянин нашел орлинное яйцо и подложил его курице на сетке. Орленок вылупился из яйца в одно время с цыплятами и вырос среди них. Он был уверен, что ничем не отличается от домашних кур и вел себя так же, как они. В поисках червяков и букашек он рылся в земле, квохтал и кудахтал. Он хлопал крыльями и пару метров мог пролететь по воздуху. Прошло много лет. Орел состарился. Однажды высоко в небе он увидел великолепную птицу. Почти не двигая мощными золотистыми крыльями, она величаво парила среди всесильных ветров. Старый орел замер в благоговении. Кто это, спросил он? Это орел, царь птиц, ответили ему. Его дом небо. А мы куры. Наш дом земля. Этот орел так и умер курицей, поскольку считал себя ею. Данная история наводит на меня вопрос, который я рекомендую задать себе каждому. Кто вы? Орел, живущий среди кур или орел, пытающийся быть большой курицей? Что такое духовность? Демелло пишет, духовность предполагает бодрствование. На протяжении всей своей жизни большинство из нас беспробудно спит. Люди рождаются, живут, женятся, плодят детей, умирают, и все это во сне. Я хочу, чтобы с самого начала вы уяснили простую вещь. Религия не обязательно связана с духовностью. Давайте пока не будем затрагивать религиозную тематику. Пора проснуться. Вот еще одна история, рассказанная Демелло. Отец стучится в комнату сына. Джеймс, просыпайся. Не хочу, папа, отвечает тот. Тебе пора в школу, вставай, кричит отец. Да не хочу я в школу, отвечает Джеймс. Почему? По трем причинам, говорит сын. Во-первых, там очень скучно. Во-вторых, там меня дразнят. А в-третьих, я эту школу просто ненавижу. Тогда я назову три причины, по которым ты должен идти в школу. Во-первых, это твоя обязанность. Во-вторых, тебе уже 45 лет, а в-третьих, ты директор школы. Вставайте, просыпайтесь. Вы уже выросли. Вы уже достаточно взрослые, чтобы не спать. Проснитесь. Оставьте игрушки детям. Не верьте тому, кто говорит, что он якобы не прочь повзрослеть. Не верьте. Единственное, что нужно людям, это чтобы починили их любимые игрушки. Верните мне жену, возвратите работу и потраченные деньги, верните мне мое доброе имя и прошлые успехи. Вот что им нужно. Снова завладеть своими игрушками. И больше ничего. Это подтвердит любой психолог. На самом деле люди не желают полного исцеления. Они желают лишь утешения. Лечение же доставляет немало мучений. Богатый папа частенько говорил, каждому хочется попасть в рай. Но не каждый готов умереть. Он также говорил, большинству людей хочется денег. На самом деле они не хотят быть богатыми. Работать за деньги легко. На это способен каждый. Стать богатым трудно. Богатый папа постоянно пользовался моделью быть, делать, иметь. Он говорил, между богатством и наличием денег есть разница. Обычно людям не хочется быть богатыми. Им хочется, чтобы у них было много денег. Богатый папа объяснял это так. Мать Тереза богата, ведь ей не нужны деньги, чтобы заниматься своим делом. Экхард Толле в своей книге «Новая земля» пишет, «Эго стремится приравнять владение к существованию. Я владею, значит существую. И чем больше имею, тем больше существую. Эго живет через сравнение. То, как тебя воспринимают другие, превращается в то, как ты воспринимаешь себя. В большинстве случаев чувство самооценки эго связано с тем богатством, которым ты владеешь в глазах окружающих. Они нужны тебе, потому что дают такое самоощущение. И если ты живешь в культурной среде, в значительной мере уравнивающей самооценку с тем, чем и в каком объеме ты владеешь, если, конечно, ты сам не способен смотреть сквозь это коллективное заблуждение, то всю оставшуюся жизнь, ты обречен гоняться за вещами в тщетной надежде отыскать в них собственную ценность и завершенность самовосприятия. Как ты можешь отпустить привязанность к вещам? Даже не пытайся. Это невозможно. Привязанность к вещам уходит сама, когда ты перестаешь искать себя в них. Просто осознай эту привязанность. Это отождествляется с чувством обладания, но удовлетворение от обладания является относительно мелким чувством и живет недолго. Скрытое внутри, оно остается в виде глубокой неудовлетворенности, чувства нецелостности и недостаточности. Говоря, я еще недостаточно имею, это в действительности подразумевает, я еще недостаточен. Еще раз повторю урок богатого папы. Быть богатым – это совсем не то же самое, что иметь много денег и вещей. Вопрос – что значит быть богатым? Ответ – я не знаю. У каждого на этот вопрос свой ответ. Только вы можете на него ответить. Я знаю лишь одно – миллиарды людей хотят иметь больше денег и больше вещей. Моим стеклянным потолком была жившая во мне маленькая собака, которая хотела убежать от бытия и от осознания того, что я еще недостаточно хорош. Именно от нее мне надо было избавиться. К сожалению, деньги и успех не помогут в этом. Они дают только временное облегчение. Магические таблетки. В 1960-е годы по телевизору показывали рекламу, в которой звучал вопрос «Как правильно пишется слово «облегчение»?» В качестве ответа по буквам произносилось название средства от изжоги – R-O-L-E-A-D-S – ROLAIDS. Миллионы людей вскакивали и бежали в аптеку за облегчением. Сегодня во всем мире на людей обрушивается реклама магических таблеток. Она пытается воздействовать на глубинные человеческие желания, потребности и ощущения собственной недостаточности. Предлагаются магические таблетки, которые помогут сбросить лишний вес, быстро разбогатеть, встретить любовь в своей жизни, уволиться и никогда больше не работать, получить ученую степень. Мои любимые магические таблетки – те, что помогают худеть. Я всю жизнь боролся с лишним весом, поэтому меня легко обвести вокруг пальца с помощью фотографий, показывающих человека до и после с подписью «Я принимал эти магические таблетки и сбросил 25 килограммов без всяких диет и упражнений. Посмотрите на меня». Некоторые из снимков были настолько убедительными, что я хватал свою кредитку и заказывал магические таблетки. Но до сих пор ни одна из них не сработала. Я продолжаю бороться со своим весом. Повторю слова Демелла. Они желают лишь утешения, лечение же доставляет немало мучений. Каждой упаковке магических таблеток должны прилагаться диета и упражнения. Лишь это позволит добиться результата. Но без мучений в данном случае не обойтись. Джекпот на миллиард. Людям кажется, что избавление от страданий им дадут деньги. В 2018 году в новостях только и говорили о том, что джекпот в лотерее приблизился к отметке в миллиард долларов. Вскоре после этого величина джекпота быстро перевалила за миллиард. Почему? Потому что миллионы людей стремятся к быстрому решению финансовых проблем, а не к лечению. Им нужна быстрая дорога к богатству. Но именно поэтому многие не достигают ни большого богатства, ни избавления от денежных неурядиц. То же самое произошло, когда все СМИ вдруг заговорили о биткоинах. Тут же миллионы людей стали вкладывать деньги в эту криптовалюту. Я тоже оказался в их числе. Я познакомился с человеком, который согласился продать мне пять биткоинов, приобретенных еще тогда, когда о них никто и не слышал. Мы ударили по рукам, и на этом все закончилось. Продавец и его адвокат загадочным образом исчезли, избавив меня от возможных сожалений о собственной глупости. И дело тут вовсе не в несовершенстве биткоина, а в том, что я оказался в дураках. Я принял решение о покупке только из-за того, что цены начали расти, и мне не хотелось отставать от поезда. Хорошо хоть, что я успел купить всего пять биткоинов, чтобы просто вступить в игру и чему-то научиться, и вам рекомендую поступать так же. Чтобы научиться, надо участвовать. Так же я поступал, начиная покупать золото и серебро, акции и облигации. Потом я приобрел менее известные народные деньги, криптовалюту под названием эфириум. Я тоже начал с малого и постепенно освоил правила игры. Полагаю, что криптовалюта, будучи народными деньгами, поможет людям пробить стеклянный потолок правительственных денег. И тогда маленькие собаки могут вцепиться в задницу большим. Почему люди не просыпаются? Демелло пишет, что путь к духовности лежит через пробуждение. Вы сами знаете, как не хочется просыпаться по утрам. Под одеялом так тепло и уютно. Кто-то вас будет, и кроме раздражения вы ничего не испытываете. Вот почему мудрый учитель никогда не будет спящих. Желая приблизиться к мудрости, я не стану даже пытаться пробудить вас ото сна. Это не входит в мои планы, хоть иногда я и восклицаю, пробудитесь. Моя задача – делать свое дело, вести свою музыкальную партию. Если вы сумеете воспользоваться моим трудом, отлично. Не сумеете – примите мои соболезнования. Как гласит арабская пословица, садовые розы и болотные колючки питает один и тот же дождь. Перевод. Магические таблетки не действуют. Вам не помогут ни гуру, ни новая жена, ни новый феррари. Если вы взглянете на формулу «быть, делать, иметь», то окажется, что глубинная проблема заключается в желании иметь больше. Вопрос. Если облегчение в виде нового феррари, новой жены, более дорогого дома, новых туфель, одежды, большей суммы денег не действует, то как справиться со своим желанием? Как победить в себе мысль «я еще недостаточно хорош»? Ответ. Не забывайте, что слова «я еще недостаточно хорош» принадлежат живущему в вас Иуде, вашему внутреннему саботажнику. Но Иуда – это не вы. Вам надо почувствовать боль, осознать ее, чтобы начать процесс лечения. Не надо пытаться облегчить боль алкоголем, наркотиками, сексом, едой, шопингом. Осознание боли – это тот урок, который содержится во втором мнении Радхи. В силе момента сейчас и новой земле Толле, в магии «Утро Хэла Элрода» и в книге Райана Холидея «Как решают проблемы сильные люди». Эти книги укрепляют дух, который живет в вашем сердце, и помогают одолеть Иуду, который живет в вашем сознании. Вопрос – значит, мой дух – это оборотная сторона монеты? Ответ – да. У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны – смелость и страх, любовь и ненависть. Гений проявляется в том, чтобы не избегать, не игнорировать и не пытаться заглушить боль оборотной стороны монеты, а объединить обе стороны. Когда я приходил к Радхи на очередной осмотр, жалуясь на высокое давление, лишний вес и грозящий диабет, он говорил, подталкивая меня к пробуждению. В болезни лежат истоки твоего духовного здоровья. В бедности лежат истоки твоего духовного богатства. В печали лежат истоки твоего духовного счастья. Урок – осознав свою боль, свои слабости, свои темные стороны и иуду в себе, вы отыщите свою подлинную духовность. Уязвимость психики учащихся Система образования в беде. Она испытывает серьезные проблемы. Она просвещает разум, а не дух. Ранее я уже говорил о книге Стивена Брилла «Хаос». В ней говорится о том ущербе, который наше высшее образование причиняет миру за счет появления очень умных студентов, разлагающих юридическую и финансовую систему, производящих фейковые финансовые активы и обогащающихся за счет ограбления всего остального человечества. В книге «Большой потенциал» Шон Эйкер, выпускник Гарвардского университета «Электор», описывает способы, методы и процессы, с помощью которых современное образование сознательно ограничивает потенциал даже самых блестящих студентов, не позволяя ему раскрыться полностью. Еще одна книга Грега Лукьянова и Джонатана Хайта «Как пеленают американский разум», опубликованная в 2018 году, рисует еще более мрачную картину современного образования. Лукьянов работает президентом Фонда защиты индивидуальных прав в сфере образования. Он окончил американский университет и Стэнфордскую школу права. Его специализация – свобода слова и применение первой поправки к конституции в области образования. Хайт работает профессором и преподает этику лидерства в школе бизнеса Леонардо Штерна при Нью-Йоркском университете. Он защитил докторскую диссертацию по социальной психологии в Пенсильванском университете и на протяжении 16 лет преподавал в Виргинском университете. Книга «Как пеленают американский разум» раскрывает глубинные причины сегодняшней ненависти, злости, нетерпимости и недовольства в человеческом обществе. Например, почему люди спорят вместо того, чтобы дискутировать? Почему растет ненависть и распространяется терроризм? Почему в Америке и во всем мире происходят массовые убийства? Почему республиканцы и демократы нападают друг на друга вместо того, чтобы сотрудничать? И почему в студенческих городках вспыхивают острые разногласия, в ходе которых студенты затыкают рот ораторам, чьи слова кажутся им провокационными и угрожающими? Хайт и Лукьянов констатируют, новым фактором сегодня стала хрупкая психика студентов. Свои исследования они сосредоточили на так называемом поколении интернета по определению социального психолога Джин Твенч, то есть студентах, родившихся после 1995 года, и беспорядках, вспыхнувших в студенческих кампусах в 2014 году. Авторы пишут, многие студенты университетов усваивают искаженные модели мышления, и это повышает вероятность того, что их психика будет более хрупкой, легко уязвимой и подверженной тревожным расстройствам. Прежде чем приступать к написанию книги, авторы опубликовали статью в журнале «The Atlantic», озаглавленную «Споры, ведущие к беде», как студенты усваивают искаженное мышление. На базе этой статьи родилась книга «Как пеленают американский разум». Происходящие процессы описываются в ней следующим образом. В этой статье мы говорили о том, что многие учителя, родители, педагоги детских садов, профессора и администрация университетов непроизвольно привили целому поколению учащихся привычки, свойственные людям с тревожной и депрессивной психикой. Такие модели мышления причиняют непосредственный вред ментальному здоровью учащихся и мешают их интеллектуальному развитию, а иногда и развитию тех, кто их окружает. В некоторых учебных заведениях процветает культура защитной самоцензуры, отчасти в качестве реакции на критику и насмешки из-за любой мелочи со стороны других учащихся. Мы называем такую модель поведения виндиктивной защитой и считаем, что она препятствует участию всех учащихся в открытых дискуссиях, где могли бы обрабатываться важные навыки критического мышления и гражданского несогласия. Вопрос. Что это значит? Ответ. В процессе развития технологий и массового образования насилие, ненависть и противостояние будут, по всей видимости, нарастать. Сегодня преподаватели и учащиеся требуют безопасности. Но хотя физическая безопасность важна, концепция безопасности толкуется шире, предусматривая и безопасность учащихся от воздействия идей, которые могут внести смятение в их умы. Другими словами, речь идет об эмоциональной безопасности, а это означает конец свободе слова. Но хуже всего то, что учащиеся ощущают идеи как фактор угрозы, и эта новая культура позволяет им прибегать к ответным действиям, атаковать и даже совершать насилие по отношению к тем, кто вызывает у них неприятные эмоции. Вот почему нарастает волна насилия. Со свободой слова покончено. Настоящее образование умирает. Как пеленают американский разум, важная книга, особенно если у вас есть дети дошкольного возраста или если вы работаете с представителями поколения интернета, родившимися после 1995 года. Мои друзья, служащие в армии, замечают разительные отличия между поколением миллениалов и поколением интернета. Авторы Хайт и Лукьянов констатируют, что из-за поколения интернета испортили свою репутацию и миллениалы, которых начали воспринимать как ненадежных и агрессивных людей. Проблема в том, что поколения интернета и нынешние учителя заражают все поколения вокруг себя по всему миру. Вопрос. Как же подготовиться к жизни в новом мире? Ответ. Книга «Как пеленают американский разум» предлагает много решений, одно из которых позаимствовано у Насима Талиба, автора книги «Черный лебедь», ставшей бестселлером в 2007 году и финансовой библией для многих профессиональных инвесторов. Талиб – статистик, биржевой трейдер, большой эрудит и профессор, преподающий управление рисками в Нью-Йоркском университете. Он пишет, что многие инвесторы неправильно относятся к риску. В сложных системах и сообществах невозможно предвидеть, что произойдет в будущем, однако мы упорно пытаемся рассчитать степень риска, основываясь на прошлом опыте. И это открывает дверь для черных лебедей – неожиданных событий, к которым мы не готовы. Черный лебедь – непредсказуемое, роковое событие, чаще всего имеющее разрушительные последствия глобального масштаба. Вот почему Джим Рикардс уверен, что представители академической элиты, в частности бывший председатель Федерального резерва Бен Бернанке, не правы. Рикардс и Номи Принц, настоящие инсайдеры, не относящиеся к академической элите, считают, что вводя политику количественного смягчения и печатая все больше и больше денег, мы ослабляем собственное будущее, а не усиливаем его. Бернанке – профессор, посвятивший свою жизнь изучению Великой депрессии. В 2008 году он сделал то, что, по его мнению, Федеральный резерв обязан был сделать в 1929 году – напечатать больше денег. Бернанке двигался вперед, уставившись в зеркало заднего вида. Как говорится, все генералы готовятся к прошлой войне. В 2008 Бернанке вел войну 1929 года. Как пеленают американский разум и вышедшая в 2012 году книга Насима Талиба «Антихрупкость», придерживаются позиции, что в школе учащихся не готовят к будущим черным лебедям, а необратимо разрушают будущее этих людей, делая их более уязвимыми. Талиб предлагает делить людей на три типа. Есть люди хрупкие, как китайский фарфор. Они легко ломаются и не способны восстановиться самостоятельно. Поэтому к ним надо относиться с осторожностью. Другие люди обладают упругостью, как стаканы из пластика. Они способны пережить сильные удары жизни. Родители обычно дают маленьким детям пластиковую посуду. Проблема лишь в том, что пластиковые стаканы ничему не учатся в результате падений или неосторожного обращения. Поэтому они не могут развиваться и становиться сильнее. Некоторым людям свойственна антихрупкость. Им необходимы стрессы, вызовы, тяжелые испытания, чтобы учиться, адаптироваться и развиваться. Очень важно. Устойчивые системы слабеют и становятся уязвимыми и менее эффективными, если не подвергаются испытаниям. Например, наши мышцы от бездействия слабеют, а кости становятся ломкими, так как люди относятся к антихрупким системам. Если человек провел месяц в кровати, его мышцы атрофируются, потому что без нагрузки комплексные системы ослабевают. Когда невротически настроенные родители и школьные учителя всеми силами стараются оградить учащихся от реальной жизни, они только причиняют вред как самим школьникам, так и будущему миру. Вдобавок ко всему, хрупкие личности проявляют склонность к насилию, защищая свое право жить в стороне от реального мира. Свеча и костер Многим людям свойственны устойчивость и сила, но у сильных и устойчивых личностей тоже есть проблемы. Они менее обучаемы, медленнее развиваются и отстают от мира, устремленного в будущее. Напоследок, я познакомлю вас с древней мудростью, которую авторы книги «Как пеленают американский разум» приводят в начале первой главы, озаглавленной «Неправда о хрупкости». Когда небо хочет возложить на человека большую ответственность, оно всячески испытывает его ум страданиями, а сухожилия и кости тяжкой работой. Оно ставит препятствия на пути его свершений, чтобы пробудить разум, укрепить дух и научить тому, в чем он еще не силен. Мэн-дзы, четвертый век до нашей эры. Только так люди становятся орлами. Именно это старался внушить мне Радха, когда говорил, «В болезни лежат истоки твоего духовного здоровья, в бедности лежат истоки твоего духовного богатства, в печали лежат истоки твоего духовного счастья». Куры обладают устойчивостью. Они выживают, но при этом ничему не учатся. Они живут на птичьем дворе и едят то, чем их накормит фермер. Они позволяют фермеру продавать их яйца, содержать в неволе их цыплят и использовать их в качестве пищи. Орлы обладают антихрупкостью. Им нравится непредсказуемость ветров, трудности во вскармливании потомства, свобода полета. Я предлагаю вам несколько вопросов. Кто вы, орел или курица? Кого воспитывают наши школы, орлов или кур? Кого школа сделала из вас? Только вы способны ответить на эти вопросы. Из следующей главы вы узнаете о том, как научиться парить подобно орлам, живя в мире, которым правят куры. Ваши вопросы и ответы Роберта. Вопрос. Я прочитал книгу доктора Гопалана «Второе мнение о медицинских философиях Востока и Запада». Оба подхода положительно сказываются на состоянии нашего здоровья и самочувствия. Как можно эффективно распространить эту информацию среди широких масс, которые не знакомы с данной темой? Моника Б. США. Ответ. Все мы некомпетентны в какой-то области. Никто не способен знать все. Мы способствуем просвещению, делясь с окружающими тем, что прочитали или узнали в жизни. Я рекомендую книгу доктора Гопалана, так как он хорошо знаком как с восточной, так и с западной медициной. Я советую вам прочитать ее. Это поможет распространению знаний. Вопрос. Почему вы считаете, что медицинские знания доктора Гопалана и его общая философия не относятся к мейнстриму современных учений о здоровье? Дипак Джей, Индия. Ответ. Гопалан говорит, в наши дни забота о здоровье это забота о благосостоянии. Подлинная забота о здоровье не нуждается в деньгах. Хорошее здоровье обойдется значительно дешевле, если люди будут следовать рекомендациям Гопалана и сосредоточиться на здоровье, а не на медицине. Вопрос. Можно ли при наличии достаточной практики научиться контролировать своего внутреннего Иуду, как вы его называете? Артуро С. Мексика. Ответ. Нет. Иуда не подвержен контролю. Чтобы уменьшить его влияние на себя, надо внимательно прислушиваться к тому, что он говорит. Как только Иуда поймет, что вы следите за его словами, его влияние пойдет на спад. Глава 19. Как парить вместе с орлами в мире, где правят куры? Возьмите свою жизнь под контроль. Предупреждение. Эта глава может оскорбить чувства тех, кто идентифицирует себя с курами. Как предостерегают Грег Лукьянов и Джонатан Хайт в своей книге «Как пеленают американский разум», эта часть книги может стать спусковым механизмом для психики тех, кто хрупок, словно китайский фарфор. Если вы из таких людей, вам лучше пропустить данную главу. Для тех, кто считает себя орлом и обладает такими качествами, как устойчивость и антихрупкость, последняя глава может оказаться именно тем, что вы искали. Уроки для орлов. В 1972 году я встретил на своем пути вьетнамку, которая торговала золотом. Это была маленькая женщина с красными от постоянного жевания бетеля зубами. Она стала одним из моих самых лучших учителей. Я часто о ней вспоминаю. Отчетливо помню, как в тот день я летел над вражескими позициями, разглядывая разбитую и сгоревшую военную технику, как приземлился на площадку, показавшуюся мне достаточно прочной, как шел через крошечную деревню, улыбаясь и махая рукой местным жителям, которые торговали фруктами, овощами, утками и курами. Жители таращились на меня, удивляясь тому, что невооруженные американские морские пехотинцы, которых каким-то образом занесло на вражескую территорию, спрашивают дорогу к золотым приискам. В тот день я понял, что полет за линию фронта за золотом был глупостью. Это была авантюра. Сегодня же я вижу, что поиски золота были одной из самых умных вещей, которые я сделал в жизни. Вьетнамская женщина стала моим учителем, потому что отказалась дать мне скидку на золото. Она хотела получить спотовую цену, ту, которая сложилась в тот день на мировых рынках золота. В то время я понятия не имел, что такое спотовая цена. У меня за плечами был колледж, но она знала больше меня о золоте и о мире настоящих денег. Я думал о своих папах, богатом и бедном. Я думал о том, что мы, американцы, считающиеся образованной нацией, многого не знаем о деньгах. Почему мы ничего не знаем о золоте? Почему мы остаемся высоко образованными, но бедными людьми? Эта вьетнамка изменила мое будущее. Сегодня мой финансовый фундамент строится на золоте и серебре, божьих деньгах, а не на рукотворных фейковых бумажных купюрах и фейковых бумажных активах. Стабильные деньги стабильный мир? Я часто вспоминаю ту вьетнамку. Интересно, каким мог бы быть наш мир, если бы в школе учили тому, что ей было известно о реальном мире денег? Напрашивается вопрос, если бы у людей были стабильные деньги, стал бы мир более стабильным? Могла бы пропасть между богатыми, бедными и представителями среднего класса не расширяться, а сокращаться, был бы этот мир более справедливым. Что такое духовность? Энтони Демелло писал в своей книге о сознании, духовность предполагает бодрствование. На протяжении всей своей жизни большинство из нас беспробудно спит. Люди рождаются, живут, женятся, плодят детей, умирают. И все это во сне. Отказываясь продавать мне золото со скидкой, вьетнамка на самом деле говорила мне «Проснись, проснись, проснись». В очередной раз взгляните на графики и вы увидите, какие уроки я усвоил, когда проснулся. Смотрите в приложении к аудиокниге «Графики золота против фейковых денег и почему вкладчики оказываются в проигрыше». Страница 4. График «Разрыв после уплаты налогов и с учетом инфляции». Страница 2. График «Промышленный индекс Доу-Джонс». Страница 3. Открытие моей первой золотой шахты. В 1990-е годы я, вдохновленный этой вьетнамской женщиной, начал поиски собственного золотого прииска. В конце концов, мы с партнерами обнаружили одно из самых крупных золотых месторождений в Китае и произвели размещение его акций на фондовой бирже в Торонто. Но как только месторождение начало приносить существенный доход, китайское правительство забрало его у нас. Демелло сказал бы по этому поводу, что я проснулся в реальном мире денег и власти. В книге «Путь к руинам» Джеймс Рикардс пишет «Член палаты представителей Пол Райан протащил в закон о бюджете поправку, расширяющую право голоса Китая в МВФ, впоследствии это способствовало полноценному членству Китая в эксклюзивном клубе стран, управляющих мировой монетарной системой. Этот триумф китайских властей надо рассматривать в связке с маниакальным стремлением Китая с 2006 года приобретать золото, что может быть понято как вступительный взнос в данный эксклюзивный клуб. В публичных выступлениях политики США и других крупных стран пренебрежительно отзываются о золоте. Тем не менее, они накапливают его на тот черный день, когда доверие к бумажным деньгам исчезнет. США хранят более 8 тысяч тонн золота, еврозона более 10 тысяч тонн, а МВФ почти 3 тысячи тонн. Китай, в тихомолку скупивший 4 тысячи тонн золота и продолжающий его скупать, обеспечил себе место за столом наравне с другими странами, обладающими золотом и специальными правами заимствования. Урок «У кого есть золото, тот и устанавливает правила». Это один из уроков, которые преподала мне вьетнамская женщина. Если бы не она, я бы не начал медленно, но верно приобретать реальное золото и серебро и строить тот самый реальный финансовый фундамент, на котором строится наше с ким богатство. Если бы не эта вьетнамская торговка золотом, мой фундамент мог состоять из фейковых денег, фейковых бумажных активов и быть непрочнее карточного домика. В декабре 2017 года Дэвид Стокман, директор административно-бюджетного управления при президенте Рейгане, разослал следующее предупреждение. В самом начале эпохального поворота буквально отовсюду доносится известие о потерях, что прямо противоречит плану Федеральной Резервной Системы по сокращению дефицита и подрывает все основы нашего казино. Близок ли конец? Обратите внимание на следующую статью. Беронс, 15 ноября 2018 года. Возможно, мы находимся в глобальном кредитном пузыре, заявляет один из отцов-основателей индустрии хедж-фондов. Как заявил сегодня Пол Тюдор Джонс, основатель хедж-фонда Тюдор Инвестмент Корпорейшн и один из первопроходцев этой отрасли, на Гринвичском экономическом форуме в Коннектикуте, мы, возможно, находимся в глобальном кредитном и долговом пузыре. Соотношение общей суммы долгов в мире и глобального ВВП достигло максимума всех времен. Не знаю, надо ли срочно искать выход из ситуации, но мы живем в очень нарастущая задолженность превышает имеющиеся экономические возможности. С момента проведения конференции ООН 1944 года по монетарным и финансовым вопросам в Бреттон-Вудсе уровень задолженности, по его словам, нарастал благодаря круговой поруке экономического доверия, создавшегося между центральными банками, которые координировали свою деятельность друг с другом. Эта ситуация сохранялась и во время финансового кризиса, но в настоящее время фундамент дал трещину. Настоящие учителя Дэвид Стокман и Пол Тюдор Джонс настоящие учителя. Их можно назвать орлами, которые видят всю подноготную глобального денежного станка. То же самое можно сказать о Номе Принц и Джеймсе Рикардсе. От них мы слышали похожие предостережения. Подобно героине волшебника изумрудного города Элли, они повстречались с волшебником и теперь знают, что он на самом деле никакой не волшебник. Вьетнамская женщина тоже могла обозревать весь мир из своего крошечного золотого мирка. Именно поэтому она была настоящим учителем. Еще раз взгляните на конус обучения, страница 14 в приложении к аудиокниге. Вьетнамка находилась на высшем уровне. Она занималась реальным делом продавала золото от имени владельцев золотого прииска. Джеймс Рикардс в своей книге «Золотой запас» подтверждает вывод Стивена Брилла о том, что высшее образование начало промывать мозги самым умным и способным студентам уже в 1970 году. Рикардс констатирует, что в 1970-е годы лучшие учебные заведения начали среди студентов кампанию против золота, внушая им, что золотой стандарт это варварский реликт прошлого, как говорил Джон Мейнард Кейнс. В наши дни большинство финансовых экспертов это фейковые учителя. Они выступают с нападками на золото, но очень мало знают о том, что такое настоящие деньги. Все свои знания о золоте они получили в бизнес-школах от фейковых учителей. Большинство сегодняшних финансовых экспертов не орлы, а попугаи, бездумно повторяющие слова, которые внушила им академическая элита и даже не осмеливающиеся в них сомневаться. Это касается большинства финансовых консультантов, биржевых брокеров, управляющих пенсионными фондами. Именно поэтому ваши пенсии в опасности. Все беды от попугаев, а не от орлов. Вам тоже промыли мозги? Большинство финансовых экспертов твердят, что золото варварский пережиток прошлого, поскольку им промыли мозги. Они повторяют то, что их учили говорить. Вот почему так мало людей владеют настоящим золотом. Вам тоже промыли мозги насчет золота? Вы верите в то, что надо копить деньги и вкладывать их на долгосрочной основе в диверсифицированный портфель, состоящий из акций, облигаций, паёв, инвестиционных фондов и ETF. В этой связи хотелось бы привести слова Демелла. Есть ряд интересных исследований, касающихся промывания мозгов. В них демонстрируется, как люди воспринимают или распространяют идеи, которые принадлежат не им, а кому-то другому. Самое смешное, что они готовы умереть за чужие идеи. Разве это не странно? Первый признак, свидетельствующий о том, что вы подверглись промыванию мозгов и чужие идеи проникли в ваш разум. Можно заметить в тот момент, когда кто-то начинает их критиковать. Вы ощущаете потрясение, у вас появляется эмоциональная реакция. Это верный признак, пусть и не стопроцентный, того, что вам промыли мозги. Вы уже готовы умереть за идею, которая никогда не была вашей. Террористы и святые, так называемые, воспринимают идеи целиком и готовы отдать за них жизнь. Трудно услышать другое мнение, особенно когда у вас уже сложилось эмоциональное отношение к этой идее. Я проснулся. Я проснулся во Вьетнаме, когда понял, что подвергся промыванию мозгов. Я успел проснуться до того, как убил маленького мальчика. Проснулся и понял, что мы воюем не против коммунизма. Мы воюем за нефть. Я проснулся, осознав, что мне промыли мозги. Я забыл о том, что моя профессиональная подготовка в Академии торгового флота касалась нефти, и что я по профессии судовой офицер танкера. На занятиях по мировой экономике в Кингспоинт нас учили, что Соединенные Штаты не могут допустить того, что Китай получит доступ к вьетнамской нефти. Но я забыл обо Америку от коммунизма. Мы воевали во Вьетнаме за нефть. Мы до сих пор за нее воюем. Начиная с 1914 года, все войны велись за нефть. Сегодня мы воюем в Ираке, Иране, Сирии, Йемене и Афганистане. Вот почему в это ввязалась Россия. Соединенные Штаты воюют на стороне Саудовской Аравии против ее заклятого врага Ирана. За какие деньги по-вашему террористы приобретают оружие? Они продают нефть. Куры могут стать орлами только если проснуться. Я проснулся во Вьетнаме. Как орлы учатся летать? Шаг первый. Пробуждение. Когда дело касается денег, то у всех нас промыты мозги. Промывание мозгов означает, что вы воспринимаете идеи, которые не являются вашими. После этого вы готовы сражаться и даже умирать за них. Я был готов умереть за Америку. Я проснулся, когда осознал, что мы убиваем других людей за нефть. Так продолжается и сегодня. Люди с промытыми мозгами приходят в недоумение, когда слышат от меня. Тот, кто копит деньги, оказывается в проигрыше. Ваш дом это не актив. Богатые не работают ради денег, богатые используют долги вместо денег, богатые не платят налоги на законном основании. Люди недоумевают, некоторые даже негодуют, они реагируют эмоционально, потому что им промыли мозги. Такие эмоции появляются у них из-за того, что мои идеи противоречат их хрупким убеждениям. Орлам это известно, а курам нет. Куры защищают свои права платить налоги, копить деньги и вкладывать их в хорошо диверсифицированные портфели, состоящие из акций, облигаций, паев, взаимных фондов и ETF, даже если это грозит потери денег. И снова повторю слова Демелла. Первый признак, свидетельствующий о том, что вы подверглись промыванию мозгов и чужие идеи проникли в ваш разум, можно заметить в тот момент, когда кто-то начинает их критиковать. появляется эмоциональная реакция. Вы уже готовы умереть за идею, которая никогда не была вашей. Вы просыпаетесь, когда понимаете, что ваши сбережения, ваш дом, пенсионные накопления, это активы богатых людей. Я не убеждаю вас в том, что не надо покупать дом, экономить или инвестировать деньги в фондовые рынки. На самом деле, я даже советую делать все это людям, не имеющим финансового образования, цепляющимся за свои убеждения. Все эти мантры хороши для обычных людей, которые не желают тратить время и деньги на свое финансовое образование. Могу только сказать, проснитесь. Если в ответ вы начнете реагировать эмоционально и защищать чужие идеи, значит вам промыли мозги. Сторона, на которой обитают орлы. Проявляя эмоции и принимая оборонительную позицию, вы перестаете учиться и теряете возможность видеть другую сторону монеты, ту, на которой обитают орлы. Шаг второй. Орлы учат своих детей денежной науки, а куры нет. Откуда по-вашему Джаред Кушнер узнал о налогах, кредитах и бесконечной доходности, и почему об этом не знают репортеры? Может, Джаред учился всем премудростям о долгах, налогах, недвижимости и бесконечной доходности в школе? Или все же от своего отца? А откуда Дональд Трамп почерпнул знания о долгах, налогах, недвижимости и бесконечной доходности? Из школы или от отца? Кто дал мне знания о долгах, налогах, недвижимости и бесконечной доходности? Может быть, мой бедный папа? Образование чрезвычайно важно, но мы должны задать себе вопрос, какое образование? Когда мне было 9 лет и я попал в один класс с детьми из богатых семей, мне стало понятно, что их учили совсем не тому, чему учили меня. Многие из них постигали науку денег дома от своих отцов. Вот почему мой богатый папа начал после уроков учить своего сына и меня умению обращаться с деньгами. Богатый папа часто говорил, большинство семейных состояний проходит три стадии. Первое поколение зарабатывает состояние, второе наслаждается им, а третье теряет. Именно поэтому он учил своего сына и меня реальному бизнесу. Богатый папа не хотел, чтобы его состояние исчезло в третьем поколении. В книге «Путь к руинам» Джеймс Рикардс рассказывает о встрече с одной красивой женщиной в Италии, семье которой богатство передается из поколения в поколение уже на протяжении 900 лет. Если вы знакомы с итальянской историей, то знаете, что такое почти невозможно. Когда он поинтересовался, как им удавалось накапливать и передавать состояние из поколения в поколение на протяжении такого долгого времени, она ответила «Мы вкладывали деньги в долговечные вещи». На вопрос, что относится к таким долговечным вещам, последовал ответ «Недвижимость, золото и произведения искусства, достойные музеев». Она ни слова не сказала о наличных деньгах, акциях, облигациях, паях инвестиционных фондов и ИТФ. Это еще одна причина, побудившая нас с Ким разрабатывать игру кэшфлоу, писать книги и учить людей. Мы хотим, чтобы они учились друг у друга и чтобы родители учили своих детей. Только так создаются семейные династии, в которых люди на протяжении многих поколений могут приумножать свои богатства и передавать их своим наследникам. Орлы верят в то, что богатство можно передать последующим поколениям. Это называется капитализмом. Куры верят в то, что можно доверить свое богатство правительству, чтобы оно перераспределило его между всеми. Это называется социализмом и коммунизмом. Шаг третий. Орлы совершают ошибки и учатся на них, а куры нет. Куры ничему не учатся, потому что слишком трусливы, чтобы совершать ошибки, а уж если совершили, то делают вид, что ничего подобного не было. Насим Талиб пишет, что куры выносливы, сильны, жизнеспособны, но не умеют учиться, меняться и развиваться. Они не учатся и не растут, поскольку школа промыла им мозги и сформировала убеждение, что ошибки совершают только глупые люди. Школа всячески удерживает учащихся от ошибок, вместо того, чтобы научить их извлекать из них уроки. Система образования воспитывает в них хрупкость и заставляет нападать на всех, кто с ними не согласен или задевает их чувства. Вот почему на свете больше кур, чем орлов. Шаг четвертый. Орлы не стесняются обращаться за подсказками. В школе просьба о помощи приравнивается к подсказкам и списыванию. Куры сильны и выносливы, поэтому они не обращаются за помощью. Они работают в поте лица, но не хотят учиться и расти. Они не станут орлами. Орлы просят о помощи. Они работают в команде и нанимают специалистов. Все профессиональные спортсмены имеют тренеров. У любителей их нет. Деньги – это игра. Школа учит играть в эту игру, находясь в квадрантах Р и С. Как представители квадрантов Р и С играют в денежные игры? Успех достигается в одиночку. В книге «Большой потенциал» Шон Эйкер описывает современные методы обучения, которые не дают учащимся полностью раскрыть свои возможности. Лучшие из студентов станут высокооплачиваемыми представителями квадранта С, например, врачами или юристами. Для них просить кого-то о помощи – это признак слабости. Специалисты из квадранта С платят налоги по самым высоким ставкам. Куры играют в денежные игры в одиночку. Как представители квадрантов Б и И играют в денежные игры? Денежные игры – командный вид спорта. Новозеландская команда по регби – самая сильная в мире, хотя представляет одну из самых маленьких стран – Новую Зеландию. В «Большом потенциале» Шон Эйкер пишет, что работа в команде повышает потенциал каждого из участников. Каждый предприниматель знает, что самое сложное в бизнесе – договариваться с людьми, клиентами, подчиненными специалистами, правительственными бюрократами. Вот почему командные виды спорта развивают в людях важные качества и позволяют полностью раскрыть свой потенциал. Бизнес и инвестирование – это командные виды спорта. Если в школе вы прибегнете к командной тактике при написании контрольной работы, вас обвинят в списывании. Орлы играют в денежные игры в команде на стороне Б и И квадранта денежного потока. Куры играют в эти игры на стороне Р и С. Денежные игры – это прежде всего склад ума. Работающие в квадрантах Р и С – отъявленные индивидуалисты. Их девиз – если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. Представители квадрантов Б и И работают в команде. Минимальный набор команды для Орлов – это бухгалтер, финансист и юрист. Аккуратный бухгалтер обходится команде в квадрантах Б и И дешевле всего, но вклад, который он вносит в общее дело, бесценен. Команды Б и И не могут работать без точных данных. Большинство предпринимателей из квадранта С сами ведут бухгалтерию или поручают это супруге. А иногда этим вообще никто не занимается. Вот почему большинство работающих в квадранте С водятся с курами. Когда мы с Ким только начинали свою деятельность, первым, кого мы наняли, была бухгалтер Бетти. Мы взяли ее, потому что у нас не было денег. Бетти была настоящим учителем. Если бы не она, сегодня мы не были бы свободны в финансовом отношении. Куры говорят – найму бухгалтера, когда будут деньги. Именно поэтому они всегда остаются курами. Женить бы и деньги Супружество – это тоже командный вид спорта. В некоторых семьях супруги ведут денежные дела отдельно друг от друга. В иных – они деловые партнеры. В нашей семье фирму возглавляет Ким. Кто входит в вашу команду? Шаг пятый. Орлы вкладывают деньги в дело, которое любят. Куры поступают так, как им говорят. А говорят им одно и то же – хорошо учись, усердно работай, плати налоги, экономь и вкладывай деньги на долгосрочной основе в фондовый рынок. Демелло сказал бы по этому поводу – они спят с промытыми мозгами. Большинство кур верят в то, что если заниматься любимым делом, то деньги придут сами. Вся проблема в том, что 70% кур ненавидят свою работу. Орлы приобретают активы, которые им нравятся. Приведенный финансовый отчет демонстрирует разницу. Смотрите приложение к аудиокниге, страница 23. Бизнес и недвижимость – самые рискованные из активов, потому что они обладают наименьшей ликвидностью. Если инвестор допустит ошибку, эти активы потянут его за собой вниз. Вот почему занятия бизнесом и недвижимостью требуют основательного финансового образования и работы в команде. Бумажные и товарно-сырьевые активы вроде золота и серебра обладают высокой ликвидностью. В случае ошибки инвестор может быстро их продать. Секрет моего успеха Если в моих успехах есть какой-то секрет, то это любовь. Я люблю предпринимательство, люблю организовывать бизнес, люблю недвижимость. Мне нравится пользоваться кредитами и сводить налоги к минимуму. А еще я люблю золото, серебро и нефть. Орлы любят свои активы, а куры нет. Шаг шестой. Орлы добиваются бесконечной прибыльности. Они инвестируют деньги других людей. Эти другие люди и есть куры. Бесконечной прибыльности можно добиться во всех четырех категориях активов. С бумажными активами это сделать легче всего, но только не в том случае, когда вы бездумно доверяете свои деньги финансовым экспертам. Вот самый простой пример. Я покупаю 100 акций по доллару за штуку. Мои расходы составляют 100 долларов. Стоимость акции поднимается до 10 долларов. Я продаю 10 акций по 10 долларов за штуку и возвращаю свои 100 долларов. Оставшиеся 90 акций генерируют бесконечную прибыльность, то есть создают деньги из ничего. В эту операцию вкладываются не деньги, а ум. Сила рычага. Еще большей отдачи от акций можно добиться с помощью опционов, однако должен предостеречь вас от вкладывания денег в опционы без предварительного прохождения соответствующих семинаров. При покупке бумажных активов с помощью опционов при использовании кредитов в бизнесе и недвижимости создается эффект рычага. Соблюдайте осторожность и помните, чем длиннее плечо рычага, тем выше риск. Выигрыши могут быть очень большими, но и потери тоже. Если вы не готовы тратить деньги на обучение и практику, то вам лучше оставаться маленькими цыплятами. Что говорит ваш внутренний голос? Обратите внимание на пять высказываний и прислушайтесь, не отзывается ли ваш внутренний голос на какой-то из них. Я не могу себе этого позволить. Это глупо. Деньги меня не интересуют. Я никогда не разбогатею. Я недостаточно умен для этого. Не забывайте, что в голове у вас живет Иуда. Он наносит удар в спину. Из своего опыта я знаю, что слишком многие люди прислушиваются к его голосу. Ваш дух живет в сердце. Его среда обитания – это тишина и безмолвие. Если вы слышите голос Иуды, сделайте глубокий вдох и осмотритесь вокруг. Посмотрите на деревья, ручей, цветы. Помолчите и дайте своему духу возможность говорить за вас. Прочие секреты Ключи к полному раскрытию потенциала – это любовь, образование и опыт. Если вы любите активы, которыми занимаетесь, учитесь, совершаете ошибки, практикуетесь и извлекаете уроки, то уже в скором времени обнаружите возможность для вложения денег с бесконечной доходностью. Нам с Ким нравится быть предпринимателями. Мы любим недвижимость, золото и серебро. Еще я, в отличие от Ким, люблю нефть, потому что это главное из того, что я изучал в академии. Акции против реальных вещей Если я вложу 100 тысяч долларов в бумажные активы, скажем, в акции Standard Oil, компании, на которую я одно время работал, то получу 0 долларов в виде налоговых вычетов. Если же я инвестирую 100 тысяч в разработку нефтяного месторождения в США, то немедленно получу от государства налоговые льготы в размере примерно 40%. Это значит, что вложив 100 тысяч долларов, я заплачу примерно на 40 тысяч меньше налогов. Можно представить себе эту ситуацию иначе. Экономия на налогах, которые я добиваюсь на нефти, позволяет компенсировать налоги, которые я должен заплатить с доходов от продажи своих книг, скажем, тоже в размере 40 тысяч. В результате получается, что я как будто избавляюсь от этих налогов. Как следствие, я имею так называемый фантомный доход в размере 40 тысяч. Он невидим, потому что является результатом неуплаты налогов. Урок. Для квадрантов B и E предусмотрены схожие налоговые льготы, но в разных странах они могут отличаться. Лучшее, что может придумать Орел, это иметь умных финансистов и юристов. У КУР нет бухгалтеров, финансистов и юристов. Важно подчеркнуть, что каждому необходимо проконсультироваться с грамотным финансистом, прежде чем совершать инвестиции, предусматривающие налоговые вычеты. Урок. Значительная часть налогового кодекса США рассказывает не о необходимости платить налоги, а о том, как сделать их меньше. Правительство создает налоговые стимулы для инвесторов, делая их таким образом своими партнерами. Для цивилизации нужна энергия. Без энергии, добываемой из полезных ископаемых и возобновляемых источников, цивилизацию ожидает коллапс. Соединенным Штатам требуется нефть. Много нефти. Если бы не было налоговых стимулов, цены на бензин взлетели бы до небес, и вместо цивилизации возник бы хаос. Урок. Орлы тратят деньги с целью повышения доходов, то есть на образование, курсы и семинары и профессиональные консультации бухгалтеров, финансистов и юристов. Хотите узнать самую хорошую новость? Правительство предоставляет налоговые льготы тем, кто тратит деньги, чтобы делать деньги. Урок. Куры, которые трудятся в поте лица и всеми силами стараются сократить расходы, чтобы сэкономить деньги, платят самые высокие налоги и получают самые маленькие налоговые вычеты от правительства. Урок. Куры тратят деньги безвозвратно. Спасибо. Я благодарен Тому Уилрейту, автору книги «Богатство без налогов» и консультанту компании «Richdead» по налоговым и финансовым вопросам. Том преподает налоговую науку очень грамотно и без лишних сложностей. Почему куры в проигрыше? Куры поступают так, как им говорят, и несут свои деньги финансовым экспертам в лице всевозможных консультантов и менеджеров фондов, которые инвестируют от их имени. Проблема в том, что куры ничему не учатся ни тогда, когда эксперты оказываются в выигрыше, ни тогда, когда эксперты проигрывают их деньги. Как орлы учатся летать? В 1978 году я вошел в клуб лучших продавцов компании «Ксерокс». Я достиг своей цели. Я научился преодолевать собственную робость и боязнь отказа. Хотя эти качества так и остались во мне, я научился продавать. Это главное умение, которым должен обладать предприниматель. В 1978 году я объявил, что ухожу из компании «Ксерокс», чтобы начать собственный бизнес и поблагодарил всех за 4 года настоящей учебы. Вместе с одним другом, который тоже работал со мной в «Ксерокс», мы прямо напротив нашего бывшего офиса в деловом центре Гонолулу открыли фирму, выпускавшую первые нейлоновые бумажники на липучках для серферов. Потом из Кореи в Нью-Йорк прибыла первая поставка из 100 тысяч бумажников. Теперь их надо было как-то продать. Мы с другом были рады и в то же время напуганы. На кону стояло слишком многое. Когда я увольнялся, секретарша Элэйн улыбнулась и сказала «У тебя все равно ничего не получится. Ты еще вернешься». За время своей работы Элэйн видела ни одного такого скороспелого бизнесмена вроде меня, которые через некоторое время возвращались на «Ксерокс». Один из моих начальников в отделе продаж тоже относился к их числу. Мы с моим другом, с которым я до сих пор нахожусь в прекрасных отношениях, добились успеха, превосходящего самые смелые ожидания. Непромокаемые бумажники стали международным хитом. А нас писали журналы для бегунов и серферов и даже плейбой. Деньги текли рекой. Исполнилась наша американская мечта. Мы были миллионерами. А потом произошел крах. Мы все потеряли. Мне понадобилось около восьми лет, чтобы выплатить деньги своим инвесторам, в том числе собственному отцу, моему бедному папе. Это была самая настоящая учеба. Покидая «Ксерокс», я сказал Элэйн, «Может, ничего и не получится, но я никогда не вернусь». И я не вернулся. У меня бывали и победы, и поражения. И так будет всегда, каких бы высот я не достиг. Это как раз то качество, которое Насим Талиб называет антихрупкостью. Нашему телу нужно преодолевать трудности и стрессы, чтобы оставаться сильным. То же самое можно сказать и о человеческом духе, который живет в наших сердцах. Именно так учатся летать орлы. Все мы орлы. У всех есть крылья. У каждого есть душа от Бога, которая поможет научиться летать. Вопрос лишь в том, хватит ли смелости. Несколько мудрых мыслей в придачу. Как-то раз я прочитал у Марка Твена. Сначала Бог создал идиотов, просто для практики. Потом Он создал школьных наставников. Кто же наши школьные наставники, если речь идет о финансовых вопросах? Мудрые волхвы или слепые мыши? Богатый папа частенько говорил, потратить деньги может и дурак. Для этого не требуются ни особые таланты, ни образование. Умные люди нужны для того, чтобы делать деньги, сохранять их и, что самое главное, держать подальше от дураков. Я вспоминаю из речения Марка Твена, и в который уже раз задаю себе вопрос. Уж не поэтому ли у нас в школах нет финансового образования? Я знаю ответ на него. А что вы думаете? От Альберта Эйнштейна Образование – это то, что остается после того, как вы забудете все, что учили в школе. Поскольку люди не получают практически никаких знаний о деньгах, как тут можно что-то забыть? Эйнштейн также говорил, воображение более важно, чем знание. Богатый папа был с ним согласен, но добавлял, воображение более важно, чем знание, но ведь Эйнштейн не говорит, что знания не важны. Они очень важны, потому что знания подкрепляют человеческое воображение. Богатый папа также говорил, у каждого могут быть идеи на миллион долларов, но без финансовых знаний идеи останутся идеями, надежды – надеждами, а мечты – мечтами. Хуже всего то, что без финансовых знаний только в воображении остаются многие идеи, которые могли бы изменить мир, изобретения, которые могли бы спасать жизни, изделия, которые могли бы принести мир вместо войны. Без знаний любая информация бесполезна. Без знаний люди каждый день проходят мимо миллионов долларов. Знания способны претворить воображение в реальность, а идеи – в деньги. Информацию вообще можно использовать только в сочетании со знаниями. Без них она не имеет смысла. Информация без финансового образования не может быть преобразована в богатство. Бакминстер Фуллер писал, «Задумайтесь о том, на что вы способны как индивидуум. Вы можете сказать, что я могу, я всего лишь маленький человек, а я скажу, что вы можете. Я уже говорил, что на самом деле мы проходим финальное испытание, что у нас есть определенная функция во Вселенной. Мы живем здесь для сбора локальной информации, решения локальных проблем ради целостности вечной и возобновляемой Вселенной. Вся суть в целостности. В невидимом мире не может быть видимой эстетики. В невидимом мире, этом огромном компьютере, в котором мы живем, единственной эстетикой является целостность. Я благодарен своему другу Рэндольфу Крафту, живущему на Гавайях, за то, что в 1981 году он вытащил меня в Керквуд, возле озера Тахо в Калифорнии, на конференцию «Будущее бизнеса», в которой участвовал доктор Фуллер. Рэндольф убедил меня в том, что мне обязательно надо туда поехать. В то время мне было до боли скучно слушать Фуллера. Заседания на конференции длились с раннего утра до позднего вечера. Я постоянно засыпал. И снова Рэндольф все пять дней не давал мне покоя, убеждая, что надо слушать, а не спать, как в школе, где я продремал большую часть всей учебы. Расталкивать меня Рэндольфу помогало то обстоятельство, что он входил в съемочную группу конференций. В результате мне приходилось бодрствовать и прислушиваться к тому, что говорят на конференции, которая стала самым важным из когда-либо посещенных мною мероприятий и изменила мою жизнь. А когда Баки Фуллер заговорил об информационной эре как о невидимом мире, которому необходима целостность, я окончательно проснулся. В тот период жизни мне отчаянно не везло. У меня не ладились дела ни в бизнесе, ни в жизни. Слова Фуллера разбудили меня, заставили по-новому посмотреть на свою жизнь и определить, в каких именно областях она лишилась целостности. Их список оказался длинным. В 1981 году я осознал, что испытываю разлад во многих сферах жизни и приступил к генеральной уборке. На том первом семинаре, а также в ходе двух последующих встреч с Фуллером, я все время слышал от него, целостность это самый главный фактор общего успеха. Я до сих пор помню его слова о целостности. Задумайтесь о том, на что вы способны как индивидуум. Вы можете сказать, что я могу, я всего лишь маленький человек. А я скажу, что вы можете. Я уже говорил, что на самом деле мы проходим финальное испытание, что у нас есть определенная функция во Вселенной. Мы живем здесь для сбора локальной информации, решение локальных проблем ради целостности вечной и возобновляемой Вселенной. Фуллер умер 1 июля 1983 года, примерно через месяц после нашей последней встречи. Эта новость застала меня за рулем, когда я ехал по шоссе H1 в Гонолулу. Я свернул на обочину и заплакал. Мне казалось, что он будет жить всегда, помогая человечеству выбраться из той грязи, в которой оно оказалось. Но он умер. У меня в голове звучали его слова. Что я могу? Я всего лишь маленький человек. Спустя несколько месяцев я прочитал книгу Фуллера «Усмешка гигантов». Читая ее, я вспоминал уроки, полученные в детстве от богатого папы и бедного папы, свое крушение во Вьетнаме, маленькую вьетнамскую женщину, которая отказалась дать мне скидку на золото, а потом возвращение на Гавайи, где обнаружил, что мой бедный папа лишился работы, потому что выступил против самого коррумпированного правительства штатов США. Я перебирал в голове разные точки зрения. Мой бедный папа хотел, чтобы я закончил университет со степенью магистра, а богатый папа рекомендовал пройти курсы, посвященные кредитам и налогам. В 1983 году я был еще совсем молодым парнем, но уже знал, что мне предстоит делать. В то время мой бизнес имел отношение к рок-н-роллу. Это было интересное занятие, но не мое жизненное призвание. Поэтому я уступил свою долю в бизнесе партнерам. Я ничего не просил взамен. Этот период моей жизни закончился. Фуллер часто говорил, что студента надо освободить и дать ему возможность учиться. В 1983 году я впервые приступил к настоящей учебе и остался пожизненным студентом. В первый раз я ощутил собственную целостность. Ею была пронизана и моя учеба. Я уже не был фейковым учеником, а учился по-настоящему. В 1984 году, когда я уже готов был покинуть Гавайи, мне встретилась самая красивая женщина в моей жизни. Мы поговорили с ней о нашем жизненном предназначении и влюбились друг в друга. Хотя у меня не было ни работы, ни денег, ни будущего, мы с Ким взялись за руки и бросились в омут с головой. Мы переехали с Гавайи в Калифорнию. Некоторое время нам негде было жить, нам встречались и плохие, и хорошие люди. Мы переживали взлеты и падения, но никогда не оглядывались назад. Мы с Ким едины. У нас общая жизненная миссия и цель. Чем труднее была жизнь, тем устойчивее и сильнее мы становились. Нас ничто не могло остановить. Мы и тогда, и сейчас помним слова Фуллера. Целостность это самый главный фактор общего успеха. Сегодня мы понимаем, что они приобретают новый смысл в невидимую эру. В сегодняшнем мире невидимых технологий, невидимых изменений и невидимых денег. Напоследок, я приведу мудрые слова Баки Фуллера, которые помогали нам с Ким двигаться вперед по жизни, когда у нас не было работы, а зачастую и денег. Если бы жизнь и смерть нашей планеты и всего человечества зависели от того, каков я и что я делаю, каким я хотел бы стать, чем я стал бы заниматься, Ваши вопросы и ответы Роберта Вопрос Надо ли беспокоиться по поводу возможной подделки золота и серебра? Шон Те, Канада Ответ Необходимо осознавать, что подделки встречаются, поэтому стоит иметь дело только с теми продавцами золота и серебра, которые имеют хорошую репутацию. Вопрос Бывают ли такие периоды, когда не стоит вкладывать деньги в золото? Александра Б. США Ответ Да Когда вас одолевает жадность Вопрос Я всегда скептически относился к инвестированию в золото и серебро из страха, что правительство может их конфисковать. Считаете ли вы возможным такой сценарий в 2019 году? Лю Эс, Китай Ответ Все возможно. Я сомневаюсь, что американское правительство может конфисковать наше золото. Однако, никто не может знать наверняка. Вот почему у меня на готове всегда есть план Б. Вопрос Что, по вашему мнению, мог бы сказать вам сегодня доктор Фуллер, глядя на ваши успехи и игру кэшфлоу, которая предназначена для того, чтобы научить людей инвестированию? Иру Эл, Аргентина Ответ Думаю, он был бы больше рад тому, что я прочитал его книгу «Усмешка гигантов» и воспользовался ею в качестве руководства к действию. Несколько мыслей в заключении Сегодня образование приобретает большее значение, чем когда-либо. Оно обладает колоссальной силой. Я хотел бы задать вопрос. Кто служит вам примером при выборе учителей? Три мудрых волхва или три слепые мыши? Все мы орлы. У всех есть крылья и душа от Бога, которая поможет научиться летать. Нам предоставлена свобода выбора. Вопрос лишь в том, хватит ли смелости. Спасибо за то, что прослушали эту книгу. Роберт Киосаки Вы прослушали книгу Роберта Киосаки «Фейк». Фейковые деньги, фейковые учителя, фейковые активы. Как ложь делает бедных и средний класс еще беднее.